перед собой задачи раскрытия их психологических механизмов. Б. Психофизиологическое и нейропсихологическое направление. Пенфильд, Сковил, Милнер, Барби, Зе, Попова, Клинковский, Таулант, Лурия, Соколов, Латашки, Ященко и другие. В работах представителей этого направления содержится анализ психофизиологических основ памяти, изучается природа мистических нарушений при отчаговых поражении мозга. В. Психологическое направление, которое в основном рассматривает вопросы организации памяти и ее нарушений. Теоретические и методологические позиции, на которых базируются представители этого направления, крайне неоднородны, а порой противоречивы. К этому направлению примыкают работы ряда современных зарубежных авторов, ограничивающихся констатацией наличия или отсутствия организации запоминания при психических расстройствах. Бергсон, Кантер, Осборн, Валас, Андервуд и другие. К нему следует отнести исследование, синтезирующее основные понятия гештайд-психологии с теоретико-информационными идеями. В это же направление включаются и работы отечественных психологов, подвергающих анализу расстройства памяти с позиции теории о предметной деятельности. Леонтьев, Беренбаум, Нейрович, Зейгарник, Лурия, Бежнишвили, Бондарева и другие. Исследования патологии памяти важны в теоретическом отношении, так как они позволяют выяснить, какие структуры и факторы участвуют в протекании монистической деятельности, и сопоставить данные о нарушениях звеньев монистической деятельности с разработанной отечественными психологами системой взглядов на формирование процессов памяти. Исследования расстройств памяти важны также для практических вопросов в психиатрической клинике. Нередко данные о нарушении памяти, полученные при патологическом эксперименте, не совпадают с представлениями самого больного о характере своей монистической деятельности. Например, больные жалуются на ослабление памяти, которое мешает им в работе, в то время как психологическое исследование этого нарушения не выявляет. И наоборот, некоторые больные успешно справляются со своими профессиональными обязанностями, требующими удержания материала. Данные же психологического эксперимента обнаруживают расстройство монистической деятельности. Анализ подобного несовпадения оказывается очень часто важным при решении экспертных вопросов, при трудовых рекомендациях, в выборе коррекционных мероприятий. Они важны еще в том отношении, что помогают согласованию понятий психиатрии и психологии. Эти факты свидетельствуют о том, что в основе нарушений памяти лежат различные факторы, которые должны быть подвергнуты психологическому анализу. Результаты их изучения могут оказаться полезными при установлении диагноза, разграничении синдромов и в практике восстановительной работы с больными. В исследовании патологии памяти наиболее важными представляются следующие вопросы. А. Проблема строгения монистической деятельности опосредованного и неопосредованного, произвольного и непроизвольного запоминания. Б. Вопрос о динамике монистического процесса. И. В. Вопрос о мотивационном компоненте памяти. Следует отметить, что не всегда удается вычленить в каком-нибудь определенном частном амнистическом синдроме отдельно эти характеристики. Большей частью они переплетаются. Однако экспериментально удается нередко выделить ведущую роль того или иного компонента. Анализ амнистического синдрома усложняется еще тем обстоятельством, что так называемые ядерные симптомы, вызванные непосредственно болезненным состоянием мозга, сливаются со вторичными, наслаивающимися на них симптомами. Мысль Выгодского о переплетении так называемых культурных и натуральных функций психических процессов с особенной четкостью выявляется в нарушении памяти. Экспериментальные исследования в этой области позволяют выделить преимущественно функциональную значимость этих симптомов. Параграф 1. Нарушение непосредственной памяти. Корсаковский синдром. Одним из наиболее исследованных расстройств непосредственной памяти является нарушение памяти на текущие события, при котором относительно интактным остается память на события прошлого, так называемый Корсаковский синдром, который был описан известным отечественным психиатром Корсаковым при тяжелых алкогольных интоксикациях. Этот вид нарушения памяти часто сочетается с конфабуляциями в отношении текущих событий и дезориентировкой в месте и времени. Два последних признака могли быть слабо выражены, но первый всегда чрезвычайно выражен и составляет основной радикал этого страдания – забывание текущих событий. Впоследствии оказалось, что Корсаковский синдром может обнаружиться при других диффузных поражениях мозга неалкогольного генеза – ГАМФ, ДЕЛИ, а также при поражении определенных ограниченных мозговых систем – Вехтерев, Грюнталь, Милнер. Больные, у которых имеют место подобные амнистические явления, не помнят, как мы говорили выше, события недавнего прошлого, но воспроизводят те события, которые были много лет назад. Так, подобный больной может правильно назвать события из своего детства, школьной жизни, помнит даты общественной жизни, но не может вспомнить, обедал ли он сегодня, посетили ли его вчера родственники, беседовал ли с ним сегодня врач и тому подобное. Если подобного больного спросить, навещали ли его сегодня родственники, нередко можно получить ответ – «Я не помню, но у меня в кармане папиросы, значит, жена приходила». Такие больные здороваются по нескольку раз, задают один и тот же вопрос, обращаются по многу раз с одной и той же просьбой, производят впечатление на зойливых людей. При анализе структуры Корсаковского синдрома вставал вопрос о том, является ли забывание недавнего прошлого следствием дефекта воспроизведения или удержания материала. Ряд экспериментальных данных свидетельствует о том, что речь идет о плохом воспроизведении. Еще в 1911 году Клапарет писал интересные факты, выступившие у подобных больных. Клапарет несколько дней подряд здоровался с больным, при этом незаметно для больного колол его при рукопожатии спрятанной иглой. Больной перестал подавать к Клапарету руку, но при этом не узнавал его, не помнил ни самого факта укола, ни того, что с ним здоровались. Алексей Николаевич Леонтьев в 1935 году вырабатывал у подобных больных условный рефлекс на болевой раздражитель, хотя больные не помнили и не осознавали самого этого факта. Все эти данные говорят о том, что у больных нарушается процесс воспроизведения. В нашей лаборатории были поставлены следующие эксперименты с больным, у которого после тяжелого брюшного тифа развился корсаково-подобный амнистический синдром. Больной должен был в течение некоторого времени нажимать на кнопку при зажигании зеленой лампочки. На следующий день больной, введенный в кабинет, не только не помнил, что он вчера делал, но отрицал сам факт пребывания вчера в этом кабинете, не узнавал экспериментатора. Однако, когда стала зажигаться лампочка зеленого цвета, он стал нажимать на кнопку и не производил этого действия, когда зажигалась лампочка другого цвета. Спрошенный, почему он это делает, больной удивленно пожал плечами, не знаю. Эти и многие другие экспериментальные факты свидетельствуют о том, что процесс усвоения был у больного не нарушен. О том, что при корсаковском синдроме наблюдаются затруднения процесса воспроизведения, а не слабость образования следов, говорят также данные школы грузинских психологов. Исследования Беженишвили, библиография 19-я, проведенные под руководством Бжалавы, показали нестойкость, грубость и радиированность оптической установки больных корсаковским синдромом. Эти данные согласуются с выводами Лурия, библиография 124-я, и Киященко, библиография 82-я. О том, что нейрофизиологическими механизмами корсаковского синдрома являются нарушения ретроактивного торможения, а не слабость следообразования. Экспериментально психологическое исследование непосредственной памяти обнаруживает низкая плата без наращивания. Одним из примечательных особенностей при корсаковском синдроме являются конфабуляции, то есть заполнение провала в памяти несуществующими событиями. Так, один из больных заявил, что он сегодня ходил в лесок по грибы, другой заявил, что он вчера был дома, на заводе, ему там устроили пышную встречу. Для иллюстрации приводим выписку из истории болезни больного Б. Больной Б. 33 лет. Доктор Белоусова. Поступил в психоневрологическую больницу номер 4, 22-го, 1944 года. Умер 13-го, 5-го, 1944 года. В прошлом здоров. По характеру живой, активный. 23-го, 2-го, 1943 года. Ранен осколком мины в правую лобную область. Первые 14 дней после ранения состояние тяжелое. Сознание спутано. Резкое двигательное возбуждение. Рентген и грамма от 6-го, 3-го, 1943 года. В лобной теменной области справа определяется костный дефект размером 4 на 3 сантиметра. Разрушение лобной пазухи с проникновением костных и двух металлических осколков на глубину 1-4 сантиметров. Психическое состояние. Ориентирован не точно. Правильно называет год. Месяца и числа не знает. Во время беседы прежде всего обращает на себя внимание эйфория. Больной всегда пребывает в прекрасном настроении, его ничто не огорчает, все неприятности, неудобства, перенесенное ранение, болезнь кажутся ему незначительными и неважными. Он всегда широко улыбается, приветливо встречает врача, утверждает при этом, что чувствует себя великолепно, что он совершенно здоров. Речь свою беспрерывно сопровождает громким смехом. Со смехом рассказывает о пребывании в психиатрической больнице, освоении приятности. Все эти факты считает незначительными и несущественными. Ранен он только в череп, а мозг здоров. Он удивлен, почему его задерживают в больнице и заставляют даром хлеб есть. Периодически он обращается к врачу с поиской отпустить его домой, однако пребыванием в психиатрической больнице по существу не тяготится. Наряду с указанной эйфорией, которая наступает преимущественно в процессе беседы, в течение дня больной пассивен, лежит в постели, молча укрывшись с головой одеялом, не давая никакой реакции на окружающее. Быстро, не задумываясь, отвечает на вопросы, однако ответы чаще носят случайный характер. На этом фоне выступают выраженные нарушения памяти на текущие события. Больной не помнит того, что он ел на завтрак, не помнит, какой вопрос только что задавал ему врач. Прослушав радиопередачу, больной не только не может рассказать ее содержание, но не помнит самого факта слушания радио. Точно так же он не помнит, что сосед по палате читал ему фельгетон газеты. Во время беседы с экспериментатором больной нечаянно пролил чернила, испачкав рука в халаты. На вопрос, откуда взялись чернильные пятна на столе и рукаве, больной отвечает, не знаю, вероятно, дали мне такой халат. Утверждает, что ходил сегодня в рощу березовую гулять. Указанные конфабулиторные высказывания держатся стойко. Больной повторяет их в одних и тех же вариантах, упорно и настойчиво отрицает факты, имевшие место в действительности. При этом больной помнит события и факты своей прошлой жизни, начала войны, год женитьбы. Нарушение памяти больной не замечает, утверждая, что у него прекрасная память. За последние 2-3 недели усиливается вялость и аспонтанность. Нарастает неврологическая симптоматика. Выраженный двухсторонний симптом Кернига. Пригибность затылка. Повышение коленных рефлексов больше справа. Больной оглушен, вял, медленно отвечает на вопросы. Несмотря на тяжелое соматическое состояние, по-прежнему утверждает, что чувствует себя прекрасно. 13.05.1944 года больной умер. Патологоанатомический диагноз. Гнойнерсцесс в правой орбитально-лобной области с прорывом в правой боковой и четвертой желудочки мозга. Диффузный, преимущественно базальный, лептоменингит. Ограниченный пахи-менингит в местах дефекта лобной кости. Данные экспериментально-психологического исследования больного Б. Больной без всякой заинтересованности относится к эксперименту. Выявилась нецеленаправленность действий больного. Он не может выполнять задания, требующие учета прежних действий. Так, классифицируя картинки, он образует много одноименных групп. Когда больной образовал две группы животных, и экспериментатор обратил его внимание на это, больной удивился. А разве я уже собирал животных? Задания же, не требующие запоминания только что совершенных действий, больной выполняет. Объясняет правильно переносный смысл поговорки. Метафоры. Справляется с заданием методом исключения. Но спустя три минуты не помнит, что выполнял. Выявляются грубые нарушения памяти. Из пяти предъявленных слов он воспроизводит после пятикратного повторения лишь последнее. Больной запомнил первое-второе-второе слово. Применение опосредования по методу Леонтьева ему не помогает. Из десяти слов он запомнил лишь два. Хотя сам процесс опосредования ему в принципе доступен. Точно так же больной не может воспроизвести сюжет простого рассказа. Галка и голуби. Экспериментатор. Почему галка полетела голубям? Больной. А кто ее знает? Захотела и полетела. Экспериментатор. Может она слышала, что у голубей хорошая пища была. Больной. Может быть галки прожорливые. Но голуби тоже любят поклевать. Экспериментатор. Ну а кто кого выгонял из гнезда? Кто перекрасился? Больной. Никто никого не выгонял. Какая раскраска? Не понимаю, о чем вы толкуете. Спустя 10 минут больной отрицает сам факт исследования. Говорит, что никогда не видел экспериментатора. Часто нарушения памяти на события недавнего прошлого не достигают столь выраженной степени. Корсаковский синдром может появиться в неточности воспроизведения слышанного, виденного, в неточности ориентировки. При этом возникает иногда ложное воспроизведение без грубых кофабуляций. Нередко больные сами замечают дефекты своей памяти. Пытаются восполнить ее пробелы, придумав несуществовавший вариант событий. Таким образом, нарушение памяти на недавние события сочетается у больных с недостаточной ориентировкой в окружающих. Реальные события могут то отчетливо выступать в сознании больного, то переплетаются причудливо с неимевшими места событиями. Невозможность воспроизведения информации настоящего момента приводит к невозможности организации будущего. По существу больных нарушается возможность увязывания отдельных отрезков жизни. Не случайно ряд ученых, Лурия, Гелеровский, увязывают наличие корсаковского синдрома с нарушениями сознания. Шмарьян тоже указывал на то, что расстройства гнозиса пространства и времени являются одним из механизмов развития корсаково-подобного амнистического синдрома, наблюдаемых при тяжелых травмах мозга. Особую форму приобретают расстройства памяти при корсаковском синдроме, если они развиваются на фоне выраженной осмонтанности, то есть грубых нарушений мотивационной сферы, активности, как это имеет место у больных с поражениями лобно-базальных отделов мозга. Наблюдая вместе с Розинским, подобных больных мы выявили, что такие нарушения памяти обнаруживаются на фоне апатического и эйфорического состояния. При апатическом состоянии деятельность больных оказывается лишенной произвольности, целенаправленности. Для таких больных недоступен выбор, спонтанное переключение с одного предмета деятельности на другой, проявление инициативы, в них отсутствует потребность окончить начатое дело. При эйфорическом состоянии часто наблюдалась расторможенность, легкомысленно дурашливое поведение расстройства критики. Недостатки памяти больных восполняют комфобулиторными высказываниями. Мы наблюдали больных, которые вместо описания предъявляемых им рисунков рассказывали о чем угодно, но не о том, что в действительности было предложено. Им значительно легче было создать любой несоответствующий ситуации вариант, чем адекватно сообщить о виденном или слышенном. В силу дезориентировки у больных была нарушена адекватная оценка окружающего. Им было недоступно соотнесение прошлого и настоящего в плане временной характеристики событий. Приводим к иллюстрации историю болезни больного Е. Больной Е. 1941 года рождения. Электромонтер. Доктор Розинский. Аноминистические данные. Со слов родных родился и развивался нормально. В детстве ничем не болел. По характеру всегда был общительным, живым, активным, инициативным. Учился хорошо, к учебе проявлял интерес. В 24-х лет больной женился, приобрел специальность электромонтеров. Всегда очень активный, являлся примерным производственником. Дома очень внимателен к родным, заботлив, мягок. Много времени проводил за книгами. Любитель почитать. 21 сентября больной попал под поезд. Был доставлен в Перовскую больницу, где пробыл по 25 сентября. Диагноз при поступлении. Перелом основания черепа. Ушибленная рана лба. После удаления сгустов крови в области лобной кости, слева линейная рана длиной 5 сантиметров с рваными краями. Рана проникает до кости. Другая линейная рана на левой брови. Длина ее 2 сантиметра. Под кожей черепного свода широкая гематома, занимающая лобную, почти половину теменную и височную область. Произведена операция. Напряженная твердая мозговая оболочка разрезана крестообразно. Из-под нее стали выходить сгустки крови и жидкая кровь. На рану наложены швы. 24 октября. Неориентирован. Говорит, что травма была 4 года назад. Он родился в 1941 году, но ему 44 года. Соглашается, что тогда ему не может быть 44. Надо взять послужный список и посмотреть. Работал он на этом, в котором говорили лет 5. Месяц назвать не может. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Выбирайте любой. Жену и дочь, пришедших к нему, не узнал. Во второе посещение через 2 недели его состояние было лучше. Он узнал о родных, но отнесся к их приходу совершенно равнодушно. Считал, что он находится дома, что родные не пришли, а находятся здесь с ним постоянно. Точа забывал все, что ему говорили и что говорил сам. Не высказывал никаких желаний, просьб. Совершенно равнодушно отнесся к уходу родных. Ни о чем их не спрашивал. 21 ноября переведен в нервную психиатрическую клинику Центрального института психиатрии. Неврологический статус. Малоподвижен, застывает в однообразных позах, ходит мелкими шагами. Ани Мичин. Слегка уплачена левая половина лобной кости. Там же костный дефект, видна пульсация. Правый зрачок неправильной формы, расширен, не реагирует на свет. Легкая асимметрия лица. Язык по средней линии. Легкая неустойчивость в позе Ромберга. Гиперкинезов нет. Брюшные рефлексы слегка ниже, чем справа. Сухожильные и переостальные рефлексы на верхних конечностях очень живые. Коленные и ахилловые равные, но повышенные. Патологических рефлексов нет. Рентгенологическое исследование. Перелом свода и основания черепа с развитием спонтанного пневмоцефалона на почве травматической торенцефалии. Исследование спинно-мозговой жидкости. Тетос 152-3, белок 0,5%. Реакция нониаппельта положительная. Реакция вихброда слабоположительная. Реакция ланги 1-1-1-2-2-1-0-0. Реакции Вассермана, ЗАГС Витебского, Кана отрицательные. Психический статус. Больной не ориентирован. Вял, пассивно лежит в постели, не меняя позы. Амимичен. Будучи неопрятен мочой, может длительное время лежать в мокром белье. Никогда сам ни о чем не попросит. На вопросы отвечает одна сложно. После длительной паузы часто не отвечает совсем. Данные психологического исследования и клинических наблюдений показали, что поведение больного, его ответы, зависят от обстановки конкретных вещей, среди которых он находится. Будучи введен в кабинет врача, подходит к столу, начинает разбирать на нем бумаги. Увидев раскрытую папку, закрывает ее. Заметив карандаш, берет его и начинает писать на лежащей перед ним папке или бумаге, или книге, наконец, просто на столе. Книгу, лежащую перед ним, берет и начинает читать. На вопрос о том, что там пишут, ответил, об авторе пишут. На фоне подобного ситуационного поведения выступает грубое нарушение памяти. Больной не может воспроизвести события, относящиеся к периоду до травмы и после нее, так же, как факт самой травмы. Больной не запомнил сюжет рассказанного ему рассказа. Что-то вы мне рассказывали. Из десяти слов после многократного повторения не запомнил ни одного. А вы мне ничего не говорили. Не помнит имени врача, имен окружающих его больных. Выйдя из палаты, он не в состоянии отыскать ее. В палате не находит свою постель. Не может сказать, сколько человек лежит с ним в палате. Совершенно не способен указать времени дня. Утром может сказать, что это вечер. И наоборот. И даже завтрак или ужин не являются для него опознавательными моментами времени. На один и тот же вопрос больной каждый раз дает разные ответы, никогда не задумываясь. У него то пятеро, то четверо, то, наконец, двое детей. Имена их каждый раз различны. Он находится то в школе, то на производстве. Имеют место конфабулиторные высказывания. Он ходил сегодня в лес, собирал ягоды и грибы. На вопрос, как же могут быть ягоды и грибы в декабре, больной отвечает. Такой уж лес попался. Год, месяц, число, время года каждый раз называют различные. Иногда отвечает на вопросы неопределенно. Нередко его ответы приобретают уклончивый характер. Например, спрошенный о том, что он знает на начале своего заболевания, больной отвечает, то же, что и вы. А что знаем мы? То, что знаем мы вместе. На вопрос, что же мы знаем вместе, больной отвечает, ничего. Часто он соглашается с тем, что все его высказывания не соответствуют действительности. И тут же начинает утверждать, что все сказанное совершенно правильно. Явная противоречивость его совершенно не смущает. Из памяти больного выпал весь период с момента травмы и до нее. События более давние сообщает правильно, называет свою специальность, дает некоторые сведения о своей учебе и более ранние анимистические сведения. Прогрессирующая амнезия. Расстройство памяти распространяется часто не только на текущие события, но и на прошедшие. Больные не помнят прошлого, путают его с настоящим, они смещают хронологию событий. Выявляется дезориентировка во времени и пространстве. Временами такие нарушения памяти носят гротескный характер. Так одной больной казалось, что она живет в начале нашего века. То только что кончилась Первая мировая война. Только что началась Великая Октябрьская социалистическая революция. Гелировский описывал в 30-х годах больную, которой казалось, что она живет у помещика. Она боялась барыни-помещицы, потому что не успела выстирать белье. Но в этой амнистической дезориентировке звучат часто прошлые профессиональные навыки. Так один из наших больных, в прошлом официант в ресторане, считал, что он во время обеда обслуживает посетителей, требовал, чтобы они, больные, ему заплатили за еду, иначе он позовет хозяина. Подобные нарушения памяти отмечаются часто при психических заболеваниях позднего возраста, в основе которого лежит прогрессирующая, качественно своеобразная деструкция коры головного мозга. Клинические болезни характеризуются неуклонно прогрессирующими расстройствами памяти. Сначала снижается способность к запоминанию текущих событий, стираются в памяти события последних лет и отчасти давно прошедшего времени. Наряду с этим сохранившееся в памяти отдаленное прошлое приобретает особую актуальность в сознании больного. Он живет не в настоящей реальной ситуации, которую не воспринимает, а в обрывках ситуаций, действий, положений и мягших места в далеком прошлом. Такая глубокая дезориентировка с отнесением в отдаленное прошлое представлений не только об окружающей обстановке и близких людях, но и о собственной личности при старческом слабоумии развивается постепенно. Такие расстройства памяти, характеризующиеся жизнью в прошлом, ложным узнаванием окружающих с адекватным этой ложной ориентировкой поведением возникают в основном при старческом слабоумии. В основе его лежит диффузный, равномерно протекающий атрофический процесс коры головного мозга. Жислин высказывает предположение, что неясное восприятие мира при старческом слабоумии обусловлено расторможенностью выработанных дифференцировок, общим ослаблением анализаторных функций коры. Ставшие мертвыми нервные процессы не могут успевать за сменой разыгрывающихся событий, идущих из реальной жизни, и фиксируют лишь отдельные части компоненты обстановки и ситуации. Все описанные явления протекают на фоне интеллектуальной обедненности, обусловленной гибелью огромного числа клеток коры. В нашей лаборатории было проведено психологическое исследование, библиография 64-я, группы больных в возрасте от 60 до 83 лет. Исследование познавательных процессов проводилось с помощью методик, заучивания 10 слов, опосредованное запоминание о Леонтьеву, воспроизведение рассказов, уставление простых аналогий, объяснение метафор и пословиц. Прежде всего, выявилась недостаточная активность процесса запоминания. Больные фактически не принимали задачу запомнить. Об этом свидетельствует то, что ни одна из испытуемых не смогла воспроизвести ни одного слова при опосредованном запоминании по Леонтьеву. Вместо этого больные называли предметы, нарисованные на картинках, хотя связи между запоминаемым словом и картинкой часто устанавливались адекватно. Объем памяти у этих больных был очень мал и в среднем составлял 4 слова. Форма кривых запоминаний имеет форму плата, рисунок первый. У некоторых больных кривые запоминания имеют дигзагообразную форму, что говорит о неустойчивости истощаемости монистических процессов больных. Очень низкопрочные запоминания. Никто из больных не мог припомнить ни одного из 10 слов при отсроченном воспроизведении. Показательно в этом отношении также воспроизведение рассказов. Бывали случаи, когда больные, дойдя до середины рассказа, обнаруживали, что не помнят конца, искажали его сюжет. Малейшее отвлечение, пауза между предъявлением и воспроизведением рассказа, какая-нибудь фраза, взгляд в сторону, все способствует быстрому забыванию. Больная, только что верно начавшая передавать содержание, с трудом вспоминает, о чем в нем шла речь, а через минуту заявляет, что никакого рассказа она не слышала, то мы просто сидим и беседуем о разных вещах. Уровень умственных достижений подобных больных в течение эксперимента колеблется, особенно при выполнении заданий, требующих длительного удержания направленности мыслей и постоянного оттормаживания несоответствующих связей. Простые аналогии установления связи между словом и карточкой в методике на опосредованное запоминание. Чрезмерная отвлекаемость, соскальзывание мысли по побочным ассоциациям являются характерными для обследованной группы больных. Так больная, которая начала вежно выполнять задание, вдруг предлагает какое-нибудь совсем нелепое решение или, забывая о том, что ей нужно делать, отвлекается и начинает говорить о посторонних вещах. Потом снова возвращается к заданию и правильно продолжает его. Приводим для иллюстрации выписку из истории болезни больной З.А. Больная З.А. 1905 года рождения. Диагноз старческая слабоумие. Наследственность не отягощена. Окончила гимназию, работала секретарем-машинисткой, потом занималась домашним хозяйством. Была замужем, детей не имела. Последние 8 лет жалуются на боли в сердце, отекают ноги. В 1966 году стационировалась в соматическую больницу. Диагноз – атеросклероз, нарушение водно-солевого и жирового обмена. По словам соседей, с 1966 года начала меняться по характеру. Стала раздражительной, злобной. Пенсию тратила почти все на сладости, которые раздавала знакомым. Себя полностью не обслуживала. Ей помогала сестра. По ночам спала плохо. Стучалась к соседу. Говорила, что ей страшно. У нее воруют вещи через фоточку. Психиатром психоневрологического диспансера 25 февраля 1967 года направлено в больницу имени Ганушкина. В больнице первое время жалуются на преследование со стороны соседей, которые хотят упрасть у нее ключи от комнаты, телевизор, делают дырки к двери, ножом, ругаются. Часто пишет жалобы заведующей отделением на больных, которые якобы украли у нее много вещей. Кастрюлю, шкаф, одежду, белье, стол, посуду. Критика к своим высказываниям отсутствует. Меряшливо, прожорливо. Остатки еды прячет в постели. Возбуждается. Плачет, когда эти остатки от нее отбирают. Пребыванием в больнице тяготится. Просит о выписке. 12 ноября 1967 года выписано на попечение сестры. Через несколько месяцев состояние опять ухудшилось. Жаловалась, что соседи часто говорят о ней по телефону, ругают ее. В марте 1968 года стала утверждать, что в соседней комнате по магнитофону и по радио называют ее фамилию. Угрожают выселить из квартиры в три дня. Стала подозрительной, злобной. Ночью не спала, ходила по квартире. Зажигала свет, стучала к соседям в двери. 27 мая была вновь стационирована в больницу имени Ганушкина. Психическое состояние. Ориентированно. В беседу вступает охотно. Говорит тихим голосом. С удовольствием пишет ответы на бумаге. Крайне слабодушно. Первое время жалуется на преследование со стороны соседей. Рассказывает, что даже в больнице в первые дни слышала, как по радио говорили о ее выселении. Последнее время поведение в больнице упорядоченное. Бреда не высказывает. Галлюцинации отрицает. Пребывание в больнице не тяготится. Все свободное время сидит на излюбленном месте за столом у окна. Никого туда не подпускает. Очень сердится, если кто-то из больных занимает его. С врачом общается охотно. С больными не общается. Часы трудотерапии работают. Протокол. Экспериментальное психологическое обследование. Больной. З. А. Из 10 слов больная воспроизводит 5, 2, 5, 3, 4 слова. При отсроченном воспроизведении 3 слова. Содержание несложного задания передать не может. Переносного смысла пословец метафор не понимает. Не может сложить простейшего узора в методике Кооса. С трудом улавливает содержание картины. Смотрите протоколы. Примечание диктора. Далее следуют протоколы. Объяснение пословиц и метафор. Метафоры и пословицы. Каменное сердце. Объяснение больной. Нечуткий, некультурный человек. Полюбила его, не любит. Вышла замуж, изменяет. Женщина обычно переживает. Женщина вообще лучше, чем мужчины. Мужчины некультурные, нечуткие и грубые. Так называемая золотая голова. Объяснение. Может быть и у женщины, и у мужчины. И все они прекрасные, умные, смелые, свободные. И любят друг друга всю жизнь. Полюбила его, а он женат. Бывает и так. Такое несчастье. Не в свои сани не садись. Объяснение. Не будь таким нахальным, невежливым, хулиганом. Не ходи куда не нужно. Куй железо, пока горячо. Объяснение. Работай, будь трудолюбивым, культурным, вежливым. Делай все быстро и хорошо. Люби человека, все для него делай. Так называемая золотая голова. Объяснение. Золотые волосы могут быть у блондинки. Следующий протокол. Воспроизведение рассказов. Экспериментатор. Первое. Галка и голуби. Расскажите. Больная молчит, нахмурилась. Всхлипывает. Жалко Галку. Как они нехорошо поступили. И те прогнали, и другие. И никому она не нужна. Бедная. Почему ее все прогнали? Не знаю. Никого нельзя прогонять. Это нехорошо. Прощать надо. Надо ласковым быть. Плачет. Второе. Муравей и голубка. Зачем он укусил охотника? Он охотника укусил. Почему? Всегда вот они кусаются. Маленькие кусаются. Вот и я спрашиваю, зачем? Охотник даже запричал. Бедный. Плачет. Вопрос экспериментатора. А голубка в рассказе была больная? Не помню. Была. Бедный охотник. Экспериментатор. Первое. Галка и голуби. Больная. Через три дня. Масса голубей. Да, это дело. У каждой птицы свое гнездо, свои привычки. Есть гнезда ворони, галочки, воробьины. Второе. Муравей и голубка. Больная. Как муравей стал тонуть, а голубка спасла его? Не знаю, что еще. Муравей. Отвращение на лице. Они неприятные месикомые, опасные, кусаются. Они кусают человека за ноги. Босиком среди них хозить опасно. Протокол. Опосредованное запоминание полиомантеон. Первая колонка слова. Вторая колонка карточка. Третья колонка объяснение связи. И четвертая колонка воспроизведения. Первая колонка дождь. Вторая фонарь. Третья. Никакого дождя нет. Фонарь. Напоминает так. Когда темно, тогда фонарь. И четвертая колонка фонарь. Первая колонка собрания. Вторая колонка дом. Третья. Это много людей. Вопросы всякие здесь соберутся. Четвертая колонка. Булочные, кондитерские изделия, кексы, слойки, калорийные. Первая колонка пожар. Вторая колонка прочерк. Третья колонка объяснение связи. У нас недавно по соседству был пожар. Надо картинку, где спички, керосин, керогаз, курят папиросы, пьяны, неосторожны. Последняя четвертая колонка не запомнена. Первая колонка день. Карточка петух. Третья колонка утро сначала. Говорят, какая погода. Есть на дачах. Четвертая колонка петух. Курица без хвоста. Первая колонка театр. Вторая лошадь. Третья. Сцена, занавес, портер, галерка. Ложа есть. Собачки ученые и лошадки. Четвертая колонка лошадка. Первая колонка драка. Вторая. Нож. Третья. Ресторан пьянство хулиганы. Или палкой по башке ударит. Хохочет. Четвертая колонка большой нож. Первая колонка праздник. Вторая. Глобус. Третья. Первое мая? Нет, нет, подождите. Не первое мая. Новый год. Восьмое марта женский день. Во всем мире праздник. Глобус во всем мире. Вот бокал еще подходит. Воспроизведение. Четвертая колонка. Глобус на подставке. Первая колонка труд. Вторая рубашка. Третья сама сшила. И четвертая колонка пиджак. Первая колонка слова. Встреча. Вторая колонка карточка. Часы. Третья колонка. Объяснение связи. Часы. Главное. Встреча под часами. И четвертая колонка. Часы. Конец протокола. Приведенные протоколы выявляют грубое нарушение памяти. Процесс опосредования не улучшает воспроизведение. Больная называет карточки. Она может частично понять переносный смысл пословицы, но не удерживает его и отвлекается. Суждения больной неустойчивы. Правильные суждения чередуются с неадекватными. Монистические же нарушения носят стойкий характер. Больная не только не запоминает прошлых событий, но и не помнит настоящего. Параграф 2. Нарушение динамики амнистической деятельности. Описанные выше нарушения памяти носили в основном стабильный характер. Хотя степень их выраженности могла меняться, но все же основной радикал этих нарушений, нарушение временной характеристики, амнистическая дезориентировка, оставался стойким. В других случаях память психически больных может оказаться нарушенной со стороны ее динамики. Больные в течение какого-то отрезка времени хорошо запоминают и воспроизводят. Однако спустя короткое время не могут этого сделать. На первый план выступают колебания их амнистической деятельности. Если такому больному предложить запомнить 10 слов при 10 предъявлениях и изобразить количество воспроизведенных слов в виде кривой, то последнее будет носить ломанный характер. Больной может после второго или третьего предъявления запомнить 6-7 слов, после пятого лишь 3 слова, а после шестого опять от 6 до 8. Оценка памяти подобных больных в терминах «память больного снижена», «память больного не нарушена», «не является адекватной». Точно такой же лобильный характер носит воспроизведение какого-нибудь текста. Больные то подробно, с детализацией воспроизводят содержание басни, рассказа, то вдруг не в состоянии передать совсем легкий сюжет. Нередко также нарушения памяти сочетаются с амнистическими западениями в речи. Больные вдруг забывают название каких-либо предметов, явлений, через короткое время спонтанно их вспоминают. Иными словами, амнистическая деятельность больных носит прерывистый характер, нарушается ее динамическая сторона. Подобные нарушения памяти встречаются у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга, у больных, перенесших травмы головного мозга, в отдаленном периоде болезни, при некоторых интоксикациях. Заслуживает внимания тот факт, что подобные нарушения динамики амнистической деятельности редко выступают у больных в виде изолированного моносимптома. Экспериментальное психологическое исследование выявляет лоббильность всех форм их деятельности и в познавательной и эффективной эмоциональной сфере. При выполнении интеллектуальных задач, требующих длительного и направленного удержания цели, последовательности суждения, часто обнаруживается нестойкость умственной продукции больных. Так, в опыте на классификацию предметов, колебания умственной деятельности могут проявиться в чередовании обобщенных и ситуационных решений. Эпизодически выступающие неправильные суждения и действия выявлялись и при выполнении других методических приемов. Часто адекватное выполнение задания прерывалось внезапно наступающими колебаниями эффективной сферы больных. Таким образом, нарушение динамики амнистической деятельности проявляется в сочетании с прерывистостью всех психических процессов больных и по существу является не нарушением памяти в узком смысле слова, а индикатором неустойчивости умственной работоспособности больных в целом, ее источаемости. Понятие работоспособность включает в себя ряд аспектов и факторов. Это отношение к окружающему и к себе, и позиции, принятые человеком в определенной ситуации, и способность регуляции своего поведения, целенаправленность и устойчивость усилий, возможность бороться с источаемостью и присущаемостью. В обсуждаемых нами здесь случаях речь идет в основном о влиянии фактора истощаемости на амнистическую деятельность. Можно предположить, что нарушение динамики амнистической деятельности является особым частным случаем проявления истощаемости умственной работоспособности больных, проявлением ее неустойчивости. Следует отметить, что одним из показателей нарушения динамики амнистической деятельности является возможность ее улучшения при применении средств опосредования. В повседневной своей жизни больные сами прибегают к такому способу, отмечая «Я уже стал делать себе отметочки на память, я себе примечаю что-нибудь, чтобы мне напомнило». Особенно четко это выступает в психологическом эксперименте. Однако в некоторых случаях выступили парадоксальные факты. Операция опосредования, например, не тот пиктограмм, приводила не к улучшению, а к ухудшению процесса воспроизведения. Известно, что акт опосредования своих действий является адекватным свойством психической деятельности зрелого человека, что одним из показателей развивающейся психики ребенка является формирование умения опосредовать свои действия. Однако это опосредование не заслоняет собой содержание деятельности. Несмотря на то, что акт опосредования отвлекает на себя усилия человека, оно, это опосредование, не разрушает ни усвоение восприятия человека, ни логического хода его суждения и умозаключения. У исследованных нами группы больных акт опосредования приводил к парадоксальному явлению. Он мешал их основной деятельности. У них возникала чрезмерная тенденция к опосредованию. Больные были чрезвычайно озабочены нахождением условного обозначения. Они опасались, что рисунок не окажется достаточным для запоминания слов. Как бы мне точнее изобразить, я ее еще нарисую. Если сопутствующие многим органическим заболеваниям, посттравматического, инфекционного и другого, гемоэза может проявиться в забойчивости, неточности усвоения, переработки и воспроизведении материала. Точно так же может действовать и эффективная захваченность больного, приводящего к забыванию намерений, недифференцированному восприятию и удержанию материала. Во всех случаях может оказаться измененным именно динамический компонент памяти. Правильная квалификация нарушения динамики манистической деятельности, установление степени этих изменений имеют большое значение для самых различных разделов психиатрической практики, особенно при решении вопросов трудового восстановления трудовых рекомендаций. Потерю своей работоспособности больные нередко объясняют снижением памяти. Особенно часто такое объяснение применяется при снижении учебной успеваемости. Больные пытаются тренировать свою память, заучивать по многу раз, повторять материал. Между тем, эта забывчивость, еще раз подчеркиваю, является не моносимптомом, а проявлением нарушения работоспособности больных в целом. Коллекционная работа в подобных случаях должна состоять либо в создании условий, предупреждающих наступление истощаемости, либо в нахождении путей, которые могут компенсировать невозможность удержания цели. Параграф 3. Нарушение опосредованной памяти. Параграф 4. Работами советских психологов показано, что память является сложной организованной деятельностью, зависящей от многих факторов, уровня познавательных процессов, мотивации, динамических компонентов. Выгодский, Леонтьев, Зинченко и другие. Поэтому следовало ожидать, что психическая болезнь, изменяя эти компоненты, по-разному разрушает имминистические процессы. В то время как введение операции опосредования улучшает запоминание здоровых людей, то у ряда больных фактор опосредования становится помехой. Этот факт был еще в 1934 году впервые описан Бейенбаум. Исследуя больных разных нозологических групп, с помощью метода пиктограммы она показала, что больные утрачивают возможность опосредовать процесс запоминания. Как известно, этот метод, предложенный Лурием, библиография 122, состоит в следующем. Испытуемый должен запомнить 14 слов. Для лучшего запоминания он должен придумать и зарисовать на бумаге что-либо такое, что могло бы в дальнейшем воспроизвести предложенные слова. Никаких записей или пометок буквами делать не разрешается. Испытуемые предупреждены, что качество их рисунка не имеет значения. Точно так же не учитывается время выполнения этого задания. Задание по методу пиктограммы может быть выполнено двумя способами. Первый из них заключается в том, что изображение представляет собой условное обозначение понятия заключенного в слове. Например, для запоминания слова «развивать» можно нарисовать любую маленькую или большую фигуру, квадрат, круг, для слова «сомнения» — вопросительный знак. К такому приему легко прибегнуть, если испытуемый имеет достаточно образовательный уровень. При втором способе выполнения задания условно изображается понятие, менее общее по сравнению с заданным. Первое должно служить как бы условным знаком для второго. Например, то же слово «развитие» может быть представлено более узким значением, как развитие промышленности, развитие умственное, развитие физическое и так далее. Изображение любого предмета, связанное с таким менее общим понятием — фабрики, книги, какого-нибудь спортивного снаряда — может играть роль знака, условно обозначающего понятие «развитие». Таким образом, задание требует умения увязать понятие, обозначаемое словом, с любым более конкретным понятием. А это возможно только тогда, когда испытуемый может отвлечься от многообразия конкретных значений, которые содержат понятие, обозначаемое заданным словом. Иными словами, выполнение этого задания возможно при определенном уровне обобщения и отвлечения и позволяет судить по степени обобщенности и содержательности образуемых испытуемых связей. Как правило, здоровые испытуемые даже с неполным средним образованием легко выполняют задание. Даже в тех случаях, когда оно вызывает известную трудность, достаточно привести пример того, как его можно выполнить, чтобы испытуемые правильно решили предложенную задачу. Беренбаум, исследовавшая при помощи этого метода нарушение понятия у душевнобольных, указывала на основную трудность интеллектуальной операции при выполнении задания по методике пиктограмм. Круг значений слова шире, чем то одно, которым можно обозначить рисунок. Вместе с тем, и значение рисунка шире, чем смысл слова. Значения рисунка и слова должны совпадать лишь в какой-то своей части. Именно в этом умении уловить общее в рисунке слове заключается основной механизм активного образования условного значения. И хотя эта операция-посредование производится довольно легко даже здоровыми подростками, при патологических изменениях мышления создание таких условных связей бывает затруднено. Само задание создать условную связь при запоминании слова вызывает известные трудности уже потому, что в создании рисунка заключен момент условности, требующий известной свободы мыслительных операций. С другой стороны, условность рисунка может стать столь беспредметной и широкой, что она перестает отражать реальное содержание слова. Смотрите, Биенбаум, библиография 34-я, Зейгарник, библиография 64-я. Условность рисунка способствует актуализации латентных свойств предметов. Поляков, библиография 150-я, Нележко, 134-я и Лонгенова, библиография 121-я. Приведем некоторые иллюстрации. У группы больных эпилепсии этот эксперимент вызывал значительные трудности. Так, при необходимости найти рисунок для запоминания слова развития, больной как говорит, какое развитие, оно бывает разное, и развитие мускулов, и умственное развитие, какое же вы хотите. Этот больной затрудняется придумать рисунок для запоминания слова разлука. По-разному можно разлучаться, можно с любимой, или сын уходит из дома, или просто друзья расстаются. Не понимаю, что нарисовать. Другой больной затрудняется найти рисунок для запоминания словосочетания «больная женщина». Он пытается нарисовать кровать, но тут же заявляет, что этот рисунок не подходит, так как больная женщина не обязательно должна лежать. У нее может быть грипп, и она его на ногах переносит. Тогда больной решает нарисовать столик с лекарствами, но и это не удовлетворяет его. Ведь не обязательно больная женщина лекарства принимает. Некоторые больные пытаются почти фотографически отобразить в рисунке жизненную ситуацию. Так, при необходимости запомнить выражение «веселый праздник», больной рисует ляжущих людей, накреты стол, цветы, рядом рисует флаг. В результате больные хуже запоминают слова, когда они пытаются прибегнуть к опосредованию. Процесс опосредования мало помогал и тем из них, которые устанавливали чрезмерно-формальные связи. Связи по созвучию, например, для понятия сомнения, рисовали рыбу сом. Потому что совпадали первые слоги, или для слова «дружба» два треугольника. Проблема нарушения опосредованного запоминания посвящена работе Петренко, библиография 144-я. Предметом исследования было выявлено и анализ тех многообразных звеньев, нарушение которых лежало в основе патологии процесса опосредования, выявление факторов ответственных за невозможность использования вспомогательных средств, оперирование которыми меняет структуру мистических процессов и делает их статифически человеческими. Ею были исследованы больные эпилепсии. Эта группа состояла из двух подгрупп, больных так называемой симптоматической эпилепсии и больных эпилептической болезнью, и больные с локальными поражениями мозга, больные с дисфункцией медиабазальных отделов лобных долей мозга, и больные с поражением гипофиза и прилегающих к нему областей. В качестве методических приемов была использована методика непосредственного заучивания слов и методика опосредованного запоминания, полеонтиевую лурия. Основным результатом работы Петренко было установление снижения эффективности опосредованного запоминания по сравнению с непосредственным запоминанием у определенной группы больных. Факт вступающих противоречия с результатами, полученными при исследовании здоровых людей, взрослых и детей. При этом у разных групп больных опосредованная память нарушалась неодинаково. Если у больных симптоматическая эпилепсия опосредования лишь в некоторой степени способствовала повышению результативности запоминания, то в группе больных эпилептической болезни уведение опосредование даже препятствовало воспроизведению, снижало его продуктивность. Для объяснения этого явления Петренко обратилась к анализу того, как осуществляются деятельности опосредования. Главным показателем, позволившим судить о том, в какой степени используются различные средства, совершенствующие структуром запоминания, служил анализ связей, создаваемых больными при исследовании опосредованной памяти. Петренко выделил две категории связей, устанавливаемых больными эпилепсией при применении методики Леонтика. Первая из них включила связи по значению, при установлении которых больные руководствовались объективными свойствами предметов и явлений, их общественно зафиксированным значением. Первым параметром, образующим связи второго вида, был внешний момент, впечатления испытуемых, на которые влияли либо особенности предъявления материала, либо эмоциональные субъективные факторы. Вторым параметром явился динамический аспект процессов опосредования, анализ его временных характеристик. Он мог быть а. динамически адекватным, основанным на последовательном оперировании отдельными элементами, и б. целенаправленным, при котором больные не останавливались на выделенном опосредствующем звене, а продолжали, так сказать, нанизывать детали, перечислять второстепенные свойства элементов связи. В качестве третьего параметра изучения опосредованной памяти был принят анализ самого процесса воспроизведения. Наиболее частным феноменом при ошибочном воспроизведении в обеих группах больных было название слов и фраз, отражающих значение самого используемого средства. Воспроизведение актуализировало то, что должно было послужить только связывающим звеном, переходным моментом от заданного слова к выбираемой карточке, и наоборот, от карточки к слову. Так, например, для опосредования запоминания слова «прогулка» испытуемый берет карточку, на которой изображено дерево и воспроизводит. Дерево. Кажется, елка. Другая больная для запоминания этого же слова берет карточку с изображением забора, мотивируя. «Я всегда гуляю до соседнего забора». Воспроизводит слово «сосед». Если применить для изложения процесса опосредованного запоминания схемы Леонтьева АХА, где А обозначает предложенное для запоминания слово, Х устанавливаемое для запоминания связь, то выявлялось, что патологические изменения амнистических процессов часто приводили к воспроизведению типа АХХ или АХУ. Петренко. Библиография 144. была высказана гипотеза, что нарушение опосредованного запоминания обследованных групп связано со своей структурой нарушенной деятельности больных. Выявленные с помощью детального экспериментального исследования, с помощью методики классификации предметов, методы исключения, счета по крепелину, исследования уровня притязаний, процесса насыщения и т.д. Общая психологическая характеристика исследованных больных подтверждает ее гипотезу. Если у больных с симптоматической эпилепсией нарушения опосредования были связаны с колебаниями их работоспособности, то у больных эпилептической болезнью они объяснялись повыше, наимертностью, гипертрофированным желанием отобразить все детали. Последние данные соответствуют результатам исследований. Бжалавы и Рухадзе, которые отмечают, что больные эпилепсии действуют на основе заранее фиксированной установки, носящей инертный и интермодальный характер. Параграф 4. Нарушение мотивационного компонента памяти. Данные, приведенные в предыдущих параграфах, касающиеся нарушений памяти, подтверждают, что в различных формах манистических изменений находят свое отражение по-разному измененная структура деятельности. Мы показали, как нарушения процесса обобщения, опосредования, динамики влияют на процесс воспроизведения, меняют соотношения непосредственной и опосредованной памяти. В данном параграфе мы остановимся на роли мотивационного компонента в строении манистической деятельности. Современная психология не является больше наукой об отдельных психических функциях. Психические процессы следует рассматривать как разные формы психической деятельности, которые формируются в онтогенезе. В зависимости от той задачи, на решение которой направлена деятельность человека, она принимает форму того или иного процесса – восприятия памяти. Поэтому в отношении всех человеческих процессов должна быть применена та же характеристика, что к деятельности в целом. Иными словами, при анализе этих процессов следует учесть их личностно-мотивационный компонент. Еще в 1927 году мы показали это в экспериментальном исследовании памяти, так называемый феномен воспроизведения незавершенных действий, библиография 219. Эксперимент заключался в следующем. Испытуемому предъявлялся ряд задач от 18 до 22, которые он должен был выполнить. Это были задачи различного типа. Нарисовать минограмму, сложить определенную фигуру из спичек, нанизать бусы, написать стихотворение, вырезать из бумаги спираль, слепить коробочку из картона, обратный счет письменно, нарисовать вазу, из бумаги сложить фигурку, умножить трехзначные числа, из проволоки сделать фигурку, решить кроссворд, составить ландшафт. Испытуемым даются деревья, животные, люди, дома из цветного картона и тому подобное. Инструкция. Вам будет предложен ряд заданий. Постарайтесь их выполнять по возможности точнее и быстрее. Половину предложенных задач испытуемый выполнял до конца, половина же их прерывалась экспериментатором до того, как испытуемый их завершит. Перерыв происходил таким образом, что экспериментатор предлагал испытуемому другую работу. Если испытуемый спрашивал, что делать с незавершенной, экспериментатор делал вид, что не расслышал вопросы или занят протоколом. Во всяком случае, испытуемый не получал четкого определенного ответа. Точно таким же неопределенным оставался для испытуемого порядок чередования оконченных и незавершенных заданий. Сразу после выполнения испытуемым последнего задания экспериментатор спрашивал, «Скажите, пожалуйста, какие вы выполнили задания?» Следует отметить, что проведение эксперимента, манеры и способы прерывания являются очень сложной задачей и требуют тщательно продуманной отработки всех звеньев опыта. Время, в течение которого испытуемые называют задания, не ограничено. Экспериментатор записывает названные задания в порядке их воспроизведения испытуемым. Воспроизведение носит вначале плавный характер, после чего наступает часто остановка потока перечисленного. Испытуемый начинает активно отыскивать, перебирать в своей памяти приведенные количественные данные касаются в основном периода плавного воспроизведения. После окончания опыта экспериментатор спрашивает о том, какие задания показались ему интересными и приятными. Экспериментатор использует также спонтанные высказывания испытуемого во время эксперимента. Для того, чтобы исключить влияние структуры различных задач и их индивидуальные различия, испытуемые, так же как и задачи, были разделены на две группы, которые попеременно менялись местами. В данные экспериментов показали, что испытуемые запоминали лучше незавершенные действия. Отношение воспроизведенных незаконченных действий, сокращенно ВН, к воспроизведению законченных, сокращенно ВЗ, равнялось 1,9. Дробь в числителе ВН в знаменателе ВЗ, дробь равняется 1,9. То есть незавершенные действия воспроизводились на 90% лучше, чем завершенные. Преимущество незавершенных действий перед завершенными проявлялось не только в количественном отношении, но и в том, что незавершенные задания назывались первыми. Выявленная закономерность лучшего воспроизведения незавершенных действий может быть объяснена следующим. У любого здорового испытуемого ситуация опыта вызывает какое-то личностное отношение к ней. У одних испытуемых ситуация эксперимента вызывает желание проверить себя, свои возможности. Экспериментальная ситуация приобретает в таких случаях характер некой экспертизы, контроля. У других испытуемых ситуация эксперимента вызывала некий задор. Хотелось и себе, и вам показать, что я хорошо справляюсь с задачами. Наконец, третьи испытуемые выполняли экспериментальные задачи с чувства долга и вежливости. Как бы то ни было, у любого испытуемого возникал какой-то мотив, ради которого он выполнял задание. Выполнение задания выступало в качестве мотивированного намерения. При незавершенности действия намерения остаются неосуществленным. Состается некая эффективная активность. В терминологии Курта-Лебина – динамическая система, которая проявляет себя в другом виде деятельности, в данном случае воспроизведение. Басин сближает это явление с понятием «установка школы узнадзе» и подчеркивает, что это «активность, регулируемая определенной установкой и встречавшая какие-то препятствия на пути своего развертывания, оставляет след в состоянии реализующих ее нервных образований, который как таковой не осознается». Кавычки закрыты. Библиография 17, страница 290. Применительно к приведенным данным можно сказать, что деятельность памяти актуализировала ту аффективную готовность, которая образовалась благодаря личностному отношению испытуемого к экспериментальной ситуации. В пользу этого предположения говорят следующие два ряда фактов. Первое. Преимущественное воспроизведение незавершенных действий не проявляется, если изменить условия эксперимента в следующем направлении. Вместо нейтральной просьбы, скажите, пожалуйста, какие вы выполнили задания, дать испытуемому следующее указание. Эксперимент проводился для того, чтобы проверить вашу память, поэтому я попрошу вас перечислить задания, которые вы выполняли. При такой постановке эксперимента незавершенные и завершенные действия воспроизводились с одинаковой вероятностью. Сообщение, что эксперимент проводился для испытания памяти, означало для испытуемого изменение смысла ситуации, у него актуализировался совершенно новый мотив – продемонстрировать или проверить для себя свои монистические возможности. Этот новый мотив, ради которого испытуемый должен был совершить теперь действие припоминания, выступал не только в качестве смыслообразующего, но и побудительного. Перед испытуемым выступала теперь цель – воспроизвести, возможно, больше действий. В свете этого мотива задачи были уравнены. Аффективная готовность к окончанию действий отступала на задний план перед новым мотивом – воспроизвести, возможно, больше задач. Таким образом, деятельность воспроизведения была при новой инструкции по иному мотивированной. Новая мотивация вызывала иной результат. Другая группа фактов, доказывавших роль мотивационного компонента в структуре памяти, заключалась в следующем. Если этот эксперимент проводился с испытуемыми в состоянии усталости или в ситуации насыщения, то тенденция к превалированиям при воспроизведении незавершенных действий тоже не обнаруживалась, так как в этой ситуации не формировалась тенденция к завершению. Правильность положения о том, что деятельность памяти является мотивированной, можно было проследить и на материале патологии. Мы проводили эксперимент по воспроизведению завершенных и незавершенных действий у больных с различными формами патологии мотивационной сферы. В зависимости от формы этих нарушений менялась и закономерность воспроизведения. Так, например, у больных шизофрении, в психическом состоянии которых отмечалась эмоциональная вялость, искажение мотивов, но не получали эффект лучшего воспроизведения незавершенных действий. У больных с ригидностью эмоциональных установок, с их гипертрофией, например, при некоторых формах эпилептической болезни, превалирование воспроизведения незавершенных действий было выражено. Тот, если у здоровых испытуемых отношение воспроизведения незавершенных действий к воспроизведению завершенных равно 1,9, то у больных шизофрении простая форма 1,1, у больных эпилепсии 1,8, а у больных с астеническим синдромом 1,2. Таким образом, сопоставление результатов воспроизведения незавершенных действий у больных с разной патологией и мотивационной сферой тоже указывает на ее роль в манистической деятельности. Роль измененного мотивационного фактора в структуре манистических процессов выявилась и в изложенном выше исследовании Петренко, библиографии 144. Исследуя структуру нарушения посредованного запоминания, автор отмечает, что особенно отчетливо это расстройство выступило у больных с поражением медиабазальных отделов лобных областей мозга. В психическом состоянии отмечалась аспонтанность, расторможенность, анозогнозия по отношению к своей болезни. Петренко отмечает, что больные этой группы не выбирали картинку, которая соответствовала бы заданному слову, а бездумно брали первую попавшуюся на глаза. При необходимости вспомнить по картинке, предъявленной экспериментатором для запоминания слова, сама задача точного воспроизведения не выступала для них как таковая. Чаще всего больные называли либо предмет, изображенный на картинке, либо любое слово или фразу, случайно связанную с картинкой. Такое отношение не вызывалось с трудностями или невозможностью справиться с экспериментальной задачей, так как будучи поставлены жесткие рамки, экспериментатор настаивал, подумайте, выберите внимательно, больные могли безошибочно его выполнить. Измененное отношение к окружающим и своим возможностям приводило к распроду структуры психической деятельности, который был описан в разное время Лурия и Хомской, библиография 126, Зейгарник 64, Лебединским 105, Рубинштейн 161 и другие. Таким образом, нарушение подконтрольности, избирательности психических процессов, замена целесообразности акта стереотипами или случайными фрагментарными действиями являлись факторами, препятствующими процессу опосредования, делающими его принципиально невозможными. Данные исследования Петренко также показали, что в нарушениях мистической деятельности находят свое отражение по-разному измененная структура, мотивационной сферой больных. Мотивационный компонент является неотъемлемым в строении и протекании процессов памяти. Глава 7. Нарушение мышления. Нарушение мышления является одним из наиболее часто встречающихся симптомов при психических заболеваниях. Клинические варианты расстройств мышления чрезвычайно многообразны. Некоторые из них считаются типичными для той или другой формы болезни. При установлении диагноза заболевания психиатр часто руководствуется наличием того или другого вида нарушений мышления. Поэтому во всех учебниках и монографиях по психиатрии, посвященных самым различным клиническим проблемам, имеется немало высказываний относительно расстройства мышления. Имеется множество работ, описывающих расстройства мыслительной деятельности и в психологической литературе. Однако единой квалификации или единого принципа анализа этих расстройств нет. Происходит это потому, что при описании и анализе нарушений мышления исследователи базировались на различных психологических теориях мышления, на различных философско-методологических положениях. Психология мышления – одна из самых разработанных областей психологической науки. Она являлась всегда центральной проблемой, и именно в этой области психологии яснее всего обнаруживаются различия исходных теоретических позиций исследователей. В связи с техническим прогрессом психология испытывает на себе влияние кибернетических исследований. Наметился новый подход к деятельности мышления как к деятельности управления поиском решения задач. Несмотря на то, что такой подход к деятельности мышления обогатил во многом психологическую науку, создались неправильные взгляды на природу самого человеческого мышления. Ряд зарубежных ученых выдвинули положение, согласно которым мышление может быть сведено к элементарным информационным процессам, к манипуляциям, символами. Библиография 220. Программа решения задач на электронно-вычислительных машинах, сокращенной ВМ, стала выдаваться за теорию мышления, поэтому в настоящее время встает новая проблема – выявление в управлении поисками решения задач специфически человеческого. Исследование творческого мышления человека, проведенное Тихомировым, смотрите библиографию 185-ю, на большом экспериментальном материале показало невозможность описать действительную природу человеческого мышления в системе кибернетических понятий. Задача исследования специфически человеческого в работе мышления стала первой очередной задачей. Анализ различных форм патологии мыслительной деятельности представляет собой богатейший материал, который показывает правомерность признания специфически человеческого мышления. Данные экспериментально-психологических исследований убедительно показывают, что к мышлению следует подходить как к одной из форм деятельности – Выглотский, Гальпелин, Леонтьев и Рубинштейн. Как мы уже говорили выше, анализ расстройства мышления проводился в понятиях современных доминирующих психологических концепций. Проблема мышления возникла как предмет психологии в начале 20-х годов нашего века в Вёртболгской психологической школе. Господствовавшая до этого ассоциативная психология не оставила перед собой проблемы анализа мыслительной деятельности. Мышление сводилось к сцеплению ассоциаций. За реальность принимались лишь ощущения и их копии. Психологический анализ мышления заключался в выяснении законов ассоциации, по которым сложные идеи или образы создаются из элементарных. Один из основоположников ассоциативной психологии, Бен, отводит ассоциациям по сходству основную роль в мышлении. Хотя введение Лунтом в психологию экспериментального метода было безусловно прогрессивным фактором в истории психологической науки, однако психологические исследования, проведенные им и его последователями, проводились на основах ассоциативной психологии. Эбенгаус, Мюллер, Цигин, крупнейшие представители экспериментальной психологии того времени, считали, что универсальным законом являются законы ассоциации. Так, понятия суждения, умозаключения характеризуются как ассоциации представлений. Другие представители экспериментальной ассоциативной психологии считают, что мышление сводится к актуализации ассоциаций. Репродукция идей стала краеугольным камнем ассоциативной теории мышления. Самоумышление рассматривается как производные функции от других психических функций, памяти, внимания. На подобных концепциях основывались работы психологической лаборатории психиатрической клиники крупнейшего немецкого психиатра Крепелина. Эти положения ассоциативной психологии определили во многом исследовании в области каталогии мышления. Нарушения мышления выводились из нарушений других функций. Пытались показать, что в основе нарушения мышления лежало нарушение так называемых предпосылок интеллекта, памяти, внимания. Так, например, нарушение мыслительной деятельности больных эпилепсией объяснялось нарушением комбинаторных способностей Крепелин Гельбронер, Сирийский и неустойчивостью внимания, Осипов. Сущность нарушения мышления синильных больных сводится к нарушению памяти, нарушению способности удерживать воспринятое, Геллеровский, Гуревич, Жислин и другие. При объяснении нарушений мыслительных процессов при травмах мозга ряд авторов Голард, Гуревич, Геллеровский, Повицкая склонялись к мнению, что в этих случаях интеллектуальные нарушения наступают из-за расстройства внимания. Большое влияние оказали на патопсихологические исследования в области мышления и положения Вюртбургской психологической школы. Как известно, представители Вюртбургской школы, Кюльпе, Зельц, Ах и другие выдвинули положение, что мышление не сводимо к процессу ассоциаций, что оно имеет свою специфику, не сводимо к наглядно-образному содержанию ощущений и восприятия. Механизм мышления является, по их мнению, детерминирующая тенденция, идущая от представления цели, неосознаваемая самим человеком. Выдвинув впервые понятие цель, задача, эта школа противопоставила механизм мышления чувственному познанию. Мышление было объявлено актом так называемой чистой мысли, не связанной ни с прошлым опытом, ни с сознанием. В результате некоторые немецкие психиатры считали, что в основе шизофрении лежит недостаточность первично данной духовной структуры. По мнению Берца, у которого эта теория наиболее четко представлена, такой первичной структурой является так называемый тонус сознания, активность Я, которая при шизофрении оказывается нарушенной, так называемая гипотония сознания. Гипотония сознания, сама по себе не проявляющаяся, и познаваемая лишь интуитивным путем, определяет всю психопатологическую симптоматику, в том числе и нарушение мышления. К этой характеристике примыкают и взгляды Груле, определившего нарушение мышления при шизофрении как нарушение так называемой напряженности, в основе которой лежит нарушение активности личности. С этими положениями солидаризируется Берингер, выдвигая концепцию о слабости так называемой интенциональной дуги, являющейся причиной нарушения мышления больного шизофрении, и Штрандский, говорящий об так называемой интропсихической атаксии больных. Нарушение мышления трактуется как вторичное, как проявление нарушения особой активности интенции психики. В статье, посвященной психологии шизофрении, в девятом томе руководства Бунке, Груле выдвинул в метафорической форме положение, надолго определившее ход исследований, касающихся характеристики мышления шизофрении, о том, что машина остается интактной, но она плохо или совсем неуправляема. Мыслительные операции, направленные на практические действия у больного шизофрении, сохранены. Память и внимание его не нарушены, однако он не в состоянии синтезировать отдельные, сами по себе правильные умозаключения. Подобная трактовка мышления, как особого вида так называемой духовной активности, особенно выражена у Ясперса, который противопоставил интеллект мышлению. В то время как мышление определялось им как проявление интропсихической активности, интеллект рассматривался как совокупность способностей. Память, внимание и речь выступали в качестве так называемых предпосылок интеллекта. Это подразделение проникло и в нашу отечественную психиатрию. Указания на то, что у больного сохранен интеллект, а мышление нарушено, встречаются во многих исследованиях. Такое противопоставление интеллекта мышлению привело к тому, что исследователи пытались найти различный генез мыслительных нарушений при грубых органических заболеваниях и при шизофрении. Нарушения познавательных процессов, выступающие при грубых органических заболеваниях, например, при травмах, определялись как нарушения интеллекта или предпосылок интеллекта. Нарушения высших познавательных процессов при шизофрении трактовались как нарушения собственного мышления. Концепция противопоставления интеллекта мышлению в сведение последнего к некой особой сущности получила особое распространение при характеристике психической деятельности больных шизофрении. Исследователи стали выделять у больных шизофрении некое основное нарушение, из которого выводились все особенности изменения его психики. При этом указывалось на непонятность, причудливость мышления и поведение этих больных, которую нельзя объяснить. Эти взгляды опирались на понятия так называемой понимающей психологии Дильтея и Шпрангера, считавших, что психику нельзя объяснить. Большое распространение получила точка зрения, согласно которой основным нарушением больного шизофрении является его аутичность, обусловливающая распад его мышления. Проблема аутистического мышления была поставлена немецким психиатром Блейлером. Смотрите библиографию 35-го. Остановимся подробнее на анализе его монографии, специально посвященной аутистическому мышлению. Блейлер противопоставил реальному отражающему действительность мышлению, аутистическое, которое якобы не зависит ни от действительности, не от логических законов и управляется не ими, а так называемыми аффективными потребностями. Под аффективными потребностями он подразумевал стремление человека испытывать удовольствие и избегать неприятных переживаний. Блейлер считал, что если реальное логическое мышление является мысленной репродукцией тех связей, которая доставляет действительность, то аутистическое мышление управляется стремлениями, аффектами и не считается с логикой и действительностью. Блейлер противопоставлял логическое и аутистическое мышление также по их генезу. Он считал, что ослабление логического мышления приводит к преобладанию аутистического, что логическое мышление, работающее с помощью картин, воспоминания, приобретается путем опыта, в то время как аутистическое мышление следует прирожденным механизмам. Смотрите библиографию 35. Концепция Блейлера имеет известную историческую ценность. В противовес современной ему формальной интеллектуалистической психологии и психопатологии он подчеркнул аффективную обусловленность мыслительного процесса, точнее, зависимость направленности мышления от потребностей человека. То, что Блейлер подчеркивал роль аффективных стремлений в мышлении, то, что он связывал мышление с потребностями, пусть даже ограничивая свое рассмотрение одной потребностью, да еще на ее биологическом уровне, представляется нам скорее достоинством, нежели недостатком его концепции. Основное возражение, которое является важным для критики концепции аутистического мышления Блейлера, заключается в том, что он расчленяет так называемое реальное и эффективно обусловленное мышление. И хотя Блейлер указывает на то, что логическое реальное мышление отражает действительность, по существу он изолирует этот основной вид мышления от эмоций, стремлений и потребностей. Погутка Блейлера расчленить единый процесс рационального познания на два генетические и структурно противоположных вида мышления и ввести в психологическую терминологию понятие аутистического, то есть независимого от реальности, мышление является ложной. Большое влияние на исследование мышления оказали работы школы Гештальт-психология. В работах Келлера, Вердхаймера, Дункера мышление рассматривается как внезапное, неподготовленное прежним опытом и знаниями понимание ситуации. Деятельность мышления заключается, по их мнению, в том, что отдельные части, так называемая конфигурация проблемной ситуации, переструктурируются. Образуется новое целое, новый Гештальт. Отдельные элементы проблемной ситуации воспринимаются в новых отношениях, в зависимости от нового Гештальта. Само же переструктурирование происходит благодаря внезапному схватыванию, так называемому инсайту. Несмотря на то, что Гештальт-психологи в лице Дункера, Майера, ставили вопрос о продуктивности мышления, они не смогли раскрыть его специфики и анализировали его либо путем переноса принципов строения восприятия, либо выводили его из явлений сознания. Для представителей Гештальт-психологии не существовало объекта вне сознания. Надо сказать, что принципы Гештальт-психологии в области мышления не оказали значительного влияния на опато-психологические исследования. Лишь некоторые частные вопросы, скорее методического порядка, были использованы. В советской психологии преодолены представления о мышлении как о врожденном и моментно развивающемся процессе, или как об акте так называемых сцепленных ассоциаций. Одно из основных положений советских психологов о мышлении Выгодский, Гальперин, Леонтьев, Рубинштейн состоит в том, что мышление является процессом овладения системой общественно-исторически выработанных операций и знаний. Мышление определяется в советской психологии как обобщенное и опосредованное отражение действительности, тесно связанное с чувственным познанием мира и практической деятельности людей. Характеризуя диалектический путь познания объективного мира, Ленин писал, от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности. Библиография 5, страница 29, 152, 153. Рациональное познание не ограничивается отражением единичного, частного, а отражает наиболее существенные связи действительности. Процесс познания выражается не только в переходе от чувственного познания к рациональному, но и в том, что оно должно вновь вернуться к практике. Этот процесс, наиболее полно отражая действительность, возможен лишь благодаря языку, который является, по словам Карла Маркса, непосредственной действительностью мысли. Библиография 1, страница 3, 448. Эти положения марксистско-ленинской философии легли в основу взглядов советской психологии на природу психических процессов, в том числе и мышления. Мышление является особой формой человеческой деятельности, рождающейся в практике, когда перед человеком встает необходимость разрешить какую-нибудь задачу. Для понимания природы мыслительной деятельности большое значение имеет исследование ее генезиса. Психические свойства формируются в процессе онтогенетического развития. Толкование психических процессов, в том числе и мышления, как внутренних духовных свойств, как замкнутых в себе духовных функций, пытался своими исследованиями опровергнуть в Игодске, библиография 46-я. Он неоднократно высказывал мысль, что психические процессы возникают в совместной деятельности людей и в их общении друг с другом, что действия, сначала разделенные между двумя людьми, становятся способом собственного поведения человека. Положение о том, что психическая деятельность формируется из внешней, наиболее последовательно развито Леонтьевым и Гальпериным. В работах Гальперина, библиография 54-я, указывается, что всякий процесс усвоения начинается с конкретного действия с предметами. В дальнейшем операция утрачивает характер внешнего действия с предметами и производится во внешней речи, а потом, так сказать, про себя, в уме. Благодаря этому она абстрагируется от конкретных предметных условий и приобретает более обобщенный характер. Происходит, по выражению автора, специфическое сокращение процесса, его автоматизация и переход в динамический стереотип. Алексей Николаевич Леонтьев в библиографии 114-я усматривает в этом моменте образование механизма соответствующей психической функции, указывая далее, что многие звенья процесса становятся излишними, не получают подкрепления, затормаживаются и выпадают. Вместе с этим сокращением процесса происходит закрепление соответствующих рефлекторных связей редуцированной системы. Запорожец проводит эту точку зрения на основании экспериментального изучения формирования произвольных движений у ребенка. Следует отметить, что понимание психических процессов как развивающихся из внешней деятельности имеет место также у ряда прогрессивных психологов за рубежом Пиаже, Валлон. Развиваемые в советской психологии положения о том, что теоретическая деятельность развивается из внешней, что психические свойства, как общие, так и специальные, являются продуктом онтогенетического развития, опираются на учения Сеченова, Павлова о рефлекторной природе психики. В элементах мысли Сеченов говорит о том, что мысль начинается с образования представления о предмете и непосредственно переходит во внечувственную область. В кавычке. Переход мысли из опытной области во внечувственную совершается путем продолженного анализа, продолженного синтеза и продолженного обобщения. В этом смысле она составляет естественное продолжение предшествующей фазы развития, не отличающегося от нее по приемам, а следовательно и процессам мышления. В кавычке закрыты, библиография 171, страница 426. Точка зрения советской психологии на мышление, как на деятельность, выросшая из практической, возникшей в процессе жизни индивидуума, находит свое обоснование в учении Павлова, согласно которому в основе мышления лежит условно-рефлекторная деятельность, формирующаяся в индивидуальном опыте. Таким образом, выдвигая положение о рефлекторной природе мышления, советские психологи тем самым отрицают положение идеалистической и эмпирической психологии, которая подходит к мышлению как к врожденной способности, как к функции, лишь количественно увеличивающейся в ходе созревания мозга. Психологическое исследование мышления, его становление и развитие состоят, как отмечает Рубинштейн, в раскрытии его закономерности как аналитика синтетической деятельности. Открытие рефлекторной основы всех даже элементарных психических актов обнаружило их процессуальную структуру. Даже самые элементарные психические процессы человека, такие как ощущения и восприятие, являются процессами в том смысле, что они протекают во времени, обладают некоторой изменчивой динамикой. В каждом акте мышления человека она выражена в максимальной степени. Мыслительная деятельность заключается не только в умении познать окружающее явление, но и в умении действовать адекватно поставленной цели. Мыслительный процесс является активным целеустремленным процессом, направленным на разрешение определенной задачи личностно мотивированным. Суммируя все вышесказанное, следует подчеркнуть, что мышление является деятельностью, опирающейся на систему понятий, направленной на решение задач подчиненной цели, учитывающей условия, в которых задача осуществляется. Для успешного выполнения задачи необходимо постоянно удерживать эту цель, осуществлять программу операции, сличать ход выполнения с ожидаемым результатом. На основе этого сличения происходит коррекция неправильных ходов. Эти положения советской психологии о структуре мышления являются основой анализа различных форм патологии мышления. Нарушения мышления, встречающиеся в психиатрической практике, носят разнообразный характер. Их трудно уложить в какую-нибудь жесткую схему, классификацию. Речь может идти о параметрах, вокруг которых группируются различные варианты изменений мышления, встречающиеся у психически больных. Нам представляется возможным выделить следующие три вида патологии мышления. Первое – нарушение операционной стороны мышления. Второе – нарушение динамики мышления. И третье – нарушение личностного компонента мышления. Особенности мышления каждого отдельного больного далеко не всегда могут быть квалифицированы в пределах одного вида нарушений мышления. Нередко в структуре патологически измененного мышления больных наблюдается более или менее сложное сочетания разных видов нарушений. Так, например, нарушение процесса обобщения в одних случаях сочетается с нарушением целенаправленности мышления в других, с различными подвигами нарушения его динамики. Параграф 1. Нарушение операциональной стороны мышления. Мышление, как обобщенное и опосредованное отражение действительности, выступает практически как усвоение использования знаний. Это усвоение происходит не в виде простого накопления фактов, а в виде процесса синтезирования, обобщения и отвлечения, в виде применения новых интеллектуальных операций. Мышление опирается на известную систему понятий, которые дают возможность отразить действия в обобщенных и отвлеченных формах. Как правильно указывает в своей работе о мышлении и путях его исследования Рубинштейн, библиография 159, обобщение есть следствие анализа, вскрывающего существенные связи между явлениями и объектами. Оно означает иное отношение к объекту, возможность установления иных связей между объектами. С другой стороны, оно представляет возможность установления связи между самими понятиями. Установленные и обобщенные в прежнем опыте системы связи не аннулируются. Образование обобщения идет не только путем заново совершаемого обобщения единичных предметов, а путем обобщения прежних обобщений. На это указывал Выгодский. Обобщение дано в системе языка, который служит передачей общечеловеческого опыта и позволяет выйти за пределы единичных впечатлений. При некоторых формах патологии и психической деятельности у больных теряется возможность использовать систему операции обобщения и отвлечения. Исследования мышления больных, страдающих различными заболеваниями мозга, обнаружили, что нарушения операциональной стороны мышления принимают различные формы. При всем их разнообразии они могут быть сведены к двум крайним вариантам. А. Снижение уровня обобщения. И Б. Искажение процесса обобщения. Снижение уровня обобщения. Снижение уровня обобщения состоит в том, что в суждениях больных доминируют непосредственные представления о предметах и явлениях. Оперирование общими признаками заменяется установлением сугубо конкретных связей между предметами. При выполнении экспериментального задания подобные больные не в состоянии из всевозможных признаков отобрать те, которые наиболее полно раскрывают понятия. Так, например, в опыте по методу классификации один из подобных больных отказывается объединить в одну группу кошку с собакой, потому что они враждуют. Другой больной не объединяет лису и жука, потому что лиса живет в лесу, а жук летает. Частные признаки. Живет в лесу, летает, больше определяет суждение больного, чем общий признак животные. При ярко выраженном снижении уровня обобщения больным вообще недоступна задача на классификацию. Для испытуемых предметы оказываются по своим конкретным свойствам настолько различными, что не могут быть объединены. Даже стол и стол нельзя отнести к одной группе, так как на стуле сидят, а на столе работают и кушают. Больной отказывается объединить ключ и ножницы, так как они разные. Это ключ, а это ножницы. Что же может быть между ними общего? В некоторых случаях больные создают большое количество мелких групп на основании чрезвычайно конкретной предметной связи между ними. Например, ключ и замок, перо и ручка, нитка и иголка, тетрадь и карандаш. Иногда испытуемые объединяют предметы как элементы какого-нибудь сюжета. Больной рассказывает что-нибудь по поводу этих предметов, но классификация не производится. Например, одну группу составляют яйцо, ложка, нож, другую тетрадь, перо, карандаш, третью замок, ключ, шкаф, четвертую галстук, перчатки, нитки, иголки и так далее. При этом испытуемые объясняют. Он пришел с работы, закусил яйцом из ложечки, отрезал себе хлеба, потом немного позанимался, взял тетрадь, перо и карандаш. Такого рода ошибочные решения мы обозначаем как конкретно ситуационные сочетания. Возможность оперирования обобщенными признаками характеризует мышление как деятельность аналитико-симпетическую. Поэтому нарушения типа конкретно ситуационных сочетаний больше всего обнаруживались при выполнении основных заданий. Классификация предметов, объяснение пословиц и так далее, в которых эта умственная операция четко выступает. Среди всех исследуемых больных выделяется группа таких, которые выполняли эти задания в описанном выше конкретно ситуационном плане. Примечание диктора. Далее следует таблица первая. Выполнение задания на классификацию предметов по типу конкретно ситуационных сочетаний, которые состоят из трех граф. Первая графа диагноз. Вторая графа общее количество больных. И третья графа количество больных, выполнивших задания по типу конкретно ситуационных решений. Первая строка, первая графа. В шизофрении. Вторая графа 155. Третья графа 14. Что составляет 9,0%. Вторая строка, первая графа эпилепсия. Вторая графа 50. Третья 43. И 86%. Третья строка. Далее соответственно по графам. Сосудистые заболевания головного мозга. 125. 5. 4%. Четвертая строка. Травмы. 170. 7. 4,1%. Пятая строка. Олигофрения. 40. 38. 95%. Шестая строка. Энцефалиты. 30. 21. 70%. Седьмая строка. Прогрессивный паралич. 30. 11. 36. 70%. Восьмая строка. Маниакально-депрессивный психоз. 15. 2. 13,3%. Последняя девятая строка. Первая графа диагноз. Психопатия. Вторая графа общее количество больных. 30. И третья графа количество больных, выполнивших задания по типу конкретно ситуационных решений, не заполнено. Прочерк. Конец таблицы первой. Конец примечания диктора. Таблица первая показывает выполнение больными задания на классификацию предметов по типу конкретно ситуационных сочетаний. В основном такие решения были у олигофренов у 95% этих больных, а также у больных с рано начавшимися эпилептическими процессами. 86%. Такой тип решений наблюдался и у значительной части больных, перенесших тяжелой формы энцефалита. 70%. В психическом состоянии этих больных, как правило, не отмечалось психотической симптоматики. Бреды галлюцинации, расстройства сознания, преобладали данные об их общем интеллектуальном снижении. Эти больные могут правильно выполнить какую-нибудь несложную работу, если ее условия ограничены и жестко предопределены. Изменение условий вызывает затруднения и неправильные действия больных. В больничной обстановке они легко подчиняются режиму, принимают участие в трудотерапии, помогают персоналу, однако часто вступают в конфликты с окружающими, не понимают шуток, вступают в споры с другими слабоумными больными. В некоторых случаях при более выраженной степени заболевания больные затрудняются даже в объединении слов по конкретному признаку. Так, например, один из больных эпилепсии составляет следующую группу слов. Петух, козел, собака, лошадь, кошка. Казалось бы, что им образована группа на основании обобщенного признака «животные», но больной тут же объясняет. Вот у крестьянина собака, петух, козел. Все это в хозяйстве. Может быть, кошка ему не нужна. Хотя нет, если есть собака, может быть и кошка. Составленная им группа – это не группа «животные» вообще, и даже не группа «домашние» животные, а конкретные животные у конкретного хозяина, у которого может и не быть кошки. Иногда мы сталкивались с таким решением задачи, когда больные предлагали разделить предметы по признаку определенного вида производства – пищебумажного, хозяйственного, жестяно-слебяного и так далее. Иногда предметы сортируются таким образом, что объединенными оказываются лишь ближайшие два предмета. Например, к столу присоединяется диван. У стола надо сидеть. К дивану прикладывается книга. На диване хорошо читать. Тетрадь. Может написать «нужно что-то будет». Карандаш. Пишут карандашом или ручкой. Здесь ее нет. Сама задача классификации больными не принимается. Из таблицы 1 видно, что операция классификации, в основе которой лежит выделение ведущего свойства предмета, отвлечение от множества других конкретных свойств, особенностей предметов, вызывает затруднения, и больные прибегают к ситуационному обоснованию групп. Аналогичные результаты были выявлены у этой группы больных при выполнении задания по методу исключений. В таблице 2 приводится распределение решений по типу конкретных ситуационных в этом эксперименте. Так как один и тот же больной не всегда выполняет все 10 предложенных ему заданий по определенному типу, в таблице приведено общее число предложенных заданий и общее число конкретных ситуационных решений для каждой группы больных. Наибольший процент таких решений обнаружился у олигофренов – 87,5%, и у больных эпилепсии – 78,9%. То есть у тех больных, которые и задания на классификацию предметов выполняли по типу конкретных ситуационных сочетаний, соответственно 95,86% решений. Так, например, при предъявлении карточки, на которой изображены три пары часов и монет, один из больных этой группы не соглашается исключить деньги. Нет, деньги не лишние. Во-первых, без денег не проживешь, потом ведь только на деньги можно купить часы. Когда же в процессе исследования экспериментатор объяснил, что монеты здесь лишние, больный серьезно протестовал и старался доказать общность часов и денег тем, что и часы и деньги я могу в карман положить. Другой больной из этой группы при предъявлении предметов – термометр, часы, весы, очки – заявляет, что надо удалить термометр, так как он нужен только больному человеку. Больная из этой же группы предлагает объединить часы, термометры и очки, так как если человек близорукий, он смотрит на термометр и на часы через очки. При предъявлении четырех предметов, из которых три относятся к источникам искусственного света – керосиновая лампа, свеча, электрическая лампочка и один естественного – солнца, больные часто выделяют в качестве лишнего предмета керосиновую лампу, объясняя, что сейчас она уже не нужна. Даже в самых глухих местностях проводится электричество. Другие больные по тем же мотивам считают лишний свечу. Примечание диктора. Далее следует таблица вторая. Выполнение задания на исключение лишнего предмета по типу конкретных ситуационных сочетаний, которое состоит из четырех граф. Первая графа – диагноз. Вторая графа – количество больных. Третья графа – общее количество предложенных заданий. Четвертая графа – количество конкретных ситуационных решений. Примечание. В это число входит и отказ от выполнения задания. Итак, первая строка – первая графа. Шизофрения. Вторая графа – 155. Третья – 1550. Четвертая графа – 230. Что составляет 14,8%. Вторая строка – первая графа – эпилепсия. Далее, соответственно, по графам. 45, 450, 355, 78,9%. Третья строка – сосудистые заболевания головного мозга. 125, 1250, 350, 28%. Четвертая строка – правная. 160, 16316, 19,8%. Строка пятая – олигофрения. 40, 400, 350, 87,5%. Шестая строка – энцефалит. 20, 200, 84, 40, 2, 0,1%. Седьмая строка – прогрессивный паралич. 30, 300, 220, 73, 0,3%. Строка восьмая – маниакально-депрессивный психоз. 10, 100, 30 и 30% соответственно. И последняя девятая строка. Первая графа – психопатия. Вторая графа – 30, третья графа – 300 и четвертая графа – 50, что соответствует 16,7%. Конец таблицы второй. Конец примечания диктора. В таблице третьей приведены некоторые типичные ответы больных, свидетельствующие о том, что больные оперируют такими свойствами вещей и устанавливают такие взаимосвязи, которые являются несущественными для выполнения заданий. При более выраженной степени интеллектуального снижения больные не могут понять самого смысла предлагаемой задачи. Они не могут усвоить, что для исключения четвертого лишнего предмета необходимо объединение трех предметов по какому-то принципу, руководствуясь которым надо противопоставить им четвертой. Сама умственная операция объединения и противопоставления оказывается им не под силу. Примечание диктора. Далее следует таблица третья. Типичные ответы больных со снижением уровня обобщения в эксперименте по методу исключения. Таблица состоит из трех граф. Первая графа предъявленные картинки. Вторая графа больной. И третья графа ответы больного. Первая строка первая графа. Лампа керосиновая, свеча, лампочка электрическая, солнце. Драя графа больной К, олигофрения. Третья графа надо удалить свечу, она не нужна, если есть лампочка. Вторая строка. Лампа керосиновая, свеча, лампочка электрическая, солнце. Вторая графа больной, да эпилепсия. Третья графа ответы больного. Не надо свечки, она быстро сгорает, она невыгодна. И потом уснуть можно, может загореться. Третья строка. Первая графа. Лампа керосиновая, свеча, лампочка электрическая, солнце. Вторая графа. Больной С, эпилепсия. Третья графа. Ответ. Не нужна лампа керосиновая, сейчас повсюду есть электричество. Может и свечу удалить? Нет, ее нужно оставить, вдруг испортится электричество. У нас так бывает часто, тогда про запас нужна свеча. Четвертая строка. Первая графа. Лампа керосиновая, свеча, лампочка электрическая, солнце. Вторая графа больной К. Эпилепсия. Третья графа. Ответ. Если днем, то нужно удалить солнце. И без него светло. Ну а если вечером, больной задумывается, вечером все равно нет солнца. Нет, неправильно. Днем надо удалить свечу, оставить солнце. А вечером не надо солнца. Пятая строка. Первая графа. Весы, часы, термометр, очки. Вторая графа. К. Эпилепсия. Третья графа. Не нужен термометр. Здесь нет врача, здесь нет больницы. Не нужны весы, они нужны в магазине, когда надо завешивать. Шестая строка. Первая графа. Весы, часы, термометр, очки. Вторая графа. С. Олигофрения. Третья графа. Удалить надо градусник. Он только в больнице нужен. И седьмая строка. Первая графа. Весы, часы, термометр, очки. Вторая графа. Больной. Р. Эпилепсия. И третья графа. Ответы больного. Не знаю. Все нужно. Часы для времени. Градусник. Измерять температуру. Очки можно, если человек видит хорошо. Но если он для за руки, то они нужны ему. Весы не всегда нужны, но тоже полезны в хозяйстве. Конец таблицы. Конец примечания диктора. Нередко сразу же после ознакомления с инструкцией больные протестуют. Здесь ничего лишнего нет. Все предметы нужны. Так больная Д. Результат исследования которой приведены ниже. При предъявлении изображений ботинка, туфли, сапога и ноги заявляет. Извините, здесь нет ничего лишнего. Это человеческая нога. На нее можно и туфлю, и ботинок, и сапог, и чулок надеть. Да, здесь чулок нет. Есть женская нога. А может быть, нога больная? Тогда ботиночки. Для мужчины сапог подходящий. Так я сужу. Когда же экспериментатор предлагает исключить ногу, так как она является частью тела, а остальные три предмета представляют собой обувь, больная смеется. Что это вы шутите? Не понимаю. Разве можно ногу удалить? Если бы не было у человека ноги, то зачем ему нужна обувь? Другой больной олигофрен тоже не соглашается с предложением экспериментатора исключить ногу. Здесь ведь только одна туфля, один ботинок и один сапог. Пары нет. Так как же их одеть? Их скорее можно бросить, а ногу уж обязательно оставить надо. Можно и с одной ногой, с костылем ходить можно, хоть и неудобно. Больные подходят к изображенным предметам с точки зрения их жизненной пригодности и не могут выполнить того теоретического действия, которое требует от них задачи. Невозможность выполнения задания в обобщенном плане, не умение отвлечься от отдельных конкретных свойств предметов связаны с тем, что больные не могут усвоить условности, скрытые в задании. Особенно четко выступает такое непонимание условности при толковании испытуемыми пословиц и метафор. Как известно, пословицы являются таким жанром фольклора, в котором обобщение, суждение передаются через изображение отдельного факта или явление конкретной ситуации. Истинный смысл пословицы только тогда становится понятным, когда человек отвлекается от тех конкретных фактов, о которых говорится в пословице, когда конкретные единичные явления приобретают характер обобщения. Только при этом условии осуществляется перенос содержания ситуации пословицы на аналогичные ситуации. Такой перенос сходен по своим механизмам с переносом способа решения одной задачи на другую, что особенно четко выступает при отнесении фраз к пословицам. Рассматривая проблему переноса, Рубинштейн отмечает, что кавычки. В основе переноса лежит обобщение, а обобщение есть следствие анализа, скрывающего существенные связи. Кавычки закрыты. Библиография 159, страница 67. Исследованию понимания переносных значений посвящен ряд работ как отечественных, так и зарубежных авторов. Так, работами Выгодского, библиография 50, Пиаже, библиография 234, показана взаимосвязь между пониманием переносных значений и уровнем образования понятий. Шнейдер, Гадлих, Гольдштейн, установили, что больные заболеваниями центральной нервной системы часто не могут понять переносного смысла пословиц и метафор. Экспериментальный материал, собранный этими учеными, представляет интерес, однако они рассматривали нарушение понимания переносного смысла как самостоятельный факт, придавали ему самодавляющее значение, связывая это нарушение непосредственно с измененным значением слов. Между тем, процесс непонимания переносного смысла пословиц неоднозначен. Больше того, редко наблюдаются факты полного непонимания переносного смысла. Как правило, оно бывает неполным, лишь частично измененным. Затруднения в понимании переносного смысла предложения зависят не только от измененного значения слов, но и от других факторов, неадекватного отношения больного к поставленной перед ним задачи, измененной динамике мышления и так далее. Не останавливаясь на всех этих факторах, о них будет идти речь в следующих главах, мы хотим здесь указать, что больные, которые не могли выделить обобщенный признак в опыте на классификацию предметов, часто не могут передать переносного смысла пословиц. Кое железо пока горячо, означает по мнению одного из больных, что железо нельзя ковать, когда оно холодное. Другой больной заявляет, железной рука не бывает. Если речь идет о протезе, его делают из дерева, а не из железа. Еще один больной при предъявлении пословицы «Не в свои сани не садись» говорит «Зачем же в чужие сани садиться? Как же это? Нехорошо в чужие сани лезть». Экспериментатор пытается объяснить, что эту пословицу можно применять и не в отношении саней. Больной не соглашается. Как же это случилось, чтобы в чужие сани сесть? Может быть, кто задумался и по рассеянности не в своих санях уехал? Экспериментатор. Но если человек не за свое дело взялся, можно применить эту поговорку? Больной. Нет, нельзя. Тут ведь сани, а там какое-то дело. Лишь с большим трудом удавалось в некоторых случаях объяснить больному переносный смысл. Однако при предъявлении следующей поговорки такой больной опять пытался передать лишь ее конкретное содержание. Вследствие того, что слово выступает для больных в его конкретном значении, они не могут осмыслить условность, которая кроется в поговорке. В некоторых случаях отсутствие свободного охвата условного значения выражается в том, что хотя больные способны понять переносный смысл, пословица кажется им недостаточно точной, не отражающей все фактически возможные жизненные случаи. Так один больной не соглашается с пословицей «шила в мешке не утаишь», заявляя «это не всегда так». Бывает же, что жулики скрываются, их не поймаешь. Я знаю такой случай. Другой больной заявляет по поводу поговорки «волков боятся в лес не ходить». Это неверная пословица, иногда не нужно рисковать, эта пословица проповедует лихачество. В данном случае больные в состоянии понять условный смысл пословицы, однако тот факт, что она не может быть применена ко всем жизненным случаям, мешает им признать ее правильность. Больные не могут отвлечься от того, что смысл пословицы может не совпадать с частными жизненными ситуациями. Следовательно, и в этих случаях выступает чрезмерная связанность суждений больных реальными жизненными фактами, не умение абстрагироваться от них, что приводит к непониманию условности содержания пословицы и метафоры. Особенно четко выступает непонимание условности в опыте на посредственное запоминание, метод пиктограмм. Сложность этого задания состоит в том, что рисунок не может и не должен отразить того обилие ассоциаций, которые могут актуализироваться при восприятии слова. Необходимо отобрать лишь какое-нибудь из них, которое способно стать на место слова, а это возможно лишь при достаточном уровне обобщения. Биленбаум, библиография 34, с помощью этой методики обнаружила у больных с глубыми органическими поражениями мозга преобладание конкретных ситуационных связей. Она указывает, что затруднение в правильном установлении условных связей было связано с нарушением образования понятий. Проведенные нами исследования подтвердили эти данные. У описываемой группы больных этот эксперимент вызывал значительные трудности. Так при необходимости найти рисунок для запоминания слова «развитие» больной как говорит. Какое развитие? Оно бывает разное. И развитие мускулов, и умственное развитие. Какое же вы хотите? Этот же больной не может придумать рисунок для запоминания слов «тяжелая работа». Что вы называете тяжелой работой? Мне трудно было в школе задачи решать, а вам, вероятно, тяжело заниматься физическим трудом. Вы слабая. Не понимаю, что нарисовать. Другой больной затрудняется найти рисунок для запоминания словосочетания «больная женщина». Больной пытается нарисовать кровать, но сразу же заявляет, что этот рисунок не подходит, так как больная женщина не обязательно должна лежать. У нее может быть грипп, и она его на ногах переносит. Тогда испытуемый решает нарисовать столик с лекарствами, но и это его не удовлетворяет. Ведь не обязательно больная женщина лекарства принимает. Может быть, она лечится физиотерапией. Может быть, у нее только зубы болят, а может быть, у нее роды. Хотя нет, роды не болезнь и так далее. Некоторые больные пытаются почти фотографически отобразить в рисунке жизненную ситуацию. Так, при необходимости запомнить выражение «веселый праздник» больной говорит, что тоже нарисовать. Надо бы гармонь, пляску, или можно еще накрытый стол, бутылочки бы надо, ну и еду. Как это все изобразить? Я же не художник, да и художнику долго надо рисовать. Исследуя больных с грубыми поражениями мозга, Беренбаум отмечал в проведенной выше работе, что затруднения при выполнении этого задания столь велики, что иногда больные не могут остановиться на каком-нибудь определенном рисунке, так как ни один не передает достаточно полное и точно конкретное значение слова. Аналогичные факты наблюдались и у наших больных. Так, один из них хочет для запоминания слов «голодный человек» нарисовать хлеб, но тут же отвергает этот рисунок как неправильный. У голодного человека-то ведь как раз и нет хлеба. Тут же он решает изобразить фигуру худого человека, но и этот рисунок его не удовлетворяет, ибо ведь человек может быть худой не из-за голода, а из-за болезни. Не будучи в состоянии понять условность, содержащуюся в задании, больные часто пытаются уточнить буквальный смысл слова. Так больной, данные которого мы только что приводили с раздражением, упрекают экспериментаторы. Вы же мне не сказали, какой это голодный человек и почему он голодный? Потому ли, что жертва стихийного бедствия или потому, что он безработный в капиталистической стране, или он просто не успел покушать? Вместо обобщенного понятия «голодный человек» выступают разные представления о голодном человеке в разных ситуациях. Приведем типичные примеры выполнения пиктограмм больными эпилепсии. Больной, а веселый праздник. Как же его изобразить? Ведь веселиться-то можно по-разному. Один любит в праздник в кино сходить, это для него веселье, ну а другой выпить, это, конечно, нехорошо. Но немного со знакомыми, приятелями так, для другого веселье в том, что он погуляет в кругу своей семьи, с детками там или в церк с ними сходит. Как же это изобразить? Ну, а можно иначе подойти с точки зрения общественной? Есть всенародные праздники для всех, ну, например, 1 мая. Демонстрацию изобразить. Тогда надо много флагов. Больной рисует флаг, но не удовлетворяется. Один флаг недостаточно. Надо много флагов. Толпу. Но я не умею рисовать. Темная ночь. Как изобразить, чтобы видно было, что, во-первых, ночи, что темные. Во-вторых, можно луну нарисовать, но тогда ведь светло. Ну, конечно, когда не полнолуние, а только полумесяц, тогда не светло. Но все-таки это не покажет мне, что именно темная ночь. Нарисую я тучу, штрихует. Но ведь тучи бывают не только ночью. Они собираются и днем. Или перед грозой собираются черные тучи. Становится темно. А вот Тургенев описывал хорошо грозу, кажется, в записках охотника. Но ведь это не обозначает ночи. Лучше я изображу лампу. Она зажигается ночью. Правда, часто ее зажигают и вечером в сумерках. Многие зажигают сумерки, хотя это вредно для глаз. Я так не делаю. Я и сумерничать люблю. Что же изобразить, чтобы запомнить темная ночь? Я нарисую луну и лампу. Луна для ночи, а лампа для того, чтобы запомнить, что она темная. Но это не так. Не нравится мне то, что я рисую. Ведь это все не то, как говорится. Тяжелая работа. Но уж это совсем нельзя изобразить. Ведь мало ли что может быть тяжелой работой. Для одного математика тяжела. Я ее никогда не любила. Она мне никогда не давалась. А другому литература не дается. А вот бывает, что слабому человеку физическая работа тяжела. Мало что может быть тяжело. Изображу камни. Камни ворочат тяжело. Хотя сейчас есть подъемные краны. Ими можно подымать тяжести. Нет, камни не надо рисовать. Лучше я молот изображу, как в кузнице. Но сейчас их нет, молотобойцев. Это тоже сейчас при помощи технических приспособлений делается. Не знаю, доктор как, но пусть будет и камень и молот. Больной К. Сомнения. Как сделать? В чем можно сомневаться? Ведь можно в людях сомневаться. Можно сомневаться в том, что не знаешь, какое решение принять. Слабовольные люди часто сомневаются. Можно сомневаться и в вещах. А вот купишь вещь, например, материал на костюм или платье. Как знать, чистая ли шерсть или нет. Видите, как можно сомневаться по поводу скольких вещей. Вы хотите, чтобы я так сразу и изобразил. Для этого надо обладать талантом. Надо уметь все это изобразить. А одним каким-нибудь рисунком невозможно это сделать. Я так не согласен. Таким образом, сопоставление данных, полученных с помощью различных методов, классификация предметов, метод исключения, объяснения пословиц и метод пиктограмм, обнаружила у больных эпилепсией, энцефалитом и у олигофренов нарушение процесса обобщения, конкретно ситуационный характер их суждений, непонимание переноса, условности. Эти больные были объединены в группу больных, у которых нарушение мышления квалифицировалось как снижение уровня обобщения. Снижение уровня обобщения обнаружилось не только при выполнении описанных экспериментальных проб, требовавших более или менее сложной аналитико-синтетической деятельности, но и при актуализации ассоциации. Ассоциативный эксперимент, проведенный с больными этой группой, 30 больных эпилепсией и 20 элигофренов, обнаруживает необобщенный характер их ассоциаций. В 33,3% случаев всего было предъявлено 1050 слов, ответная реакция отсутствовала, само требование отвечать любым словом являлось для больных слишком условным заданием. Стол есть стол. Что же мне говорить? 34,3% ответных реакций больных являлись обозначением функции или признака предмета. Карандаш – писать, ягода – красная. 11,4% ответов были синонимами предъявленного слова, лишь 21% ответов носило адекватный характер. Для иллюстрации всего вышесказанного о мышлении больных описываемой группы, снижения уровня обобщения, приведем в описке из истории болезни данные экспериментально-психологического исследования нескольких больных. Больной Д. Доктор Чихович, 1921 года рождения. В возрасте 11 месяцев перенес менингоэнцефалит, развивался с задержкой, учился во вспомогательной школе, специальности не получил. С 16 лет начал работать подсудным рабочим, физический труд любит, исполнителен, старатель. Легко раздражается, вступает в конфликты. Отмечаются вспышки психомоторного возбуждения с импульсными поступками, рвет на себе белье, выбрасывает вещи из окна, в связи с чем был неоднократно стационирован в больницу. Больной правильно ориентирован в месте и времени, суетлив, многоречив, стереотипно повторяет одни и те же фразы, вступает в конфликты с больными, плохо подчиняется режиму отделения, однако участвует в трудовых процессах. В опыте классификации предметов больной не сразу понимает инструкцию, они же все разные, пытаются сосчитать карточки. После дополнительного объяснения экспериментатора в одну группу кладет изображение телеги лошади, в другую врача и термометр, говоря, пускай он измерит температуру. В третью группу относит шкаф, кастрюлю, свеклу. Это все можно варить в кастрюле и поставить в шкаф. Цветок он объединяет с жуком и птичкой, поясняя, надо жука посадить на цветок. Птицы кушают жуков, но этот слишком большой. Я видел, как птицы кормят своих птенцов. В платье он объединяет с уборщицей. Она его будет носить. Лису, медведи и дерево объединяет в одну группу. Эти живут в лесу. Экспериментатор пытается помочь больному установить более общие связи между предметами, но безуспешно. Так предложение объединить в одну группу кошку и собаку больной отвергает. Они не живут мирно. Точно так же больной не соглашается объединить в одну группу рыбу, лисицу, волка и козу. Нет, так нехорошо. Рыба плавает, лиса и волк живут в лесу, а коза бегают по двору. Их нельзя объединить. Больной не в состоянии объединить карточки по обобщенному признаку. Он руководствуется при выполнении задания сугубо конкретными частными признаками. В опыте на раскладывание картинок в последовательном порядке больной описывает детали каждой отдельной картинки, не увязывая их в одно целое. Здесь сломалось телега. А здесь картинка четвертая чинит. Здесь человек гуляет. Показывает на картинку вторую изображающего возщика, идущего в деревню за помощью. Здесь едет телега. Картинка пятая. Экспериментатор. Где начало рассказа? Больной. Вот начало. Показывает на картинку первую. Сломалось колесо. Экспериментатор. Где продолжение? Больной. Вот чинит. Картинка четвертая. Экспериментатор. А потом? Больной. Вот идет с топором. Вероятно, лес рубит. Картинка третья. Экспериментатор. Куда едет возщик? Больной. Рубить дрова. Экспериментатор. А может в деревню за помощью? Больной. Да, тогда это будет вторая картинка. Точно. Больной кладет после первой картинки вторую, потом четвертую, затем возвращается к третьей картинке, где изображен возщик, возвращающийся с помощником. Только после наводящих вопросов экспериментатором больному удается разложить картинки в правильном порядке. Больной долго не понимает инструкцию в ассоциативном эксперименте. Стол и есть стол. Что же тут еще сказать? После дальнейших разъяснений и приведенных примеров больной приступает к выполнению задания. Ответные реакции больного представляют собой либо определение слова раздражителя, воздух чистый, либо его непосредственную функцию. Лампа – зажигают, хлеб – едят. Из 21 ответной реакции 3 являются определением, 7 – обозначением функций предметов. 10 ответных реакций обозначают повторение слова раздражителя. Падение, падать, брат. Брат есть брат. Следовательно, ассоциации больного носят необобщенный характер, их диапазон узок. Ограниченность диапазона ассоциации особенно отчетливо выступает при повторном предъявлении тех же слов раздражителя с инструкцией отвечать иным словом, чем при первом предъявлении. Как видно из таблицы 4, наш больной реагирует либо теми же словами, что и при первом предъявлении, либо его ответы являются повторением слова раздражителя. Лишь в пяти случаях он реагировал другим словом. При этом одно из них является синонимом слова раздражителя – звонок, колокольчик. Понимание метафор и пословиц у больного затруднено. При предложении объяснить метафору «золотая голова» больной говорит – золотой головы не бывает, это только на памятнике может быть позолоченная голова. Пословицу «куй железо пока горячо» больной объясняет следующим образом – если железо холодное, оно не мягкое, его нельзя ковать, из него не сделаешь подковы для лошадей. На вопрос экспериментатора «можно ли такую поговорку применить к врачам» больной отвечает «нельзя, врач лечит, а не кует, он не кузнит». Таким образом, и данные этой экспериментальной пробы показывают, что больной не в состоянии отвлечься от конкретных привычных связей и отношений между предметами. Примечание диктора. Дана таблица четвертая. Данные ассоциативного эксперимента «больной D». Таблица состоит из пяти граф. Первая графа – слово «раздражитель». Вторая графа – первое предъявление, латентный период в секундах. Третья графа – первое предъявление, ответная реакция. Четвертая графа – второе предъявление, латентный период в секундах. И пятая графа – второе предъявление, ответная реакция. Инструкция. Отвечайте не тем словом, которым ответили раньше. Итак, первая строка, первая графа – хлеб. Вторая графа – 1,5. Третья графа – едят. Четвертая графа – 1,5. И пятая графа – булка. Вторая строка, первая графа – лампа. Далее, соответственно, по графам. 2,5. Зажигают. 2. Зажечь. Третья строка – пение. Далее, соответственно, по графам. 2. Хорошее. 2,5. Хорошее. Четвертая строка. Первая графа – колесо. Далее, соответственно, по графам. 2,5. Вертится. 2,5. Вертится. Оно Круглая. Пятая строка. Красота. 3,5. Красивая. 2,5. Хорошая. Шестая строка. Война. 2,5. Война. 2. Война. Война. Седьмая строка. Красный. 1,5. Цвет. 2. Темно-красный. Восьмая строка. Воздух. 2,5. Чистый. 2,5. Воздух. Не знаю. Девятая. Голубой. 2,5. Цвет. 2,5. Цвет. Десятая. Звонок. 3,5. Звенит. 4,5. Колокольчик. Одиннадцатая. Гора. 1,5. Высокая. 2,5. Высокая. Нет. Ну, колпак. Двенадцатая. Луна. 2,5. Месяц. 2,5. Месяц. Ну, полумесяц. Тринадцатая. Брат. Две. Брат. Есть брат. 3,5. Брат. Родной брат. Четырнадцатое. Лечение. 1,5. Вылечить. 2,5. Лечить. Да. Лечение. Пятнадцатая. Топор. 2,5. Топор. Колон. 3,5. Топор. 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 Топорище. Шестнадцатое. Падение. 2,5. Падать. 5. Не знаю. Голова. 1,5. Болит. 3,5. Голова. Восемнадцатое. Бежать. 2,5. Быстро. 3,5. Бежать. Ходить. Девятнадцатая. Ягода. 2,5. Малина. 3,5. Клюква. Двадцатая. Шуметь. Две. Громко. 2,5. Кричать. Двадцать первая строка. Первая графа. Слово-раздражитель. Глубина. Вторая графа. Первое предъявление. Латентный период. В секундах. 2,5. Третья графа. Первое предъявление. Ответная реакция. Глубоко. Четвертая графа. Второе предъявление. Латентный период в секундах. 3,5. И пятая графа. Второе предъявление. Ответная реакция. Не знаю. Конец четвертой таблицы. Конец примечания диктора. Для иллюстрации приведем еще одну выписку из истории болезни и данные психологического исследования. Больная С. Доктор Ремезова 1905 года рождения. Диагноз эпилепсия. В трехлетнем возрасте перенесла ушиб головы. В школе училась с трудом и мало. В 15-летнем возрасте появились судорожные припадки с потерей сознания, которые постепенно учащались. Резко стала слабеть память, сообразительность. С 1941 года в связи с ухудшением состояния периодически стационировалась в психиатрическую больницу. Получала лечение люминалом. Последний раз в 1952 году. В отделении больная вела молчаливо. В движениях и ответах медлительно. Запас слов беден, круг интересов снижен. С персоналом угодливо, иногда раздражительно и злобно. Наблюдались частые эпилептические припадки приблизительно один раз в неделю, с судорогами и потерей сознания, которые заканчивались сном. Патофизиологическое исследование, проведенное Павленко, обнаружило непрочность дифференцировочной реакции, явление последовательного торможения, слабость раздражительного процесса и ослабление внутреннего торможения. При предъявлении задания на классификацию предметов больная долгое время не может осмыслить инструкцию. Подолгу рассматривает карточки. Берет в руки изображение гуся и говорит, здесь такого больше нет, это гусак. Больше гусаков нет. Откладывает карточку в сторонку. Берет карточку с изображением моркови. Это морковка и штык красивая каратель. Больше таких нет. Экспериментатор предлагает положить морковь в одну группу со свеклой. Больная протестует. То морковка, а это свеклобурак. Они разные. Подумав, продолжает. Можно из них борщ варить, капусту туда. Ищет карточку с капустой. Ее нет. Экспериментатор повторяет инструкцию еще раз, предлагая объединить подходящие предметы в одну группу. Больная кладет корову с козой, говоря, они вместе пасутся. Экспериментатор предлагает положить туда же медведя. Больная испуганно возражает. Что вы, он съест ее. Предложение экспериментатора объединить в одну группу кузнеца и уборщицу больная принимает. Пусть, эх, это муж и жена, где детки. Ищет среди карточек, находит лыжника. Это их сынок. Задание на установление последовательности событий выполнялось следующим образом. Больная держит в руках картинку третью и говорит. Ну а этот, показывает на картинку пятую, едет в лес. Знать хотели ехать за дровами. Поехали. А этот остался. Этот домой хочет ехать. Берет в руки картинку четвертую. Здесь сломалось колесо. Разглядывает картинку первую. Много мешков наложили. Экспериментатор повторяет инструкцию. Больная обращается к картинке четвертой и говорит. Дяденька поехал куда-то. Раскладывает картинки в следующем порядке. Под номером 5, 3, 4, 2, 1. Объясняет. Дяденька поехал куда-то. На дороге увидел вроде что-то. Колесо свалилось. Потом побежал. Молоток знать понадобился. А этот, картинка первая, стережет, чтобы не стащили. Синий побежал, а этот в красной рубашке остался. И куда он бежит? А колесо так и валяется. Муки-то много погрузили. Вот и сломалось телега. Не посмотрели. Не по-хозяйски. Данные ассоциативного эксперимента в таблице пятой выявляют ограниченный элементарный характер ассоциаций у больной. Примечание диктора далее следует таблица пятая. Данные ассоциативного эксперимента. Больная С. Таблица пятая состоит из пяти граф. Первая графа слово раздражитель. Вторая графа. Первое предъявление. Латентный период. В секундах. Третья графа. Первое предъявление. Ответные реакции. Четвертая графа. Второе предъявление. Латентный период. В секундах. И пятая графа. Второе предъявление. Ответные реакции. Инструкция. Отвечайте не тем словом, которым ответили раньше. Итак, первая графа. Первая строка. Хлеб. Вторая графа. Две. Третья. Хлебушек. Четвертая. Две. Пятая графа. Бумага. Вторая строка. Первая графа лампа, вторая графа 2,5, третья свет, четвертая 2,5 и пятая светить. Третья строка первая графа слово раздражитель. Далее соответственно по графам 2,5 хорошее, 3,5 петь. Четвертая строка первая графа колесо. Далее соответственно по графам 1,5 круглое колесико 3 колесо не знаю. Пятая строка первая графа красота Вторая 3,5 Третья не знаю Четвертая графа 3 И пятая не знаю Шестая строка Соответственно по графам Война 3,5 Воюют 5 Молчит Седьмая строка Красный 3 Цвет 2 Цвет голубой Восьмая строка Воздух 5,5 В комнате 5 Воздух есть такой Девятая строка Голубой 1,5 Синий 2,5 Голубой Десятая строка Звонок Восемь Звенит Три Веселый Одиннадцатая строка Гора 3,5 Гора высокая Четыре Высокая Двенадцатая строка Луна 3,5 Круглая 3,5 Луна Солнце Тринадцатая строка Смех Восемь Хохочет 3,5 Хохочет Четырнадцатая строка Брат Две Родной 2,5 Сестра Пятнадцатая строка Лечения 3,5 Лечит больных 5 Не знает Шестнадцатая строка Топор 5 Дрова Колют 4 Острый топор Семнадцатая строка Голова 3 Болит головушка 4,5 Голова И последняя Восемнадцатая строка Первая графа Слово-раздражитель Бежать Вторая графа Первое предъявление Латентный период В секундах 3,5 Третья графа Первое предъявление Ответной реакции Бежать Четвертая графа Второе предъявление Латентный период В секундах 3 И пятая графа Второе предъявление Ответная реакция Стоит Конец таблицы Пятый Конец примечания Диктора В основном Ее ответные реакции Представляют собой Либо весьма элементарное Определение Слова-раздражителя Пение Хорошее Колесо Круглое Либо Эхо Ла Ли Бежать Бежать Шуметь Шуметь При повторном Предъявлении Слов-раздражителей Больная Отказывается От ответа Часто же Ограничивается Повторением Слова-раздражителя Либо реагирует Предыдущим Ответом Больной К Доктор Чихович 1917 Года Рождения Диагноз Пара Инфекционный Энцефалит Галлюцинаторно Параноидный Синдром Больной Родился Недоношенным В раннем Детстве Часто болел Перенес Воспаление Легких Дважды Дифтерит Ходить И говорить Начал С опозданием Уже С раннего Детства Стало Заметным Устреми Отставание Учился Во вспомогательной Школе С детства Подвергался Насмешкам Со стороны Детей Не мог Себя Защитить Всегда Медленно Двигался Медленно Думал В дальнейшем Все попытки Устроить Больного На работу Были неудачными Из-за Крайне Медленных Темпов Работы Хотя Больной Делал Все Очень Тщательно С 1944 Года Работал В переплетной Мастерской Дневного Стационара Психоневрологического Преследования Слышал Голоса Которые Грозили Его убить Куда-то Вызывали Испытывал Сильный Страх Особенно Ночью Появлялось Возбуждение Неврологический Статус Симптом Гордона Слева Экзофтальмус Реакция На свет Вялая При Конвергенции Отклоняется Кнаружи Левый Глаз Асимметрия Носогубных Складок Справа Симптом Маринеско Гипотония В конечностях Коленные и ахилловые рефлексы Справа живее Пошатывание В позе Ромберга Гипомимия Тремор Век Языка Пальцев Рук Соливация Сихическое состояние Недлителен Назойлев Обращается Со стереотипными Просьбами О своих переживаниях Рассказывает Охотно Убежден в том Что его преследует Определенная группа лиц С которыми он живет В одном доме В больнице Голосов не слышит Но думает Что некоторые больные Связаны с его врагами Или друзьями Запас знаний Приобретенных В школе для умственных отсталых Сохранен Интересы крайне узкие В опыте на классификацию Предметов Больной спрашивает Сосчитать надо, да? Экспериментатор Нет, считать не надо Надо разложить Подходящие К подходящим Больной смотрит Не понимая Тогда экспериментатор Берет карточки С изображением слона И лопаты И говорит Вот ведь, например, слона И лопату Не положишь в одну группу Больной улыбается Радостно кивает головой Понимаю Надо животное к животному Начинает раскладывать Образуют следующие группы Первое Поросенок Лошадь Это животное Второе Кузнец Уборщица Люди Пятое Фиалка Куст Цветы Шестое Кошка И собака Молчит Седьмое Шкаф Пытожерка Это в комнате Не расслуженными в группы Остаются картинки Телега Самолет Жук Лопата И гусь Далее опыт протекает Следующим образом Экспериментатор Указывает на вторую группу Как вы назовете эту группу Больной Это животное Экспериментатор Что можно туда положить Больной Не знаю Экспериментатор Положим туда гуся Больной Нет Нельзя Он плавает Экспериментатор Положим туда жука Больной Нет нельзя Это насекомое Экспериментатор Тогда положим гуся И воробья вместе Больной Нет нельзя Гусь плавает А птичка летает Экспериментатор Но ведь гусь птица Больной Да Экспериментатор Ну тогда положим их вместе Больной Нет Гусь плавает А птичка летает И она живет в лесу Экспериментатор Но о медведе и лесу Можно положить вместе С кошкой и собакой Больной Нет нельзя Кошка и собака Живут дома А медведи и леса Живут в лесу Или в зоопарке, я их там видел Экспериментатор Но ведь лиса и медведь тоже животные Больной Да, экспериментатор Это все будет группа животных Давай положим их вместе Больной Нет, они разные Ну давайте Неуверенно, тут же спохватывается Это будет неправильно Экспериментатор На стол можно положить к этажерке и шкафу Больной Это можно Экспериментатор Можно к телеге положить машину Больной Нет, нельзя, они разные Экспериментатор Ведь на телеге едут и на машине едут, больной. Если привязать телегу веревкой к машине, она будет ее тянуть. Я видел так. Остановимся на результатах выполнения задания «Установление последовательности событий». Страница 192. Больной начинает объяснять картинку третью. Бощик с мастером идут за инструментом. Вот они идут с топором. Вероятно, будут дрова рубить. Берет в руки картинку вторую. А здесь он идет погулять. Видите, вот он пошел. На остальные картинки не обращают внимания. Экспериментатор повторно объясняет, что картинки надо разложить в последовательном порядке. Больной берет в руки четвертую картинку, заявляя. Здесь сломалось колесо. Они подняли его, чинят его. А здесь указывает на картинку третью. Они идут за дровами. Экспериментатор помогает больному, указывая, что на картинке второе изображено сломанное колесо. Больной соглашается. Да, сломанное. Но не делает никакого вывода и продолжает рассматривать картинку. Переходит к картинке четвертой. Здесь он едет куда-то, а здесь стоит мужчина. Потом, рассматривая, возвращается к картинке третьей и заявляет. Здесь чинит колесо. Смотрит на картинку первую. Починили. Опять отвалилось. В результате получается такая последовательность картинок. Номер пятый. Разрубленная доска. Человек на телеге везет корзиночку. Номер первый. Сломалась телега. Откатилось колесо. Номер четвертый. Здесь уже ремонт. Номер второй. Опять откатилось. И номер третий. Идут работники с топорами. Наверное, дрова колоть. Приведенные экспериментальные данные показывают, что больные не в состоянии выделить существенные признаки предметов. Не могут раскрыть основные связи между ними. Когда больной Д видит карточки, изображающие платье и уборщицу, у него возникает ассоциация. Женщина носит платье. Ассоциации же, женщина живое существо или платье и одежда, то есть связи логические, не возникают. Эта невозможность отвлечения от всей совокупности компетных свойств и деталей предметов приводит к тому, что больные не могут правильно решить простейшую задачу, если она требует сопоставления этих свойств, отормаживания одних, выделения других. Выполняя задания, установление последовательности событий, поломка и починка колеса, больные руководствовались отдельными частными деталями картины, не увязывая их. Так больной Д начинает сначала рассуждать по поводу упавшего колеса, но увидев на следующей картине мастера с топором, высказывает предположение о том, куда мастер направляется с топором. Вероятно, в лес дрова рубить. Точно так же больная С, при предъявлении серии картинок, на которых изображено как на мальчика, идущего через лес, нападают волки, и как он влезает на дерево, заявляет «Яблоки рвет, вот, залез на дерево». Когда экспериментатор обращает внимание больной на снег и подсказывает, что зимой яблоки не растут, больная заявляет «Да, действительно, как же я так? Зачем он залез на дерево?» Но не исправляет ошибку. Любой раздражитель вызывает привычные частные ассоциации. Мальчик влез на дерево, следовательно, рвет яблоки. В руках у человека топор, идет в лес дрова рубить. Отдельные детали не увязываются, не синтезируются, ситуация в целом не осмысливается. Возникающие у больных ассоциации обусловлены лишь отдельными изолированными элементами предъявленной картинки. Смысловые взаимосвязи между элементами, воспринимаемые больным ситуацией, не играют никакой роли возникновения и течения ассоциации. Суждения больных о предмете не включают в себя всего того существенного, что действительно к нему относятся. Поэтому познание больных неполное, несовершенное и скудное. Из-за этого чрезвычайно суженного круга ассоциаций, малого круга знаний и умений, больные крайне ограничены в возможностях и могут действовать лишь при некоторых жестко предопределенных условиях. Так, например, один из подобных больных, Т. Олигофрен, работал курьером, аккуратно выполнял возложенные на него обязанности. Когда однажды ему было поручено обойти всех сотрудников с листом, на котором они должны были расписаться, он ворвался на закрытое заседание, объясняя, что товарищ, докладывавший в это время, должен расписаться. Уговоры, что это может быть сделано позже, не помогли. Заседание было прервано, ибо Т. не уходил, плакал и твердил, но не порочено, чтобы все расписались. Изменившиеся условия ситуации не вызывали у больного изменения способа его действия. Образец такого поведения приводится Токарским в его статье о глупости, библиографию 187-я. Речь идет о глупце из народной сказки, которого побили за то, что он смеялся во время пожара, внушив ему при этом, что огонь надо заливать водой. Когда глупец увидел на следующий день, как люди опаливали на костре свинью, он схватил ведро с водой, вылил на костер и снова был побит. Глупец, следовательно, усвоил лишь частный наказ, что огонь надо заливать водой, но не понял того, что горение огня означает здесь нечто другое. Токарский правильно замечает при этом, что глупец усвоил наставление, запомнил его, но не усмотрел при этом существенно изменившихся условий. Основная характеристика глупости, по мысли Токарского, заключается в несоответствии действия с требованиями действительности. А это несоответствие происходит потому, что глупец не в состоянии охватить своим восприятием все то, что происходит вокруг него. Глупец, замечая Токарский, видит и слышит не то, что существует в действительности, а лишь малую часть его. Неумение различать два сходных случая и означает узость, необобщенность образовавшихся связей. Это неумение исключает возможность ориентации в новых жизненных условиях. Чтобы применить тот или иной способ решения к данному конкретному случаю, необходимо проанализировать по-токарскому, увидеть все признаки и обобщить их. Этого не сделал глупец из сказки, как это не делают и наши больные, применяющие неадекватный способ решения. Интересно отметить, что уже Сиген указал на то, что интеллект умственно отсталого ребенка, терминологии Сигена-идиота, возбуждается только какой-либо одной особенностью явления, имеющего целую массу особенностей. Более того, вступая во взаимодействие с такими конкретными явлениями, умственно отсталый, по мнению Сигена, не только ограничивает число их возможного минимума, но даже в сфере этого ограниченного круга он не имеет полного постоянного представления. В работах, посвященных психологии умственно отсталого ребенка, приводятся экспериментальные данные, указывающие, что умственно отсталый ребенок не в состоянии найти общее многообразие единичных явлений. Уже в 30-х годах Лев Семенович Выгодский и Жив обнаружили, что умственно отсталый ребенок, усваивающий наглядные системы связей, не в состоянии систематизировать свой опыт на основе обобщения и отвлечения. Структура связи, кроющихся за словами, оказывается умственно отсталого ребенка измененной. Соловьев-Элпидинский, библиография 176-я, отмечает, что вместо обобщения умственно отсталых детей происходит приравнивание старого знания и элементов нового задания. Зарков указывает, что для подобного рода детей трудность заключается в переходе к мыслительным задачам, решение которых требует изменения способа деятельности по сравнению с тем, который был использован ранее. Исследования, проведенные над умственно отсталыми детьми в Институте дефектовой Академии педагогических наук РСФСР, Лурия и его сотрудниками, Холмская, Тихомиров, Лубовский, Мещеряков, выявили нарушение корковой нейродинамики. Использовав двигательную речевую методику, Мещеряков нашел, что умственно отсталого ребенка выработанные связи, не будучи достаточно опосредованной речью, оказываются ломкими и неустойчивыми. Тихомиров обнаружил, что у умственно отсталых детей связи словесной системы недостаточно регулируют их поведение. Если связи словесные, так сказать, сталкиваются с непосредственным, то последние оказываются доминирующими, а словесные связи, сохраняясь в речевой системе, перестают регулировать реакции ребенка. Марциновская обнаружила у олигофренов отсутствие словесного анализа и обобщения непосредственных систем связей. Эти данные находятся в соответствии с исследованиями Красногорского, выявившими у олигофренов слабость раздражительного процесса и нарушение процесса дифференцировки. Резюмируя, можно сказать, что мыслительная деятельность подобных больных не совершенно отражает предметы, явления и их взаимосвязи, ибо полноценный процесс отражения объективных свойств и закономерностей вещей всегда предполагает умение абстрагироваться от конкретных деталей. Указывая, что человеческое познание представляет собой переход от чувственного созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике, Ленин подчеркивал, что акт обобщения представляет собой отход от конкретности. В кавычке, подход ума человека к отдельной вещи, снятие слепка равно понятие с нее, не есть простой непосредственно зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни. В кавычке закрыты. Библиография 5, том 29, страница 330. У наших больных этот так называемый отлет от единичных связей крайне затруднен. Слово не выступает у них в качестве носителя обобщения, оно остается по определению Сеченова кличкой. Останавливаясь в своей работе элементы мысли на процессе образования понятия у ребенка, Сеченов указывает, что не всякое значение слова и пользование им означают овладение его значением, что хотя маленький ребенок может правильно употреблять такие слова, как растение, животное, слово является для него лишь кличкой для сходных предметов. Лишь пользование общими понятиями приносит правильное понимание, лишь оно дает возможность адекватно действовать, лишь оно приносит человеку, по выражению Павлова, чрезвычайную выгоду. Клички же не являются полноценным инструментом мышления. Искажение процесса обобщения. Нарушение процесса мышления, обозначенное нами как искажение процесса обобщения, является как бы антиподом только что описанного. Если суждения описанных выше больных не выходят за пределы частных единичных связей, то у больных, о которых сейчас будет идти речь, так называемый отлет от конкретных связей выражен в чрезвычайно утрированной форме. Больные в своих суждениях отражают лишь случайную сторону явлений, существенные же отношения между предметами мало принимаются во внимание, предметное содержание вещей и явлений часто не учитывается. Так, выполняя задания на классификацию предметов, они руководствуются чрезмерно общими признаками, неадекватными реальным отношениям между предметами. Например, больной Н объединяет вилку, стол и лопату по принципу так называемой твердости. Гриб, лошадь и карандаш он относит в одну группу по принципу связи органического с неорганическим. Подобные выполнения задания мы обозначаем как бессодержательные или выхолощенные. Таблица 6 показывает, что чаще всего они встречаются у больных шизофрении, у 67,1% обследованных больных. Главным образом при галлюцинаторно-параноидной форме течения болезни. И у психопатов 33,3%. Примечание диктора. Далее следует таблица 6. Ошибки типа формальных, бессодержательных сочетаний при выполнении задания, классификация предметов. Таблица состоит из трех граф. Первая графа диагноз. Вторая – количество обследованных больных. И третья графа – количество больных, выполнивших задание ошибочно. Первая строка, первая графа – шизофрения. Вторая графа – 155, третья графа – 107, что соответствует 67,1%. Вторая строка, первая графа – эпилепсия. Вторая графа – 50, третья графа – 2, что соответствует 4%. Третья строка, первая графа – сосудистые заболевания головного мозга. Вторая графа – 125, третья – прочерки. Четвертая строка, первая графа – травмы. Вторая графа 170 Третья графа 4 Что равно 2,4% Пятая строка олигофрения Вторая графа 40 Третья графа прочерки Шестая строка первая графа энцефалиты Вторая графа 30 Третья графа 6 Что соответствует 20% Седьмая строка первая графа прогрессивный паралич Вторая графа 30 Третья графа прочерки Восьмая строка первая графа маниакально-депрессивный психоз 2-я графа 15, 3-я графа прочерки. 9-я строка 1-я графа психопатия, 2-я графа 30, 3-я графа 10 или 33,3%. Конец таблицы 6, конец примечания диктора. Подобные больные живут в мире своих бредовых переживаний, мало интересуются реальной обстановкой, пытаются к незначительным обыденным явлениям подходить с так называемых теоретических позиций. В беседе они способны затронуть вопросы общего характера, но часто не в состоянии ответить просто на конкретный вопрос. Речь больных носит вычурный характер. Так, например, говоря о шкафе, один такой больной называют его ограниченной частью пространства, рассказывая о товарище, которого он характеризовал как доброго человека, замечая. Что такое добро и зло? Это определение относительно положительное и отрицательное, как вопрос об электронах и вселенной. Плохой — это качественная сторона, значит, надо хорошего. Но плохое может сойти за хорошее, противоположностей не бывает. В таблице седьмой приведены наиболее показательные примеры того, как подобные больные выполняют задание на классификацию предметов. Они проводят ее либо на основании столь общих признаков, твердость, движение, что выходит за пределы содержательной стороны явлений, либо на основании чисто внешних несущественных признаков, отверстия. Примечание диктора далее следует таблице седьмая. Пример выполнения задания — классификация предметов по типу формальных бессодержательных связей. Таблица седьмая состоит из трех колонок. Первая колонка — предметы, объединенные в одну группу. Вторая колонка — больные. И колонка третьей — объяснение. Первая колонка — шкаф-кастрюля. Вторая колонка — М. Шизофрения — параноидная форма. Третья колонка — у обоих предметов есть отверстие. Далее, соответственно, по колонкам. Автомобиль — ложка телега. Г. Шизофрения — параноидная форма. Ложку тоже двигают к рту. Первая колонка — жук, лопата. Вторая — Г. Шизофрения — параноидная форма. Третья колонка — лопатой роют землю. Жук тоже роется в земле. Первая колонка — цветок, ложка, лопата. Вторая колонка — больной Д. Шизофрения. Третья колонка — это все предметы, вытянутые в длину. Первая колонка — гусь-поросенок. Вторая — К. Психопатия. Третья — гусь-свинейный товарищ. Первая колонка — лопата, лошадь. Вторая — Э. Шизофрения — параноидная форма. Третья — начинается на букву L. Первая колонка — часы, велосипед. Вторая — М. Шизофрения. Третья — часы измеряют время, а когда едут на велосипеде, измеряют пространство. Конец таблицы седьмой — конец примечания диктора. Особенно отчетливо, бессодержательный, выхолоченный характер суждений больных определенной категории выступают при выполнении задания на составление пиктограммы. Так, один из больных рисует для запоминания слов «теплый ветер» два треугольника. Для запоминания выражения «веселый ужин» два кружка. Другой больной этой группы для запоминания слова «сомнение» изображает «сама», а для слова «разлука» — «лук». Для больных со снижением уровня обобщения задание составить пиктограмму представляет трудность в силу того, что они не могут отвлечься от отдельных конкретных значений слова. Это же задание позволило выявить и другую группу больных, которые выполняют его с большей легкостью, так как могут образовать любую связь безотносительно к содержанию поставленной перед ними задачи. Условность рисунка становится столь широкой и беспредметной, что она не отражает реального содержания слова. Больные могут, не задумываясь, предложить любую схему в качестве условного обозначения слова. Примечание диктором. Даны две таблицы. Таблица восьмая. Примеры выполнения пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. И таблица девятая. Выполнение задания. Составление пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. Итак, таблица восьмая. Примеры выполнения пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. Таблица состоит из трех колонок. Колонка первая. Слова, предложенные для запоминания. Колонка вторая. Больные. Колонка третья. Рисунки и объяснения. Первая колонка. Развитие. Вторая колонка. М. Шизофрения. Третья колонка. Две стрелки. Далее, соответственно, по колонкам. Развитие. От. Шизофрения. Веревка. Она может развиваться. Первая колонка. Разлука. Вторая. М. Шизофрения. Третья. Лук. Первая колонка. Сомнения. Вторая. Э. Шизофрения. Третья. Рыба. Сом. Первая колонка. Сомнения. Вторая. Сим. Шизофрения. Третья колонка. Ком. Глины. У Глинки есть романс. Сомнения. Пусть будет глина. Первая колонка. Девочки. Холодно. Вторая. Р. Шизофрения. Третья. Два квадрата. Два слова сказали. Первая колонка. Девочки. Холодно. Вторая. К. Шизофрения. Третья. Точки. Треугольники. Означает снег. Пусть треугольник будет девочкой. Первая колонка печаль, вторая К, шизофрения, третья печать, начинается на печь. Первая колонка печаль, вторая колонка Л, шизофрения, третья колонка печка, начинается на П. В таблице 8 приведены наиболее типичные образцы выполнения этого задания по типу бессодержательных формальных связей. Конец таблицы 8. Далее. Таблица 9. Пятое. Выполнение задания составление пиктограмм по типу формальных бессодержательных связей. Эта таблица состоит из четырех граф. Первая графа диагноз, вторая графа количество больных, третья графа общее количество выполненных рисунков и четвертая графа количество бессодержательных рисунков. Первая строка первая графа шизофрения, вторая графа 150, третья 1500 и четвертая 960, что соответствует 64%. Вторая строка первая графа эпилепсия, вторая графа 35, третья 350, четвертая 30 или 8,6%. Третья строка первая графа сосудистые заболевания головного мозга, вторая графа 105, третья 1050, четвертая 95 или 9,0%. Четвертая строка травмы, вторая графа 140, третья 1400, четвертая 80, 5,7%. Пятая строка первая графа олигофрения, вторая 10, третья 100, четвертая графа прочерки. Шестая строка первая графа прогрессивный паралич, вторая 15, третья 150, четвертая графа прочерки. Седьмая строка первая графа маниакально-депрессивный психоз, вторая графа 10, третья 100 и четвертая графа прочерки. Восьмая строка, первая графа, диагноз, психопатия Вторая графа, количество больных, 30 Третья графа, общее количество выполненных рисунков, 300 И четвертая графа, количество бессодержательных рисунков, 99 или 33% Девятая и последняя строка, первая графа, всего Вторая графа, 495, третья, 4950 Четвертая графа, 1264 или 25,4% Конец таблицы девятой Конец примечания диктора Таблица девятая показывает, что подобные выхолощенные связи возникают у больных шизофрении при выполнении пиктограмм, 64% Бессодержательный характер умственной деятельности больных обнаруживается и в ассоциативном эксперименте Так, эксперимент, проведенный с 5-10 больными шизофрении, показал, что адекватные ответы наблюдались в 30,4% случаев Всего было предъявлено 1050 слов Почти половину ответов, 45,8% составляли ответы типа эхолалии Колесо-колесница Ответы по созвучию, лечение, течение, топор, бор Ответы типа речевых штампов Пожар, шумел, пожар, московский Цель оправдывает средства Попадались и ответы типа экстрасигнальных Луна-яд Ответные реакции, обозначающие конкретную функцию предмета или его конкретные свойства, имели место лишь в 11,4% случаев Что же касается отказов от ответа, 12,4% То они были вызваны не затруднениями, как это имело место у больных первой подгруппы Снижение уровня обобщения А большей частью негативистическим отношением к заданию При обладании формальных случайных ассоциаций Уход от содержательной стороны задания создает основу для того бесплодного мудрствования Которое характеризует подобных больных и которое носит в клинике название резонерства Эта особенность мышления подобных больных часто обнаруживается уже при самом простом умственном действии Описании сюжетных картинок Больные не вникают в их конкретное содержание, а воспринимают их с точки зрения общих положений Так картинку, где изображена женщина, курющая дрова, один из таких больных описывает следующим образом Маленькая теорика о назначении жизненных условий Другой больной про эту же картинку говорит Здесь снято все для человека, это называется его жизненный путь Третий больной объясняет Это женщина и ее судьба Симптом выхваченного резонерства особенно отчетливо выступает при выполнении заданий, требующих словесных формулировок Например, при определении и сравнении понятий Таблица 10 и 11 Примечания эти даны таблицей 10 и таблицей 11 Таблица 10 Примеры определения понятий больными с искажением процесса обобщения Состоят из трех колонок Первая колонка – слова, предложенные для определения Вторая колонка – больные И третья – определение Первая колонка часы, вторая – О, шизофрения Третья – механический предмет, вид предметности или объект логики Первая колонка часы, вторая – А, шизофрения Третья – импульс или пульс жизнедеятельности всего человечества Первая колонка часы, вторая – З, шизофрения Третья – это измерительный по отношению к определенному свойству материи Как это в философии называется? Атрибут, что ли? Первая колонка шкаф, вторая. М. Шизофрения, третья. Это вещь, относящаяся к неживой природе. Она имеет прикладное значение для сохранения других материальных частиц. Первая колонка шкаф, вторая. А. Шизофрения, третий элемент жизненных условий. Первая колонка шкаф, вторая. Д. Шизофрения, третий предмет для обихода. Это скопление атомов. Седьмое. Первая колонка лошадь, вторая колонка А. Шизофрения, третья колонка существо, приближенное к взаимосвязи с людьми. Первая колонка лошадь, вторая К. Психопатия, третья колонка это одушевленный предмет, он и сейчас необходим, хотя технический прогресс его изживает. И последняя, первая колонка, слова, предложенные для определения. Лошадь, вторая колонка больные, К. Шизофрения, третья колонка определения, это одушевленный предмет, нет, лучше сказать, явление, помогающее человеку. Конец таблицы десятой. Далее таблица одиннадцатая. Примеры сравнения понятий больными с искажением процесса обобщения. Также состоит из трех колонок. Колонка первая, слова, предложенные для сравнения. Колонка вторая, больные. И колонка третья, высказывания больных. Первая колонка, дождь и снег. Вторая, А. Шизофрения, третья. Предметы влажности отличаются перемещением некоторых веществ в отношении окружности Земли. Первая колонка, обман и ошибка. Вторая, А. Шизофрения, третья. Соотношение пожизненности всего человечества, отброс частиц неживых веществ, а ошибки, нецелесообразность развития по отношению к жизни на Земле. 1. Обман и ошибка. 2. Шизофрения. 3. Обман – это безнравственное поведение, уродливость, касательно производства. Ошибка – это тоже уродливость, но позволительное. Еем нужно исправить, и тогда это не безнравственное отношение в жизни. 1. Саня и телега. 2. Больны. А. Шизофрения. 3. Изменение видимости. 1. Саня и телега. 2. Шизофрения. 3. Эти оба слова с точки зрения грамматики являются существительными, но саня в единственном числе не бывают, не говорят сань, а телега бывает и в единственном числе. 2. Конец таблицы 11. Конец примечания диктора. Еще резче этот симптом проявляется в обыденном объяснении пословиц. Больной Э. Более подробные данные о нем приведены ниже. Подобным образом определяет смысл пословицы «не все то золото, что блестит». Все же надо сказать, что блестит. Это пословица отдельная, вернее сказать, она скоро и живет в себя. Здесь происходит обесценивание золота как металла. Это с точки зрения философской. Сущность не в золоте. Возможно, что другой металл не столь презренный, как золото, блестит и приносит больше пользы человеку. Луч света, падая на стекло, блестит. Это тоже может принести пользу. Ну, там всякие радиолучи. Но, в общем, не надо смотреть на человека и на его дела с чисто внешней стороны. Несмотря на то, что больному доступна операция переноса, его высказывания лишь частично касаются определения метафорического смысла. В основном же больной резонерствуют по поводу обсуждаемого предмета. В данном случае по поводу так называемой ценности золота, по поводу социально-этической проблемы, связанной с золотом. Золото, презренный металл и так далее. Подобные резонерские высказывания обусловлены, очевидно, разными причинами. С одной стороны, слово выступает для больного в различных значениях. Отбора смысла адекватного для данной конкретной ситуации не происходит. С другой стороны, сама задача, поставленная перед больным, в данном случае отнесение фраз к пословицам, не направляет его мысль. Он исходит из более общих принципов. Описывая подобные нарушения мышления у больных в шизофрении, Басин употребляет для их обозначения образные выражения, так называемые смысловой опухоли. Павлов неоднократно отмечал, что пользование речью – это преимущество человека, но что оно вместе с тем таит в себе возможность отрывать действительности, ухода в бесплодную фантазию, если за словом не стоят ближайшие проводники действительности. Логика течения мыслей должна контролироваться практикой по образному выражению Павлова – госпожой действительностью. Из-за отсутствия проверки практикой мыслительная деятельность больных становится неадекватной, их суждения превращаются по выражению Павлова в умственную жвачку. Возможно, этим объясняется и тот парадоксальный факт, что у подобных больных речь не облегчает выполнение задания, а затрудняет его. Произносимые больными слова вызывают новые, часто случайные ассоциации, которые больными не оттормаживаются. Выполнив в реальном действии задание правильно, больные нелепо рассуждают по поводу него. Этот факт проявляется в эксперименте на отнесение фраз к пословицам и метафорам. Больные часто выбирают адекватную фразу, но при этом совершенно бессмысленно объясняют свой выбор и после объяснения аннулируют свое правильное выполнение. Таким образом, при выполнении экспериментальных заданий больные сближают любые отношения между предметами и явлениями, даже если они неадекватны конкретным жизненным фактам. Реальные же различия и сходства между предметами не принимаются больными во внимание, не служат контролем и проверкой их суждений и действий и заменяются чисто словесными формальными связями. Для иллюстрации высказанных нами положений приведем несколько выписок из истории болезни и протокольные данные больных, анализируемые подгруппы. Итак, больной П. Доктор Гоголева, 1927 года рожден. Диагноз – шизофрения. До 1951 года был практически здоров, рос и развивался нормально, в школе и в институте учился хорошо, в 1950-м окончил ГИТИС, вскоре дома начали рассказывать, что на работе его травят, за ним следят какие-то люди. Стал агрессивен, стационирован в больнице имени Гамушкина. Психический статус. При поступлении ориентирован. Вял. Нелепо жестикулирует, смеется. Иногда дурашлив, манерен, гримасничает. Временами возбужден, агрессивен, требует, чтобы его отличили от радиосети. Говорит, что голова его превращена в грандиозную приемно-передаточную станцию, что окружающие знают его мысли. Видят какие-то неясные сновидения на его. О своих переживаниях говорит крайне неохотно. Групп, злобин, напряжен. К своему состоянию относятся без критики. В опыте на классификацию предметов больной объединяет карточки следующим образом. Первое. Лыжник и свинья. Объясняет. Это означает противоположность зимы и лета. Зима это мальчик на лыжах, а свинья на зелени. Второе. Карандаш и козел. Обе картинки нарисованы карандашом. Третье. Самолет и дерево. Это небо и земля. Четвертое. Кошка, стол и слива. Кошка на столе и сливы тоже на столе. Пятое. Тетрадь, диван, книга. На диване можно заниматься. Шестое. Часы. Велосипед. Часы измеряют время. Когда едут на велосипеде, тоже измеряется пространство. Седьмое. Вилка, лопата, стол. Это все твердые предметы. Их нелегко сломать. Восьмое. Кастрюля, шкаф. Здесь есть отверстие. На вопрос экспериментатора. А может, можно по-другому разложить. Больной отвечает утвердительно. Разрушает прежние группы. Складывает в одну группу куст, кастрюлю, козла. Объясняет. Все начинается на букву кастрюлю. Не менее своеобразен и способ выполнения больным задания на исключение лишнего предмета. Так, рассматривая карточку, на которой нарисованы три вида часов и монеты, больной заявляет, здесь ничего неподходящего нет. Это нужно уточнить. Если взять первую карточку, то у всех меры делимости, у них так называемой неподходящести нет совсем. Каждый предмет служит для выполнения определенных функций. Если возьмем монету, то она служит мерой делимости. Это принятое в человеческом сознании единое соизмерение чего-либо. Монета определяет ценность человеческого труда. Часы определяют долготу. При необходимости выделить неподходящий предмет в группе, часы, весы, очки, термометр, больной заявляет, ведь с точки зрения философской, все приходящее. Часы указывают на ускорение времени, на то, что все течет, все в движении. Их надо выделить. При выполнении задания на определение понятия больной определяет слово «стол» следующим образом. Стол название непосредственно общежитейское. Предметы по отношению друг к другу будут считаться как бы мертвыми. По сравнению с природой можно сказать, что его делают из дерева, а дерево растет, оно существует в природе. Здесь оно погублено и несуществующее, стоящее неопределенным предметом. Оно имеет в виду и качество, и количество. Этим определением больной ограничивается, и помимо того, что в стол мертвый предмет, и рассуждений о загубленном дереве, он ничего не говорит по существу о предмете, который определяет. Ассоциативный эксперимент выявляет большое количество ответов штампов. Пожар. Шумел пожар московский. Обман. Презрение. Больной. Э. Доктор. Обруцкий. 1928 года рождения. Больной развивался здоровым ребенком, отличался замкнутостью, не участвовал в детских играх, был всегда капризным. В школу прошел с 8 лет, учился отлично. С 12-13-летнего возраста стал еще более замкнутым, не выносил общество людей. В годы войны жил в эвакуации в тяжелых бытовых условиях. По возвращении в Москву в 1945 году обратил на себя внимание родственников. Был очень замкнут, мучелив, пуглив, раздражителен. Поступил в железнодорожный техникум, но учиться не смог, несмотря на большие старания. Неврологическое состояние. Без отклонения от нормы. Психическое состояние. Больной правильно ориентирован в месте времени окружающей обстановки. Несколько развязан, самоуверен. Движения резкие, угловатые, порывистые. Во время беседы в лицо собеседника не смотрит. Легко вступает в конфликт. На все вопросы отвечает свободно, без задержки. Речь быстрая по темпу, правильно построена, богата оттенками, плавными переходами, хорошо модулирована. Мимика адекватна. Пребыванием в больнице не тяготится, а родных не вспоминает. Говорит, что не чувствует к ним привязанности. В отделении ничем не занят. В опыте на классификацию предметов больной начинает правильно сортировать предметы на основании адекватного признака. Люди, животные, растения. Но вдруг останавливается и заявляет. Но это я без аспекта. Это обывательское деление, слепое. А ведь это же разные существа со специфическими чертами. Надо под углом зрения актера смотреть по принципу киносъемки. Надо, чтобы они смотрели друг на друга. Медведь может увидеть букашку, слон, лошадь. Но рыба он не увидит, но зато рыба, выплывая, может его увидеть. Хотя, кажется, глаза у рыбы иначе устроены. Как это называется в зоологии? Больной рассуждает по поводу предметов с точки зрения так называемой фотосъемки. Экспериментатор просит найти другой принцип деления. Больной говорит, можно и так сделать. Подойти с точки зрения философской. С точки зрения превращения неживой материи в живую. Вещи – продукт человеческого труда. Люди, животные, растения – продукт природы. Или еще правильнее. Все в одну группу. Все поместить. Все это природа. В опыте на посредственное запоминание, составление пиктограмм, больной образует следующие связи. Для запоминания выражения «веселый праздник» рисует флаг. Для слова «развитие» две точки – большую и маленькую. Для выражения «тяжелая работа» рисует круг. Это полет в стратосферу. Трудное дело. Смелый поступок долго обсуждает. Что такое смелость? Это не одно и то же, что храбрость. Храбрые люди обдумывают свои поступки. А смелые больной думают и перестают выполнять задания. При предъявлении выражения «веселый ужин» больной говорит. Ужин – это поглощение неорганической материи органическим существом. Хотя и пища – органическая материя. Рисует кружки и стрелку. Кружки – это материя, а стрелка – это переход одного вида материи в другую. Больной прерывает свои рассуждения. Но если подойти с точки зрения актерской, надо вкусный ужин лишь символически изобразить. Для запоминания слов «теплый ветер» больной рисует два четырехугольника и треугольника. Объясняю. Это два понятия. Прилагательное и существительное. Конечно, с точки зрения режиссерской, тут надо было бы другое изобразить, но ведь я не могу этого сделать. В опыте на объяснение смысла пословиц больной легко и правильно справляется с заданием. Приводят правильные примеры, но в варианте этого эксперимента, где ему приходится подбирать фразы к пословицам, допускает ошибки. Так, к пословице «не все то золото, что блестит», смысл которой больной правильно объясняет, он относит фразу «золото тяжелее железа», объясняя. По принципу отрицания. В пословице отрицается ценность другого блестящего металла. Во второй фразе отрицается сравнение тяжести золота и железа. Ассоциативный эксперимент обнаруживает сочетание адекватных ответных реакций с ответами типа привычных речевых саблонов. Падение с пьедестала. Луна. Как это глупая луна? Приведенные экспериментальные данные показывают, что в мышлении больных, описываемые подгруппой, доминируют словесно-логические связи, которые не контролируются непосредственно данными, конкретными отношениями и недостаточно опираются на чувственные представления. Больные могут усвоить задания, требовавшие обобщения. Они были в состоянии выделить общий признак, отвлечься от конкретных значений слов. Но тот временный отлет от конкретных значений, который присущ всякому обобщению, приобретал у них утрированный, подчас гротескный характер. Не только отдельные детали, но и более существенные отношения отступают на задний план. Все многообразные, конкретные, полнокровные связи не учитываются. Мышление больного недостаточно адекватно отражает конкретное содержание вещей и явлений. О нарушении мышления у больных в шизофрении писал Выгодский, библиография 51. На основании приведенных им экспериментальных исследований он высказал предположение, что у них наблюдается распад функций образования понятий. Последние снижаются до уровня комплексов, то есть конкретных смысла образований. И что в основе этого лежит изменение значения слов. Соглашаясь с Выгодским в том, что у больных в шизофрении часто может обнаруживаться изменение значения слов, мы хотим развить это положение, поскольку в этих случаях речь идет о снижении понятий до уровня комплексов. Ведь комплекс в понимании Выгодского означает обобщение явлений на основании конкретных связей, конкретных представлений. Но, как показали наши эксперименты, это имеет место лишь у весьма ограниченной части шизофреников. В большинстве случаев нарушение процесса обобщения происходит не потому, что больные оперируют конкретными связями, а наоборот потому, что в их мышлении доминируют, как мы говорили, выше связи неадекватные конкретным отношениям. В наших работах, в библиографии 62, в работе Беренбаум, библиография 34, указывается, что нарушение понятия больных шизофрении носит своеобразный характер. Даже в тех случаях, когда их суждения конкретны, они не только отражают конкретные отношения между явлениями или предметами, а скорее означают сближение, сгущение отдельных случайных сторон предметов и явлений. Мы тогда обозначили этот факт как лоббильность, недифференцированность структуры слова. Это сближение происходит не только из-за нарушения понятий, но и потому, что у больных утрачивается направленность на объективное содержание задания, потому что они часто выполняют поставленную перед ними задачу, не только экспериментальную, но и жизненную, исходя из особых установок, часто неадекватных в отношении данной ситуации. Иными словами, резонерские суждения больного определяются не столько нарушением его понятий, сколько стремлением подвести любое незначительное явление под определенную концепцию. Мы описали этот феномен в пятой главе. Здесь подчеркнем, что мы склонны обозначить это нарушение не как распор понятия, а как искажение процесса обобщения. Резюмируя, можно сказать, что единый процесс отражения искажается как бы с двух сторон. Если содержание ассоциаций больных первой подгруппы, снижение уровня обобщения, не выходит за пределы частных единичных связей, если полученные или непосредственные впечатления не синтезируются, и связи словесно-логические не имеют доминирующего значения, то у больных второй подгруппы искажение процесса обобщения происходит обратное. Связи словесно-логические мало опираются на конкретные свойства и признаки предметов и явлений. Если для мышления первой группы больных характерным является узкий круг связей, бедность ассоциаций, то для мышления данных больных характерно возникновение очень большого числа ассоциаций, но ассоциаций не направленных, случайных, а главное, отражающих лишь чрезвычайно общей связи. И в том и в другом вариантах нарушения процессов обобщения слово не является инструментом обобщения. Если в первом случае речь больных отражает лишь несущественные детали, то во втором случае она доходит до уровня бессодержательной абстракции. Параграф 2. Нарушение личностного компонента мышления. В клинике психических заболеваний наблюдаются нарушения мышления, обусловленные нарушениями личности. К ним можно отнести разноклановость мышления, нарушение критичности и саморегуляции. Мышление является сложной саморегулирующей формой деятельности. Оно определяется целью поставленной задачи. Существенным этапом мыслительной деятельности является сличение получаемых результатов с условиями задачи и предполагаемыми итогами. Для того, чтобы этот акт сличения выполнялся, человеческая мысль должна быть активной и направленной на объективную реальность. Утеря целенаправленности мышления приводит не только к поверхностности и незавершенности суждений, но и к тому, что мышление перестает быть регулятором действий человека. Однако положение о том, что мышление является регулятором действий, не следует понимать так, будто мышление следует рассматривать как источник, как движущую силу поведения. Фридрих Энгельс писал, «Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей, которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются, и этим путем с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое владело умами, в особенности со временем гибели античного мира». Кавычки закрыты. Библиография первая, том 20, страница 493. Следовательно, источником человеческого действия являются осознанные потребности, возникшие в результате общественно-трудовой деятельности человека. Потребность, осознанная человеком, выступает для него в виде конкретных жизненных целей и задач. Реальная деятельность человека, направленная на достижение этих целей и разрешение данных задач, регулируется и корригируется мышлением. Мысль, пробужденная потребностью, становится регулятором действия. Для того, чтобы мышление могло регулировать поведение, оно должно быть целенаправленным, критичным, личностно мотивированным. Не существует мышление, оторванного от потребностей мотивов стремлений, установок чувств человека, то есть от личности в целом. Об этом писал Рубинштейн в своей книге «О мышлении и путях его исследования». Кавычки. Вопрос о мотивах, о побуждениях анализа и синтеза мышления вообще, это по существу вопрос об истоках, в которых берет свое начало тот или иной мыслительный процесс. Кавычки закрыты. Библиография 159, страница 87. Выгодский постоянно подчеркивал, что мысль – не последняя инстанция, что сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. При построении своей теории поэтапного формирования умственных действий, Гальперин, библиография 54, указывает на необходимость, прежде всего, формирования мотива к действию. За последние годы наметился подход к мышлению как к деятельности управления поиском решения задач. Хотя этот аспект, продиктованный кибернетическими исследованиями, безусловно, оказался плодотворным для психологии мышления, он вместе с тем вызвал у ряда исследователей односторонний подход в анализе процесса мышления. Мышление стало рассматриваться как аналог работы электронно-вычислительных машин. Оно стало сводиться к элементарным информационным процессам – к манипуляции символами. Тихомиров правильно отмечает, что распространение кибернетики привело концентрации внимания на схеме любой деятельности, а проблема специфических человеческих особенностей деятельности отодвигается на второй план. Библиография 185, страница 31. Между тем, говоря о так называемой «пристрастной природе человеческой деятельности», Алексей Николаевич Леонтьев пишет, что личностный смысл выражает именно его, субъекты, отношение к осознаваемым объективным явлениям. Библиография 110, страница 281. Естественно, что измененный личностный смысл должен сыграть существенную роль в строении и протекании мыслительной деятельности. Связь нарушения мышления с изменением мотивационной сферы наблюдается при разных формах душевных болезней. Уже при анализе того вида патологии мышления, который мы называли «искажением уровня обобщения», можно по существу говорить о нарушении мотивационного компонента мышления. Как отмечалось, больные, у которых выступило подобное нарушение, опирались в своих суждениях на признаки и свойства, не отражавшие реальные отношения между объектами. Особенно четко такие нарушения выявились при некоторых экспериментальных пробах, требовавших выделения и отбора признаков, на основе которых возможен синтез и обобщение, например, при разных вариантах классификации объектов. Мы приводили способы классификации объектов подобными больными, когда ложка могла быть объединена с автомобилем по принципу движения. Шкаф объединялся с кастрюлей, потому что у обоих есть отверстия. Нелодко предметы объединялись на основании их окраски, расположения в пространстве или стиля рисунка. Подобная повышенная и облегченная актуализация формальных ассоциаций, неадекватных сближений была выявлена и другими исследователями. Так Поляков, библиография 150-я, и Мелешко, 134-я, приводят пример, когда больной видит сходство между карандашом и ботинком в том, что оба оставляют след. Описывая подобные явления, они объясняют их тем, что случайные, маловероятные связи актуализируются у больных с такой же частотой, как и упроченные. Это положение правильно. Следует, однако, разобраться в том, что представляют собой в психологическом отношении понятия существенные, упроченные, значимые или, наоборот, случайные признаки или свойства предметов. Знай, чем он существенным является для человека то, что приобрело смысл в его жизнедеятельности. Нечастота появления того или иного признака или свойства предмета делает его значительным или существенным, а та осмысленность – та роль, которую этот признак сыграл в жизни человека. Существенность признака и свойства, значимость самого предмета или явления, зависит от того, какой смысл они приобрели для него. Явления, предметы, события могут в разных жизненных условиях приобретать разный смысл, хотя знания о них остаются те же. Леонтьев прямо указывает, что явления меняются со стороны смысла для личности. Вместе с тем, значение вещей, совокупность наших знаний о них остаются устойчивыми. Несмотря на то, что личностная направленность и содержание мотивов могут оказаться различными, основная практическая деятельность формирует устойчивость предметного значения вещей. Наше восприятие мира всегда включает в себя и смысловое отношение к нему, его предметно-объективное значение. При известных обстоятельствах превалирует у одна, у другая сторона, но обе они слиты в гармоническом единстве. Конечно, изменения эмоций, сильные эффекты могут и здорового человека привести к тому, что предметы и их свойства начнут выступать в каком-то измененном значении. Однако в экспериментальной ситуации, как бы она ни была значима для больного, объекты выступают в своей однозначной характеристике. Посуда всегда выступает как посуда, а мебель как мебель. При всех индивидуальных различиях, разнице в образовании, при всей разнородности мотивов, интересов, здоровый человек при необходимости классифицировать объекты не подходит к ложке как движущемуся предмету. Операция классификации может проводиться в более или менее обобщенном плане, но предметное значение объекта, с которым человек совершает ту или иную операцию, остается устойчивым. Поэтому признаки, на основании которых проводятся операции классификации, актуализирующиеся при этом свойства предметов, носят в известном мире характер стандартности и банальности. У ряда больных шизофрении эта устойчивость объективного значения вещей нарушилась. Конечно, и у них вырабатывались общие по сравнению с нормой знания о вещах и явлениях. Они едят ложкой, в качестве средства передвижения используют троллейбус. Применительно к выполняемой интеллектуальной задачи, к классификации предметов эти же больные могли отнести ложку к категории посуды или шкаф к категории мебели. Но одновременно с этим ложка могла выступить и как объект движения. На виду с актуализацией обычных обусловленных всей прошлой жизнью свойств признаков, отношений между предметами и явлениями, могли оживляться и неадекватные с точки зрения нормальных представлений о мире, связи и отношения, которые приобретали смысл, лишь благодаря измененным установкам и мотивам больных. То единство, в которое включалось значение предмета и смысловое отношение к нему, терялось благодаря изменению в сфере мотивов и установок. Особенно ярко выступало нарушение личностного компонента в том виде нарушения мышления, которое мы охарактеризовали как разноплановость мышления. Разноплановость мышления. Нарушение мышления, обозначенное как разноплановость, заключается в том, что суждение больных о каком-нибудь явлении протекает в разных плоскостях. Больные могут правильно усваивать инструкции. Они могут обобщить предлагаемый им материал. Актуализируемые ими знания предметов могут быть адекватными. Они сравнивают объекты на основании существенных, упроченных в прошлом опыте свойств предмета. Вместе с тем больные не выполняют задания в требуемом направлении. Их суждения протекают в разных руслах. Речь идет не о том всестороннем свойственном мышлению, здорового человека подходе к явлению, при котором действия и суждения остаются обусловленными целью, условиями задания, установками личности. Речь идет также не о тех колебаниях уровней содержания суждений, возникающих как результат измененной динамики мышления. Как мы и говорили выше, при непоследовательности суждений больные на какой-то отрезок времени лишаются возможности правильно и адекватно рассуждать. Однако это не представляет собой утерю целенаправленности мыслительной деятельности как таковой. Действия больного адекватны цели и условиям, поставленным экспериментатором. Например, больной оставляет обобщенный способ решения и начинает объединять объекты на основании конкретного признака. Но его действия проводятся в плане классификации. Он объединяет предметы на основании свойств, признаков самих предметов. При разноплановости мышления сама основа классификации не носит единого характера. Больные объединяют объекты в течение выполнения одного и того же задания то на основании свойств самих предметов, то на основании личных вкусов, установок. Процесс классификации протекает у больных в разных руслах. Приводим для иллюстрации некоторые примеры больного ГЭА. Шизофрения – параноидная форма. Примечание диктора. Далее следует таблица 12. Выполнение задания. Классификация предметов. Больной ГЭ с разноплановостью мышления. Таблица состоит из двух колонок. Левая колонка – предметы, объединенные больным в группы. Правая колонка – объяснение больного. Левая колонка – слон, лошадь, медведь, бабочка, жук и другие животные. Правая колонка – животные. Левая колонка – самолет, бабочка. Правая колонка – группа летающих. Бабочка изъята больным из группы животных. Левая колонка – лопата, кровать, ложка, автомобиль, самолет, корабль. Правая. Железные. Предметы, свидетельствующие о силе ума человеческого. Самолет изъят из группы летающих. Левая колонка – цветок, кастрюля, кровать, уборщица, пила, вишня. Правая колонка – предметы, окрашенные в красные и синие цвета. Левая колонка – слон, лыжник. Правая. Предмет для зрелищ. Людям свойственно желать хлеба и зрелищ. Об этом знали древние римляне. Левая. Шкаф, стол, этажерка, уборщица, лопата. Правая. Мебель. Это группа выметающих плохое из жизни. Лопата – эмблема труда, труд, несовместим с жульничеством. Левая колонка – цветок, кусты, деревья, овощи и фрукты. Правая – растение. Левая колонка – стакан, чашка, кастрюля. Правая колонка – посуда. Конец таблицы 12-й и конец примечания диктора. Из приведенной таблицы видно, что больной Г выделяет группы то на основании обобщенного признака – животные, посуды, мебель, то на основании материала – железные, цвета. Картинки окрашены в красный, синий цвета. Другие предметы объединяются на основании моральных и общетеоретических представлений больного. Группа выметающих плохое из жизни. Группа, свидетельствующая о силе ума человеческого и тому подобное. Некоторые больные руководствуются при выполнении задания личными вкусами, обрывками воспоминаний. Так, больной С – параноидная форма шизофрении, выполняя задания на классификацию предметов, пытается образовать группы животных, растений, но тут же добавляет. Но если подходить с точки зрения моего личного вкуса, то я не люблю грибы, а выброшу эту карточку. Когда-то отравился грибами. А вот это платье мне тоже не нравится, оно не изящное. Я их положу в сторонку. А вот моряк мне нравится, и спорт я признаю. Объединяет моряка и лыжника в одну группу. Таким образом, больной теряет цель задания не потому, что он истощился, а потому, что выполняет классификацию, исходя то из личного вкуса, то кладя в основу воспоминания о том, что он отравился грибами. Другой больной К – шизофрения, описанный нами совместно с Гальпериным, при классификации предметов не соглашается отнести собаку в группу выделенных им домашних животных. Я не стану есть собачину. Направленность на объективное содержание действия утрачивается, наряду с адекватными суждениями выступает разноплановый характер мышления. Подобная разноплановость была обнаружена нами при выполнении задания, исключении предметов. Приводим для иллюстрации некоторые примеры из эксперимента больной шизофрении. Простая форма в таблице 13. Примечание диктора. Далее следует таблица 13. Выполнение задания, исключение предметов, больной Г с разноплановостью мышления. Таблица состоит из двух колонок. Колонка левая, предъявление картинки. Колонка правая, высказывание больной. Левая колонка, лампа керосиновая, свеча, электрическая лампочка, солнце. Правая колонка, надо выделить солнце, это естественное светило, остальное искусственное освещение. Левая, весы, термометр, часы, очки. Правая, очки. Отделю. Не люблю очков, люблю пенсны. Почему их не носят? Чехов ведь носил. Левая колонка, барабан, фуражка, зонтик. Правая. Зонтик не нужен, сейчас носит плащи. Зонтик это устаревший атрибут. Я за модернизм. Конец таблицы 13. Конец примечания диктора. Как видно из таблицы 13, больная способна выполнить задания на обобщенном уровне. Она исключает солнце, как естественное светило, но тут же выделяет очки на основании личного вкуса. Она не любит их, не потому что они не являются измерительным прибором. На таком же основании она выделяет и зонтик. В результате одновременного сосуществования переплетение всех этих разных аспектов, различных подходов к заданию, суждения, определения и вывода больных не представляют собой планомерного, целенаправленного выполнения заданий. В мыслительной деятельности больных переплетаются логические суждения, обрывки представлений, элементы воспоминаний, желаний. Аналогичное нарушение мышления отмечала и Беренбаум, библиография 34, при исследовании больных шизофрении. Она указывала, что у больных мышление течет как бы по различным руслам одновременно, определяя этот симптом как минование сущности. Беренбаум отмечала, что больные часто подменяли выполнение задания выявлением субъективного отношения к нему. Устное сообщение. При выполнении любого самого простого задания больные подходили не с позиций обусловленных конкретной ситуации эксперимента, а руководствовались измененным отношением, измененными жизненными установками. При этом могло и не быть непосредственного привнесения содержания психопатологического симптома в экспериментальную ситуацию. Например, больной не вклетал элементы бреда о выполнении задания. Однако наряду с адекватными ассоциациями оживлялись связи, имеющие какое-то отношение к болезненным установкам больного, выступающие в данной конкретной ситуации как причудливые. Предметное значение вещей становится в одной и той же смысловой ситуации неустойчивым, подчас противоречивым. В тесной связи с подобной разноплановостью находится и символика мышления некоторых больных шизофренией. Именно из-за разноплановости мышления и эмоциональной насыщенности обыденные предметы начинали выступать у них в виде так называемых символов. Подобное неадекватное увязывание не стоящих в связи друг с другом вещей представлений выступает потому, что для больного становится возможным рассмотрение самых обыденных вещей в неадекватных ситуациях и аспектах. Приведенные данные находятся в соответствии со многими клиническими данными. Анализ истории болезни этих больных, наблюдение за их поведением в жизни и больнице, выявили неадекватность их жизненных установок, парадоксальность их мотивов и эмоциональных реакций. Поведение больных отклонялось от обычных нормативов. Прежние интересы, взгляды больных отступают на задний план перед неадекватными болезненными установками. Больной мог не заботиться о своих близких, но он проявлял повышенную озабоченность по поводу так называемого пищевого рациона своей кошки. Другой больной мог оставить свою профессию и, обрекая семью на лишение, занимался тем, что целыми днями расставлял вещи перед фотообъективом, так как, по его мнению, введение в различных ракурсах приводит к расширению умственного кругозора. Парадоксальность установок этих больных, смысловая смещенность, приводили к глубокому изменению структуры любой деятельности, как практической, так и умственной. В качестве существенного выступало то, что соответствовало измененным парадоксальным установкам больного. При выполнении экспериментальных заданий, требовавших сравнения и отбора признаков, подобная смысловая смещенность приводила к оперированию неадекватными. Если больной, который видел смысл жизни в расстановке предметов перед фотообъективом, классифицировал предметы на основании их расположения на картинках, то выбор такого принципа являлся для него осмысленным. В тех случаях, когда больной захвачен бредовыми переживаниями, называемая разноплановость мышления выступает отчетливо и в клинической беседе. В ситуации, аффективно ненасыщенной, разноплановость мышления может выступить лишь в родиментарной форме. Однако, как мы видели выше, она может отчетливо выявиться в экспериментальной ситуации. В этих случаях смысловая смещенность приводит к актуализации незначимых, латентных свойств, сосуществующих с адекватными. Мышление лишается целенаправленности. В своем докладе на 18-м международном конгрессе психологов в Москве на 1966 году «Потребности, мотивы сознания» Леонтьев говорил о том, что усвоенные человеком значения могут быть более узкими, более широкими, менее адекватными или более адекватными, но они всегда сохраняют свой объективированный, как бы над-личный характер. Библиография 111, страница 9. Очевидно, у описываемых нами больных этот, так называемый, над-личный характер в значении теряется. Так называемое резонерство. Еще более четко выступает роль измененного личностного отношения в структуре того вида патологии мышления, которое обозначается в психиатрической клинике как резонерство. Это расстройство мышления определяется клиницистами как склонность к бесплодному нудрствованию, как тенденция к непродуктивным многоречивым рассуждениям. Иначе говоря, резонерство выступает для психиатров как само нарушение мышления. В действительности же это лишь феноменологическое описание. Наши исследования показали, что механизмом так называемого резонерства являются не столько нарушения интеллектуальных операций, сколько повышенная аффективность, неадекватные отношения, стремление подвести любое, даже незначительное явление под какую-то концепцию. Нередко неадекватные суждения отмечаются даже у больных, у которых вообще эксперимент не выявляет нарушений познавательных процессов. Так больной психопатией, который в опыте на пиктограмму подбирает адекватные связи для запоминания слова «развитие», рисует двух людей, расходящихся в разные стороны, объясняя. Это разлука. Разлука приводит к усовершенствованию. Ведь разлука – это печаль, а чувство печали облагораживает человека, снимает мещанскую шелуху самодовольства. Другая больная, при предъявлении пословицы «несет то золото, что блестит», говорит, это значит, что надо обращать внимание не на внешность, а на внутреннее содержание. И тут же добавляет, но все же я должна сказать, что с точки зрения диалектики это не совсем правильно. Ведь существует же единство формы и содержания. Значит, надо обратить внимание и на внешность. Психологическая характеристика симптома резонерства была предметом специального исследования Тепеницыной. Библиография 183. Как показали результаты ее исследования, неадекватность, резонерство больных, их многоречивость выступали в тех случаях, когда имела место эффективная захваченность, чрезмерное сужение круга смыслообразующих мотивов, повышенная тенденция к так называемым оценочным суждениям. Тепеницына пишет, что резонерство выражается в претенциозно-оценочной позиции больного и склонности к большому обобщению по отношению к мелкому объекту суждения. Библиография 183, страница 72. Для иллюстрации приводим данные истории болезни и протоколов больной. В.П. Итак, больная В.П. 1940 года рождения. Образование среднее. Диагноз. Шизофрения. Параноидная форма. Раннее развитие больной протекало без особенностей. В школу пошла с 7 лет, училась хорошо, росла упрямой, резкой девочкой, была заводилась среди детей, стремилась во всем быть первой. После окончания школы поступила в торговый техникум, который успешно окончила. В 1959-60 годах стала чрезмерно деятельной. Настроение было всегда восторженное, легко ознакомилась с людьми. В 1961-м поступила в ВУЗ, много занималась. Впервые появилась несвойственная ранее больной подозрительность. Стала злобной, грубой. Начала подозревать своего мужа в так называемых плохих поступках. Привела его в милицию. Там была осмотрена психиатром и стационирована в психиатрическую больницу. При поступлении в больницу была малодоступной, злобной, возбужденной. Читала, что так называемые враги в сговоре с мужем, связанной с враждебными людьми. В больнице пробыла 24 дня. Лечилась аминозином и инсулином. Выписана в хорошем состоянии. Дома чувствовала себя хорошо, успешно сдала зачеты. Вскоре состояние опять ухудшилось. Нарушился сон. Опять появилась подозрительность. Выгоняла мужа из дома. Появилась страх. В ноябре 1963 года была стационирована повторно. При поступлении манерно, дурашливо, на лице неадекватная улыбка. Заявила, что слышит голоса из космоса. Испытывает на себе посторонние воздействия. Кто-то действует на ее мысли. Ощущает, что в разных частях тела что-то дергается. Временами возбуждена. Стремится куда-то бежать. То плачет, то смеется. Проявляет агрессию по отношению к больным. В период лечения стеллозином состояние улучшилось. Стало спокойнее, правильнее себя вести. Со стороны внутренних органов и центральной нервной системы патологии не выявлено. Данные общего экспериментально-психологического исследования. Данные Тепеницыны. Во время исследования настроение больное приподнятое. Довольно. В том высказывании поэрильно восторженный. Много и беспричинно смеется. Манерно, многоречиво. Обнаружила хорошую память. Из десяти слов сразу же воспроизводила десять. Почти в том же порядке могла дословно повторить сложные тексты. Приводим в качестве иллюстрации протоколы выполнения больной экспериментальных заданий. При выполнении классификации особенно отчетливо выступает склонность к претенциозным высказываниям. Так, объединяя в группу предметы, пилу, стакан, бутылку, куртку, больная объясняет предметы домашнего обихода и инструменты. Петуха, моряка, женщину. Петух гордый, моряк стройный, а женщина красивая. Дерево, жука. Дерево нужно к жуку, потому что никто не знает, откуда произошли деревья. И никто не знает, откуда произошли жуки. Велосипед, кровать, стол. Техника. Так как там затрачен труд, такой же, как для того, чтобы сделать велосипед. Стол сюда же, тоже затрачен конкретный труд. Птицу и собаку. Птичка и собачка к животным, они дышат. Можно сюда и на река, и женщину, потому что они произошли от обезьяны. Стакан, петух. Перекладывая картины из первой группы. Общее, это жизнь. Потому что если бы не было петуха, не было бы и курицы. Если бы не было курицы, не было бы и яйца. Выйдуть яйцо, будет скорлупа, будет стакан, в него можно налить. Часы и пароход. Это тоже техника, во-первых. Во-вторых, пароход работает по московскому времени. В московское время работает по Олну, по Архимеду, по Плутарху. Этот корабль не утонет, если будет работать по часам. Попытки экспериментатора вмешаться, помочь больной, направить работу по нужному руслу, ни к чему не приводят. Классификация предметов остается незавершенной. Аналогичные результаты выявляются при определении слов «дружба». Больная определяет. Дружба – это такое чувство. Это большое, большое чувство, которое толкает людей на хорошие поступки. Это люди оказывают друг другу помощь в трудную минуту. Это даже чувство любви в какой-то степени. Дружить можно не только. Дружба может быть не только среди людей. Дружба бывает и среди животных. Дружба – это хорошо. Дружба – это хорошее чувство, которое испытывают люди и животные, которые позволяют людям делать друг другу хорошее. Голова. Голова – это та часть тела, без которой жить невозможно. Невозможно. Это, как говорит Майковский, мозг класса, сила класса. В голове расположен мозг, мозг тела, сила тела. Вот что такое голова. Без руки жить можно, без ноги можно, но без головы не рекомендуется. Приводим примеры сравнения понятий. Больная должна сравнить понятия часы и термометр. Она отвечает – это жизнь. Градусник – это жизнь. И часы – это жизнь. Ибо градусник нужен, чтобы измерять температуру людей. А время измеряют часы. Не было бы жизни, если не было бы часов и не было бы градусника, а не было бы градусника, больным бы не мерили температуру и не мерили бы температуру воздуха. Не мерили бы температуру воздуха. Не могли бы предсказывать погоду. Прогноза не могло быть. А если бы не было часов, то люди были бы как стадо. Они не всегда выходили бы на работу только по солнцу, а солнце не всегда видно. Зимой его нет. Птица и самолет. Сходство, крылья, потому что рожденный ползать, летать не может. Человек тоже летает, у него есть крылья, у петуха тоже есть крылья, но он не летает, он дышит. Рожденный ползать, летать не может. Типи Ниццина в библиографии 183 отмечают, что аффективность проявляется и в самой форме высказывания, многозначительная, с неуместным пафосом. Иногда только одна интонация испытуемого позволяет расценить высказывание как резонерское. Так, суждения, звучащие в громкой речи, как типично резонерские, при письменной записи вместе с потерей интонации теряют и свой резонерский оттенок. Грамматический строй речи этой категории больных отражает эмоциональные особенности резонерства. Своеобразен синтаксис, своеобразна лексика резонерских высказываний. Больные часто используют инверсии, вводные слова. Разноплановость и резонерство больных находят свое выражение и в речи, которое приобретает по выражению клиницистов характер разорванности. По существу же это тоже симптом нарушения речи как функции общения. Приведем пример речи больного ЧЕ. «Куда или нет?» «Вот вы мне говорите, экспериментатор, зубы растут, больной. Зубы есть, но не могу с вами играть, экспериментатор. Зубами, больной. Нет, вы не смейтесь, ваше величество. Вот я продал флаг, потом продам орудие и на оружиях этих. Далее неразборчиво и тихо, экспериментатор. Что я не расслышал, больной? Ничего больше. А свет есть свет. Ну, что ли, тьма?» «Да. Значит, вы хотите знать, что дальше нас нельзя найти, экспериментатор. Почему? Вот, к примеру, человек зависит от человечества. В общем, так, пускай спит человечество, он говорит только с ним. «У моего отца есть, а вот этого нет, экспериментатор. Ну, чего, больной? Ну, чего обещались? Ну, все-таки просто народы до народности было, экспериментатор. До народности было, больной?» «Вы, ваше величество, не смотрите, только не указывая. Так, красное, бледное, белое. Все это не... Далее неразборчиво. Экспериментатор. Не понимаю, что вы говорите, больной. А вот не продаете. Вы скажете, как я думаю? Вот-вот, ну, жандарм. Вам психология надобна? Экспериментатор. «Разве я жандарм, больной? То есть в каком смысле? Что его съедят? Ну, нехорошо, с отрицательной осадкой. Посмотрите на них, кто такая?» «Далее неразборчиво. Вы хотели меня обидеть, и я бы мог, но деньги мои тают. Экспериментатор. Это метафора, больной? Да это не важно. Пропуск. «Вы сегодня не выходите из кабинета, а в кабинет никого не пускаете. Там я, всегда готов. Экспериментатор. К чему готов? Больной? Да это не важно. Сына народного. Далее неразборчиво. Экспериментатор. Что же важно, я не понимаю. Больной? Да я сам тоже не знаю. Смеется. Дайте я покурю. А вы больше не толкаете меня сюда. Экспериментатор. Вы сами пришли. Больной. Я человек был честный. Я хотел на кухню смотреть. У меня есть часы, на которых есть проверенные. А вот у меня братишка, простой мастеровой. И если бы каждый вот так думал за себя, все бы дали неразборчиво. Экспериментатор. Вы отдадите мне часы? Больной. Часы я только что скушал. Но если я так буду кушать, то и вообще. Далее говорит неразборчиво. Экспериментатор. То что? Больной. У меня нет нуля, и это мне нехорошо. Я экономлю. Все человечество экономит, а я хочу сделать его честь. Экспериментатор. Зачем? Больной. Вы, папа, не смейтесь. Я так просто говорю. Экспериментатор. А зачем? С какой целью? Больной. Папа, покушай вот эту вещь. Даю пипельницу. Экспериментатор. А разве она съедобна? Больной. А сколько раз тебя сломали? Сломали. Посмотри, папа, сломана. Экспериментатор. Она же несъедобна. Больной. Да, она-то несъедобна. Экспериментатор. Значит, ее нельзя есть. Больной. Если он возьмет его, купите. А сами? Он продаст его. Не пейте. Показывает на графин с водой. Нередко подобные больные говорят независимое присутствие собеседника. Симптом монолога. Приведем пример монологической речи больного Н. В шизофрении состояние дефекта. При внешнеупорядоченном поведении и правильной ориентировке в обстановке, монотонным, спокойным голосом больной часами произносит монология, не проявляя при этом никакой заинтересованности во внимании собеседников. Почему? Я вот почему. Мне, конечно, никто не сказал об этом. И где я не вычитал это, это и нигде не показано. Я думаю, и твердо, конечно, знаю, что это материя движения. Весь земной шар. Да, я думаю. Долго я думала об этом деле. Но вижу, что значит это. Живая материя. Она, находясь... Вот, значит, живая материя. Вот я думаю, что потом я думаю. Раньше я учился. Сколько я не учился. Все же учился. Воздух не живой. Ну, кислород, водород, все это мертвые вещества. А мне теперь представляется, что вся населяющая, окружающая атмосфера зелень окутывает, ну, живое существо. Совершенно живое существо. Совершенно живое. Вот. И оно состоит, цветя. Его представляю, как этот дым. Только не сразу, как он появляется. Вот как уже разошелся. Чуть-чуть заметный. Состоит из таких мельчайших существ. Просто трудно различить. Вот и они имеют страшную силу, конечно. Они вселятся куда хотите. Через споры любого вещества. Вот. Все это двигает в то же время. Вот я считаю, что и зарождалось то, почему женщины, вот эта материя, по-моему, весь род на земле происходит. Анализ приведенных образцов, так называемой разорванной речи, приводит к следующим выводам. Во-первых, в довольно длительных высказываниях больных нет никакого рассуждения. Больные произносят ряд фраз, но не сообщают в них никакой содержательной мысли, не устанавливают никаких, хотя бы ложных связей между предметами и явлениями. Во внешней форме первый отрывок напоминает разговор двух людей. В некоторых ответах больного даже содержится какой-то отклик на вопрос экспериментатора. По существу уже представленные даже в диалогической форме речь больного, не служат функции общения. Больной ничего не сообщает экспериментатору, ни о чем не пытается у него узнать. Называя экспериментатора то жандармом, то папой, больной не обнаруживает намека на соответствующее этому отношение к нему. Попытка экспериментатора направить речь больного на какую-нибудь тему не удается. Если больной и реагирует на вопрос экспериментатора, то только как на раздражитель, который дает начало новому непонятному потоку слов. Как подчеркивает Артемов, направленность на содержание является одной из характерных особенностей восприятия речи. У наших больных эта особенность утеряна. Во-вторых, в речи больных нельзя обнаружить определенного объекта мысли. Так больной называет ряд предметов – воздух, материю, художника, происхождение человека, красные кровяные шарики, но в его высказывании нет смыслового объекта, нет логического подлежащего. Приведенные отрывки нельзя изложить другими словами. В-третьих, больные не заинтересованы во внимании собеседника. Они не выражают в своей речи никакого отношения к другим людям. Разорванная речь этих больных лишена основных характерных для человеческой речи признаков. Она не является ни орудием мысли, ни средством общения с другими людьми. Эта особенность речи больных, отсутствие функции общения в сочетании с ее другую особенностью, с ее непонятностью для окружающих, делает ее схожей с так называемой эгоцентрической речью ребенка. Параграф третий. Нарушение динамики мыслительной деятельности. Признание рефлекторной природы мышления означает признание его как процесса. Об этом писал еще Сеченов, указывая, что мысль имеет определенное начало, течение и конец. Мы не можем в достаточной мере проанализировать внутренние закономерности мышления, исследовать структуру мыслительных операций, с помощью которых происходит отражение объективных свойств предмета, если не проанализируем процессуальную сторону мыслительной деятельности. Использование обобщенных способов решения задач, актуализация адекватных знаний о предметах требует не только сохранности интеллектуальных операций, но и динамики мышления. Рубинштейн неоднократно подчеркивал, что свести мышление к операциональной стороне и не учитывать его процессуальную сторону означает устранить само мышление. Определение мышления как процесса применимо не только к общей теоретической характеристике мышления, но и к каждому отдельному мыслительному акту. Для успешного выполнения интеллектуального акта необходимо выделять адекватные системы связей, отбрасывать побочные, оценивать каждую мыслительную операцию по ходу ее выполнения. Особенности выполнения такой сложной, многоэтапной по своей структуре деятельности составляют ее динамическую характеристику. Как мы указывали выше, одной из особенностей мышления как высшей ступени познания является его опосредованность. Конечно, осуществление этой опосредованности обеспечивается правильной структурой понятий. Познание фактов, скрытых от непосредственного восприятия, возможно тогда, когда человек способен проанализировать, обобщить воспринимаемые факты. Однако, существование этого опосредования, перехода от одних суждений к другим, связано также с наличием более или менее длинной цепи умозаключений. Именно цепь умозаключений, переходящая в рассуждение, является истинным проявлением мышления как процесса. Поэтому при исследовании мышления, его формирования и распада недостаточно ограничиваться одним только анализом образования и распада понятий, одной только характеристикой интеллектуальных операций. Наши исследования, смотрите библиографию 64-ю, показали, что нарушения процесса обобщения являются не единственным вариантом нарушения мышления. Более того, часто встречающиеся нарушения мышления не сводятся к распаду понятий. Болезненные состояния мозга приводят чаще всего к динамическим нарушениям мышления. Нарушению динамики мышления посвящено немного работ. Хотя в некоторых психиатрических исследованиях говорится о динамическом характере некоторых нарушений мышления, однако под этим подразумевается их обратимость. Но уже указывали, что у ряда больных, например, больных с сосудистыми заболеваниями мозга, колебания умственной работоспособности приводили к колебаниям памяти, зависящим не от сложности выполняемой задачи, а от истощенности корковой нейродинамики больных. Подобные колебания, выступавшие как непоследовательность к суждению, наблюдались и в мыслительной деятельности больных. Лобильность мышления. Характерная особенность этого нарушения заключалась в неустойчивости способа выполнения задания. Уровень обобщения больных в основном не был снижен. Больные правильно обобщали материал, операции сравнения, переносы не были нарушены. Однако адекватный характер суждений больных, как мы говорили выше, не был устойчивым. Остановимся несколько подробнее на способах действия этих больных при выполнении ими задания классификация предметов. Больные легко усваивают инструкцию, применяют способ адекватным условиям решения, начинают раскладывать карточки по обобщенному признаку, но спустя некоторое время оставляют правильный путь решения. Достигая в отдельных случаях высокий уровень обобщения, больные эпизодически сбиваются на путь неправильных случайных сочетаний. Эти колебания носили различный характер. Первое. Очень часто наблюдались чередования обобщенных и конкретно ситуационных сочетаний. Приведем несколько примеров. Больной М. Закрытая травма головного мозга, который начал раскладывать карточки по обобщенным признакам, образуя группы растений, животных, вдруг начинает сомневаться, куда отнести мухомор. Он же вредный. Отнесу-ка в сторону. Точно так же он не знает, куда отнести жука. Положу его к книге и тетради. Его тоже изучают в школе. После того, как экспериментатор попросил больного работать внимательнее, он несколько растерянно сказал. Подождите. Да, у меня здесь есть посуда. Растительный мир. Конечно, к нему принадлежит и гриб, безотносительно к тому, вреден он или нет. А жука положу к животному миру. В конце концов, у больного получаются следующие группы. Люди, животные, растения, посуда, мебель, школьные принадлежности и предметы домашнего обихода. Экспериментатор просит объединить некоторые группы. Больной. Людей и животными, да? Растения. Ну а как дальше? Ведь остальное не объединишь. Как же соединить домашний утварь с канцелярскими предметами? Больной заметно устает. Наступает легкий премор рук. Ботливость. Экспериментатор начинает беседу над темой, не относящейся к эксперименту. Спустя пять минут больной по просьбе экспериментатора возвращается к работе и тут же самостоятельно правильно и обобщенно ее выполняет. Больная ША. Атериосклероз головного мозга. Правильно выделив группу инструментов, кладет туда же картинку кузнец. Так как он нарисован с молотом в руке и вообще он работает, пользуясь разными инструментами. Следует отметить, что больная выделила до того группу людей. На вопрос экспериментатора, а что у вас в этой группе, больная отвечает. Здесь люди. И тут же самостоятельно перекладывают кузнеца в группу людей. Приведенные примеры показывают, что в этих случаях колебания умственной деятельности больных проявлялись в чередовании обобщенных и ситуационных решений. Выполнение заданий на уровне обобщенных решений не являлось модусом работы больных. Второе. Ошибки больных состояли также в том, что логические связи подменялись случайными сочетаниями. Так правильное выполнение задания классификации предметов нарушалось тем, что больные объединяли объекты в одну группу лишь потому, что карточки оказались рядом. Они нередко замечали свои ошибки и исправляли их. Третье. Ошибочные решения больных проявляются в образовании одноименных групп. Больные часто выделяют предметы по правильному общему признаку, но тут же начинают выделять аналогичную по основу группу. Так, например, больной мог выделить группу людей, в которую входили врач, ребенок, уборщица и тут же выделял еще одну группу людей, куда входили моряк, лыжник и тому подобное. Остановимся лишь на некоторых из них, часто встречающихся в клинике. Нарушение динамики мышления, выражавшееся в чередовании адекватных и неадекватных решений, не приводило к другим нарушениям строения мышления. Оно лишь на какой-то отрезок времени искажало правильный ход суждений больных и являлось очевидным нарушением умственной работоспособности больных. В некоторых же случаях нарушение динамики мышления носило более стойкий характер, изменяло само строение мышления. Лобильность мышления наглядается у больных маниакально-депрессивным психозом, маниакальной фазе болезни. Маниакальное состояние характеризуется повышенным настроением и самочувствием, психомоторным возбуждением больных. Больные беспрерывно громко говорят, смеются, шутят, сопровождая свою речь живой экспрессивной жестикуляцией и мимикой. Они чрезвычайно отвлекаемы. Каждое новое впечатление, сказанное слово, воспринятый предмет, направляет их мысли и представления, которые так быстро сменяют друг друга, что больные не могут регистрировать их в своей речи. Больные не успевают закончить одну мысль, как уже переходят к другой. Иногда они выкрикивают лишь отдельные слова. Характерно, что несмотря на чрезвычайную отвлекаемость и разбросанность мышления, больные в маниакальном состоянии живо наблюдают за происходящим вокруг них, часто поражая своей сообразительностью и тонкостью отдельных замечаний. Как правило, экспериментировать с больными в маниакальном состоянии представляется трудным из-за их резко выраженной отвлекаемости, исключающей фиксацию на экспериментальной ситуации. Экспериментальному исследованию больные поддаются только в разных степенях гипоманиакального состояния, при котором можно отметить некоторые патологические изменения их мыслительной деятельности. Осмысление ситуации, возможности анализа и синтеза у этих больных часто не нарушены. Однако, выполнение любого экспериментального задания не вызывало определенной стратегии их мышления. Больные не задумываются над вопросом, адресованным к ним, не вникают в смысл задания. Они импульсивно приступают к выполнению. На вопрос, в чем общность и различие между понятиями «стол» и «стол» один из больных со средним образованием отвечает. У них то общее, что у стола и у стола четыре ножки, а разница – у стола спинка есть, у стола нет. При складывании картинок в последовательном порядке, больные такого типа, осмыслив сюжет, раскладывают их в любом порядке. Возникающие ассоциации носят хаотический характер и не оттормаживаются. Отдельные слова вызывают новые ассоциации, которые больные тут же высказывают. Любое возникающее представление, любое эмоциональное переживание получают свое отражение в речи больных. Больные сосредоточиваются на экспериментальном задании лишь на короткие промежутки времени. Понимая смысл пословицы, они не могут ее объяснить. Нередко какое-нибудь слово-пословица вызывает цепочку ассоциаций. Иногда больные, не объяснив пословицы, приводят подходящий пример из своей жизни. Последнее напоминает им еще что-нибудь сходное, и мысль больных протекает в случайном направлении. Например, больной Каа в гипоманиакальном состоянии объяснил пословицу «не все то золото, что блестит» следующим образом. «Золото — это прекрасные золотые часы, и подарил мне брат. Он у меня очень хороший. Когда мы вместе учились, мы ссорились, но потом жили мирно. Брат очень любил театр. Мы видели с ним пьесу и так далее». Хаотичный характер ассоциаций помешал правильному объяснению пословицы. Слово «золото» сразу повело к целой цепи воспоминаний. Но возможны и другие варианты, когда больные в своем объяснении опускают какое-нибудь звено. Так, например, другая больная сразу поняла смысл этой пословицы и в качестве примера, как потом удалось выяснить, хотела привести случай, когда яблоко на вид хорошее внутри оказалось червоточиной. Однако больная этого случая не рассказала, а сразу начала говорить. Яблоки, конечно, бывают червивые. Вот, например, бывают такие сорта яблок, когда этого не подумаешь. У нашей соседки мичуринские яблоки. Конечно, развитие мичуринского учения имеет большое значение. Далее следуют разные воспоминания о знакомых мичуринцах и так далее. Точно так же больной в гипоманиакальном состоянии, выделив группу людей, то есть выполняя задания на уровне правильных обобщений, вдруг увидев картинку кузнец, стал декламировать. Мы кузнецы, и друг нам молод. Люблю старые революционные песни. Песня «Наш друг». А есть здесь среди них каточки, напоминающие песню. Искусство вообще. Да, картинки, неважно, нарисованы. Кто вам их рисовал? Художник? От слова «худо». Больной смеется, держит в руках картинку и не выполняет задания. Когда экспериментатор просит его обратиться к заданию, напоминая, что надо найти принцип классификации, больной замечает. Да, я хотел людей отделить от животных. И продолжает раскладывать по обобщенному признаку. Больному был доступен смысл задания. На любое слово, произнесенное им самим или экспериментатором, предмет, отвлекали направленность больного и уводили от непосредственного задания. Неадекватным оказывалось само течение умственной деятельности. При направляющей помощи экспериментатора, интеллектуальная продукция больного часто могла быть даже адекватно поставленной целью. В конце концов, больной правильно рассортировал карточки или определял понятие. Но весь ход суждений, который самостоятельно выбирал больной, был неустойчивым. Но устойчивость способов выполнения работы достигает у некоторых больных чрезвычайно утрированной формы, повышенной откликаемости. Они не только не в состоянии удерживать ход своих суждений в установленном ранее направлении, но и начинают реагировать на любой раздражитель, к ним не адресованный. Так услышав, как другой больной говорит, что сегодня ему на завтрак дали колбасу, больной, передававший рассказ о том, что галка, перекрасившись, полетела в голубятню, говорит, и голуби ее угостили колбасой. С особой отчетливостью феномен откликаемости обнаружился в ассоциативном эксперименте. В качестве отметных реакций часто выступали названия предметов, находившихся перед глазами больных, так называемые вплетения. При предъявлении слова «пение» больной отвечает словом «стол», на слово «колесо» — словом «очки» и тому подобное. Подобная тенденция называть находящиеся перед глазами предметы наблюдалась иногда и у больных других групп. Однако было достаточно указаний экспериментатора, чтобы больные начинали правильно выполнять инструкцию. У наших же больных указание лишь на короткое время вызывало правильные реакции. Спустя небольшой промежуток времени больные опять называли предметы, попадавшие в поле их зрения. Эта тенденция выступала также и в том варианте ассоциативного эксперимента, где инструкция предусматривала особую направленность ответов, в частности, где требовалось назвать определенное количество предметов определенного цвета — красного, зеленого. Эта задача может вызвать известные затруднения и у здоровых испытуемых. Она предполагает активное торможение тех слов, которые не соответствуют смыслу инструкции. В этих случаях испытуемые прибегают к различным приемам, которые должны облегчить припоминание необходимых слов. Например, оглядываются вокруг себя, смотрят на окружающие предметы, но они не используются ими для ответа, если слова не соответствуют инструкции. Последнее — приобретает определяющее значение. Ответы здорового человека в ситуации эксперимента зависят от условий задачи, от требований экспериментатора. Больные в этом эксперименте временами называли находившиеся перед ними предметы, хотя они отнюдь не были окрашены в требуемые цвета. Инструкция экспериментатора вызывала целенаправленные действия на короткий отрезок времени. Любой объект, любая случайно услышанная фраза могли вызвать действия больных в неадекватное содержание их деятельности, искажающие ход их суждений. Инертность мышления. Антиподом описанного нарушения является тип нарушений мыслительного процесса, в основе которого лежит инертность в связи прошлого опыта. В этих случаях больные не могут менять избранного способа своей работы, изменять ход своих суждений, переключаться с одного вида деятельности на другой. Подобные нарушения часто встречаются у больных эпилепсии, иногда у больных с отдаленными последствиями тяжелых травм головного мозга, при некоторых формах умственной отсталости. Такие больные иногда в состоянии работать, но делают это с частыми срывами, теряют прежнюю квалификацию и выполняют работу, не требующую приобретения и использования новых знаний. В психоневрологическую больницу они поступают в связи с декомпенсацией состояния. В историях болезни отмечается, что больные принимают участие в трудовых процессах, читают газеты и проявляют частый интерес к жизнеотделению. Вместе с тем, качество их умственной продукции невысоко и темп работа замедлены. Экспериментально-психологическое исследование обнаруживает замедленность, тугоподвижность их интеллектуальных процессов. Даже в тех случаях, когда они могут обобщить материал, выделить основной признак в опыте на классификацию предметов, понять условность инструкции, они допускают ошибочные решения, если им необходимо переключиться на новый способ решения задачи. Изменение условий затрудняет их работу. Эта тугоподвижность наслительного процесса приводила в конечном счете к тому, что больные не справлялись даже с элементарными заданиями, если последние требовали переключения. Например, один больной в опыте, где ему надо было опосредовать свой процесс запоминания и воспроизведение слов с помощью рисунка, составления пиктограмм, сразу придумывал условное обозначение для опосредования слов, если он мог нарисовать человека и не мог этого сделать в тех случаях, когда ему казалось неудобным рисовать человека. Плохую переключаемость обнаруживают больные в опыте на опосредованное запоминание по методу Леонтьева. Выбрав для запоминания слова какую-нибудь карточку, больные не в состоянии подобрать для этого слова другое. Следовательно, решение задачи доступно больным, если оно выполняется только одним определенным способом. Подобная инертность связи прежнего опыта, в которой проявляется нарушение динамики мыслительной деятельности, в результате приводила к снижению операции обобщения и отвлечения. Выполняя задачу классификации объектов, больные не только не объединяют в одну группу диких и домашних животных, но каждый из домашних животных выступает для них как единичный экземпляр. В результате само задание классификации оно выполняется даже на конкретном уровне. Процесс сортировки, классификации, требующие отормаживания одних элементов, в сопоставлении с другими, то есть известные гиппости оперирования, переключения для них затруднено. Так один больной выделит группу людей, разделяет ее на две подгруппы. Людей, занятых физическим трудом, и людей, занятых умственным трудом. К последним относит и увлечника. Экспериментатор предлагает объединить некоторые группы, например, домашних и диких животных, людей разных профессий. Больной соглашается, начинает заново сортировать картинки, но в итоге приходит к прежнему способу, отстаивает его. Такая же трудность переключения обнаруживается и в эксперименте по методу исключения объектов. Так больной при предъявлении карточки, на которой изображен стол, стул, диван и настольная лампа, заявляет, конечно, все это мебель, это точно, а лампа не мебель. Но ведь на столе должна стоять лампа, если дело происходит вечером, или хотя бы в сумерки. Но зимой рано темнеет, а тогда лучше удалить диван. Ежели есть стул, можно без дивана обойтись. На замечание экспериментатора, ведь вы же сказали сами, что лампа не мебель, больной отвечал, конечно, правильно, надо выделить мебель, но лампа-то настольная, она на столе стоит. Я бы предложил выделить диванчик. Несмотря на то, что сам больной не только понял, но и указал на принцип обобщения, мебель, он в реальном действии сортировки предметов снова и снова возвращается к выделенному им свойству. Лампа настольная, она должна стоять на столе. Больной не может переключиться с принятого им решения. Конкретные связи прежнего опыта инертно доминируют в мыслительной деятельности больных и определяют весь дальнейший ход их суждений. Из-за подобной инертности связи прежнего опыта больные часто не упускают при выполнении задания ни одной детали, ни одного свойства предметов, и в результате не проходят даже к элементарному обобщению. Из этого стремления к уточнению, из желания исчерпать при решении какого-нибудь вопроса все многообразие фактических отношений, и возникает то своеобразное эпилептическое резонерство, проявляющееся в обстоятельности излишней детализации, которое метафорически обозначается в клинике как вязкость мышления. Особенно часто обнаруживается подобная инертность связи прежнего опыта при выполнении задания, которое требует более развернутого объяснения при определении понятий. Для иллюстрации приведем типичное определение простого понятия. Больной Б. Эпилепсия. Шкаф. Это предмет, в котором хранится что-то, но в буфете тоже хранят посуду, еду, а в шкафу платье, хотя и в шкафу часто хранят еду. Если комната маленькая, и в ней не помещается буфет, или если просто-таки нет буфета, то в шкафу хранят посуду. Вот у нас стоит шкаф. Справа большое густое пространство, а налево четыре полки. Там и посуда, и еда. Это, конечно, не культурно. Часто хлеб пахнет нофталином. Это порошок от ноль. Опять же, бывают шкафы книжные, они не столь глубокие. Полки их уже, полок много. Теперь шкафы встраиваются в стены, но все равно это шкаф. Приведенные иллюстрации показывают, что больной начинал правильно определять понятие шкаф, но тут же приводился возможное отклонение от своих определений, уточнял возможные варианты, и в результате всех этих уточнений и описаний больной так и не мог остановиться на каком-нибудь одном четком определении. Сам больной оставался неудовлетворенным своими объяснениями, потому что они казались ему недостаточно полными. Инертность конкретных связей прежнего опыта выявляется и в ассоциативном эксперименте с инструкцией отвечать словом противоположного значения. Полученные данные показывают, что латентный период довольно значительен и составляет в среднем 6,5 секунды. У отдельных больных он временами достигал 20-30 секунд. Обращает на себя внимание большое число так называемых запаздывающих ответов. Больные отвечают не на предъявляемое слово, а на прежнее. Например, ответив на слово пение словом молчание, больной на следующее слово колесо отвечает словом тишина. Ответив на слово обман словом вера, на следующее голоса больной реагирует словом ложь. Запаздывающие ответы больных являются существенным опланением от нормального протекания ассоциативного процесса. Они свидетельствуют о том, что следовой раздражитель имеет большее сигнальное значение, нежели актуальный. Для уточнения механизма этих особенностей следует обратиться к анализу построения ассоциативного эксперимента. Слово, которым искитуемый реагирует на слово раздражитель, не является единственной возникающей у него ассоциацией. Однако реагирование лишь одним словом объясняется тем, что инструкция экспериментатора, то есть задание, предусматривает лишь одно и притом первое, пришедшее на ум слово. Остальные, возникшие при этом связи, затормаживаются. Предъявление другого слова вызывает новая ассоциация, иначе говоря, ответная реакция больного обусловлена всякий раз актуально звучащим словом. Актуальность же раздражителя зависит от поставленной задачи, от ситуации. В работах советских психологов изучалась зависимость образования ассоциативных связей от условий и содержания деятельности. Леонтьев и Розенова показали, что при изменении смысла задания, инструкции, одни и те же раздражители вызывают различные ассоциативные связи. Закрепление и воспроизведение ассоциативных связей должны происходить именно в зависимости от поставленного задания. В применении к нашей экспериментальной ситуации это должно означать, что только что произнесенные в данный момент слова должны были вызывать ассоциативные связи, что только они должны были служить сигналом для ответной реакции. Ассоциации, же вызванные произнесенными ранее словами, не должны были актуализироваться. Прежние раздражители должны были остаться нейтральными, утратив свое сигнальное значение. У наших же больных актуально звучащие слова не приобретали значение раздражителя. В силу и нужности связи прошлого опыта больные отвечают на отзвучавшие слова. Полноценность мыслительной деятельности заключается не только в том, что человек в состоянии выполнить ту или иную мыслительную операцию, проанализировать и синтезировать материал, выделить существенное, но и в том, что эта способность к правильным операциям является устойчивым способом действия. В ситуации эксперимента, так же, как и в любой жизненной ситуации, выступают все новые стороны, предметов и явлений, меняются условия деятельности. Для того, чтобы правильно познать эти различные отношения, чтобы правильно действовать согласно изменившимся условиям, человеку нужно уметь переходить от одного способа действия к другому. Он не должен автоматически оперировать прежними застывшими операциями или способами. Мышление отражает адекватно объективную действительность, когда сохранна не только его операциональная сторона, но и его динамика. Одной из форм нарушения динамики познавательной деятельности является нарушение саморегуляции. Параграф 4. Нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности. Нарушение саморегуляции. Глава 4. Параграф 6. Играет особо важную роль в осуществлении познавательной деятельности. Эти нарушения выражаются в невозможности целенаправленной организации своих мыслительных действий. Некоторые формы нарушения мышления невозможно объяснить без привлечения представлению в саморегуляции Они должны рассматриваться как проявление нарушения сознания и подконтрольности своих мыслительных действий Подобные формы нарушения познавательных процессов не затрагивают осуществление логических операций Больные могут оказаться доступными некоторые задания, требующие развитого абстрактного мышления Однако в условиях необходимости организации своих действий, в ситуациях неопределенности, выбора, затруднений и конфликта Эти больные оказываются неспособными к осуществлению целенаправленной деятельности Например, такие нарушения динамики мышления, как раскрывчатость, целенаправленность, являются по сути выражением дезорганизации мышления В главе 4 уже обсуждалась проблема нарушения саморегуляции и опосредования поведения в целом Конкретизация этой проблемы применительно к анализу нарушения мышления была проведена Холмогоровой, библиография 190 В качестве одного из важнейших аспектов саморегуляции мышления автор рассматривает ее рефлексивный аспект Связанная с процессом осознания, проверки, перестройки и выработки субъектом средств и способов деятельности Выделяются две функции, контрольная и конструктивная, рефлексии в познавательной деятельности Контрольная функция выступает в форме проверки соответствия действия имеющемуся эталону Конструктивная функция осуществляется в форме осознания и перестройки мыслительных действий Как справедливо отмечает Холмогорова, саморегуляция не сводится к осознанию, контролю и перестройке мыслительных действий В зависимости от того, как осознает себя человек в данной проблемной ситуации, как переживает ее, она приобретает для него различный смысл. Переживание ситуации может стимулировать к дальнейшему продолжению поиска или же отказу от него. Другими словами, саморегуляция может быть направлена на мобилизацию внутренних ресурсов для разрешения содержательного затруднения, решения проблемы или задачи, или же на уход из конфликтной ситуации и затруднения, отказ от дальнейшего решения и стремление дискредитировать задачу или же оправдать себя. В соответствии с этим выделяются еще две функции саморегуляции познавательной деятельности. Мобилизующая, продуктивная с точки зрения регуляции мышления, и защитная, непродуктивная. На материале решения задачного соображения больным шизофренией, велотекущей формы, Холмогоровой показано, что у больных происходит ослабление процесса саморегуляции мышления, выражающейся в нарушении конструктивной и мобилизующей функции при относительной сохранности контрольной и активизации защитной. Больные способны к контролю своих действий в условиях сформированности эталона действия. Но при необходимости самостоятельной выработки нового способа действия и перестройки прежнего у больных не происходит осознание неадекватности своих действий, и по существу перестройка не происходит. Ситуация затруднения активизируется защитной формой поведения. Уход из ситуации под различными предлогами, отказ от продолжения решения наступают значительно быстрее, чем в норме. Снижение осознанности мыслительных действий, отсутствие направленности на разрешение содержательного затруднения отрицательно влияют на общую продуктивность мыслительной деятельности. В исследованиях Холмогорова было также и показано, что у больных в шизофрении нарушается один из важнейших механизмов саморегуляции, основа децентрации и самоанализа, способность к смене позиции, отчуждению и объективации своих действий. Так, при определении понятий с инструкцией на понятность другому человеку, так, чтобы другой человек мог однозначно догадаться, о чем именно идет речь, больные часто оказывались не в состоянии представить себя в позиции отгадывающего, адекватно использовать культурный опыт. В то же время здоровые испытуемые использовали признаки, названные Холмогоровой, культурными метками, например, яблоко, плод, упавший на голову, ньютон и так далее. Определения больных были размытыми, не позволяли догадаться, о каком предмете идет речь. Здоровые же испытуемые направленно искали признаки, обладающие достаточно дифференцирующей силой. Подобные нарушения саморегуляции связаны с нарушениями мотивационно-потребностной сферы. Анализ специфики стабильных изменений личности при шизофрении в сопоставлении с данными экспериментально-психологического исследования привел автора к выводу, что существенным фактором нарушения саморегуляции у больных в шизофрении с преобладанием негативной симптоматики является так называемая установка на самоограничение. Последнее выражается в направленности на ограничение контактов и сфер деятельности, предпочтение действовать сложившимися легко актуализирующимися способами, избегая нетрудностей и интеллектуального напряжения. Полученные данные позволяют объяснить отмечаемый многими исследователями факт, что наибольшая выраженность нарушений или буквально следовать заданной цели или переходить к произвольному целеобразованию. Об этом свидетельствует и исследование Корнилова, библиография 92-я, в котором показаны различия в нарушении формирования конечных и промежуточных целей при решении мыслительных задач. Если у больных в шизофрении снижена побудительность целей, то у больных эпилепсии нарушен регулятивный аспект целеобразования. В исследовании показано, что нарушение целеобразования в мыслительной деятельности обеих музеологических групп носят динамический характер и зависят от общей иерархии целей, стоящих перед испытываемыми. Они отражают складывающиеся актуально в процессе решения взаимоотношения между направленностью, побудительностью и произвольностью конечных целей. Установлено также, что при развертывании целеобразования в условиях заданного предметного плана решения выявляются такие особенности мыслительной деятельности, как нарушение побудительного и регулятивного аспекта целеобразования. При незаданности же предметного содержания целей в условиях их произвольного выдвижения проявляются характерные нарушения мышления, актуализация латентных, необычных свойств предмета, абстрактность построения у больных шизофрении, конкретность, детализация, ригидность мышления у больных эпилепсии. Исследование Корнилова, библиография 92-я, показало, что у больных шизофрении и эпилепсии степень нарушения мыслительной деятельности проявляется примерно одинаково при использовании различных методических приемов, при большей выраженности нарушений наблюдается большая степень специфики нарушения целеобразования. В качестве экспериментального материала были выбраны задачи из игры Калах, в которых требовалось найти лучший ход, первая методика, а также описание простой геометрической фигуры предполагаемому партнеру, который должен по этому описанию воспроизвести ее, вторая методика. В задачах игрового характера, так называемый Калах, конечная цель найти лучший ход, необходимо требовать от испытуемого развития процессов самостоятельного формирования, конечной цели решения и промежуточного целеобразования. Вторая методика ставила испытуемых ситуацию, где они, в зависимости от характера принятия требований инструкции, могли буквально следовать заданные цели или переходить к произвольному целеобразованию. Результаты исследования Корнилова показали, что при незаданности предметного содержания цели, в условиях их произвольного выдвижения проявляются динамические нарушения мышления. Результаты применения методик, направленных на выявление тех или иных характеристик целеобразования психических больных, показывают, что в условиях развертывания процессуальной регуляции мышления наблюдаются специфические особенности его функционирования. Эти особенности являются динамическими. Во-первых, их проявление зависит от общей иерархии целей при решении задач. Во-вторых, они отражают складывающиеся актуально в процессе решения взаимоотношения между направленностью, побудительностью и произвольностью конечных целей. Глава 8. Нарушение умственной работоспособности. Глава 9. Нарушение психической деятельности душевнобольных принимают, как было показано в предыдущих главах, различный характер. В психологических исследованиях анализу подвергаются, как правило, расстройства познавательных процессов, в основном мышления. Незначительное число работ посвящено анализу нарушений личностных изменений. Следует, однако, подчеркнуть, что анализ нарушения психики в параметрах познавательной и личностной сфер не является исчерпывающим. Неправильно сводить все многообразие психических нарушений к изменению системы познавательных процессов или нарушениям мотивов. У ряда больных психологический эксперимент не обнаруживал измененной системы понятий. Больные осмысливали задания, требовавшие синтеза, обобщения. Ассоциации больных носили адекватный характер. Не было изменено и их отношение к ситуации эксперимента. Вместе с тем, больные не могли в конкретной работе длительно удерживать правильный способ действий, допускали ошибки. В этих случаях можно говорить о нарушении умственной работоспособности больных. В более широком плане этой проблеме посвящены исследования психологов Института экспертизы трудоспособности, выявивших различные факторы, лежащие в основе нарушения трудоспособности больного. Еще в 1936 году Колбен выдвинул положение о том, что у многих больных основным фактором, служащим работоспособность, является сужение объема внимания, и возможность одновременного учета нескольких воздействий среды. При этом оказалось, что больные сохранили в основном навыки и умения, необходимые для однократных умственных действий. Этот факт послужил основанием для поисков особых экспериментальных приемов исследований. Проблеме нарушения работоспособности посвящено интересное исследование Колбена и Коротковой, библиография 85, в котором авторы определяют работоспособность как возможность длительной систематической общественно-полезной деятельности и приводят к классификации проявлений нарушений трудоспособности, нарушений целенаправленности, произвольности, нарушений объема и регуляции усилий и нарушений динамики деятельности. В данной главе мы хотим остановиться не на нарушениях работоспособности в широком смысле этого понятия, а на нарушениях умственной работоспособности, которые являются следствием истощаемости. По классификации Короткова это ближе всего к нарушению динамики деятельности. Приобретенный в прошлой уровне деятельности человека навыки, его интеллектуальные операции остаются нередко сохранными, между тем больной не в состоянии выполнить умственные задания, требующие длительных и устойчивых усилий. Нарушения умственной работоспособности находят свое выражение в ряде проявлений и принимают нередко характер нарушений как бы отдельных процессов, памяти, колебаний и внимания. Если таким больным предложить заучивать 10 слов и изобразить количество воспроизведенных слов в виде кривой, то последнее носит ломанный характер. Аналогичные результаты были получены при исследовании больных пробой крепелина. Кривая, изображающая количество допущенных ошибок, носит тоже ломанный характер, свидетельствуя о прерывности и лоббильности продуктивности больных. Подобные колебания выявляются как при исследовании сложных форм психической деятельности, так и при анализе элементарных ее проявлений. Например, при исследовании темпа сансомоторных реакций. В дипломной работе Васильевой была использована для выявления особенностей темпа сансомоторных реакций методика отыскания чисел на таблице Шультер. Больному предлагалось последовательно 5 таблиц, на которых были расположены вразброс числа от 1 до 25. Больной должен был показывать и называть числа по порядку. Исследование показало, что суммарное время, потраченное на отыскание чисел у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга по сравнению с нормой резко завышено. Однако витальный отчет времени каждой отдельной поисковой реакции свидетельствует о том, что это общая замедленность, объясняется наличием отдельных чрезмерно-длительных поисковых действий в ряду других нормально-быстрых. Отыскивая числа, как правило, в нормальном быстром темпе, больные внезапно теряют очередное число, то есть смотрят на него и не видят, утверждая иногда, что такого числа на таблице вообще нет. Иными словами, замедленность темпа выполнения задания оказывается в действительности итогом крайней неравномерности темпа отдельных операций. Другим чувствительным индикатором изменения сенсомоторных реакций больных были данные, полученные при исследовании зрительно-моторной координации больных. Эти исследования были проведены Рубенштейн, библиография 156-я, с помощью созданной геометодики, которая заключалась в том, что испытуемый должен был научиться очень точно рассчитывать свои нажимы на резиновую грушу для того, чтобы осуществить заданные движения под контролем зрения. Запись движений производилась с чернилами на ленте кемографа. Обнаруживаясь, что у больных в клинической характеристике которых отмечены психические нарушения атеросклеротического гнезда, кривая носила толчкообразный характер. Больные правильно осуществляли заданное им движение по усилию и скорости, однако нажимы их не были плавными. Рубенштейн, библиография 162-я, отмечает, что толчкообразность кривой отражает замедление и непропорциональность внешним условиям силу коррекционных импульсов. Подобная прерывистость психических процессов, но устойчивость ее динамики, связанная очевидно с колебаниями коркового тонуса, приводит нередко к нарушениям и более сложных форм интеллектуальной деятельности, к непоследовательности суждений. Характерная особенность этого нарушения заключается в неустойчивости уровня выполнения задания. Уровень обобщения в основном не был снежен. Больные правильно усваивали инструкцию, хорошо анализировали и синтезировали материал, понимали переносный смысл, пословиц и метафор. Однако адекватный характер суждений больных не был устойчивым. Выполняя экспериментальные задания, больные не удерживали правильный способ действия в течение длительного времени. Правильные способы выполнения задания чередовались с ошибочными. Подобные колебания уровня действий были вызваны, как описано выше, с помощью метода классификации предметов, при выполнении которого обобщенный характер выполнения прерывался решениями ситуационного порядка. Так больная Ка выделяет правильно группу людей, растений, рисунок на карточке, и тут же откладывает отдельный цветок, которому присоединяет жука, мотивируя. Он всегда на цветах сидит. Точно так же, выделив группу мебели, относит туда бутылку и стакан, они стоят в шкафу. На замечании экспериментатора, подумайте, отделяет стакан от мебели, это посуды. Сама убирает жука из группы цветов, присоединив его к группе животных, объясняя. Туда же можно рыб и птиц, это все же живые. У других больных ошибочные решения вызывались их забывчивостью. Так, выделив группу по правильному обобщенному признаку, больные начинают выделять аналогичную группу. Например, больной К, выделив группу растений, в которую входили и овощи, и цветы, и фрукты, тут же начинает выделять еще одну группу растений. Подобные выделения одноименных групп являются наиболее типичными. Аналогичные эпизодические ошибочные действия и суждения выступали при выполнении других методических приемов установления аналогии отношений. Нередко правильное адекватное выполнение задания прерывается внезапно наступающими колебаниями эмоциональной сферы больных. Небольшая допущенная ошибка, неосторожное замечание экспериментатора по ее поводу дезорганизует правильное выполнение задачи. Колебание умственной работоспособности больных приводило их к неправильным решениям задач и суждениям. Однако последние возникали периодически и не освидетельствовали о стойком снижении интеллектуальных процессов больных, о распаде их синтетической деятельности. Ошибки мышления больных возникали потому, что отдельные правильные суждения не доводились до конца. Они обрывались, отдельные этапы забывались и не складывались в единую встроенную цепь рассуждений. Подобные нарушения не могут быть объяснены нарушением системы понятий. Они носят динамический характер. Больные правильно намечают ход суждения. Некоторое время он совершается в пределах заранее установленной программы. Однако больные не в состоянии прочно удержать ее. Подобные раздражители легко нарушают эту адекватную программу действий. Следует отметить, что колебания умственных достижений больных выявляются не при всех экспериментальных заданиях. Они могут не выступить при выполнении даже сложных, но одноактных проб и обнаруживаются больше всего при решении многоактных задач, требующих учета и удержания нескольких признаков. На это указывают и данные исследований Когана, библиография 84-я. Автор обнаружил, что при сосудистых заболеваниях мозга происходит сужение объема восприятия, что приводит к затруднениям при необходимости совместить несколько признаков. При невыраженной степени заболевания подобная непоследовательность суждений поддается исправлению. Часто экспериментатору бывает достаточно спросить больного, что он делает, привлечь внимание больного к ошибкам, чтобы больной самостоятельно и легко справился с ними. Особенно резкие колебания уровня достижения обнаруживались при выполнении заданий, которые требовали длительного удержания направленности мысли и постоянного оттормаживания несоответствующих связей. При анализе природы колебаний уровня умственных достижений прежде всего вставал вопрос об их зависимости от сложности задания. Новочисленные исследования Зигарник, библиография 64-я, Когана 84-я и Кровковой 85-я показывают, что неравномерность умственных достижений больных вызывалась несложностью материала и незатруднениями при его организации. Любой вид деятельности может быть на какой-то отрезок времени доступен больному и через некоторое время выполняться с большими или меньшими трудностями. Один и тот же эксперимент обнаруживает то высокий уровень достижения больного, логически выдержанный ход его мысли, то непоследовательный суждений. Нам представляется, что эти факты имеют принципиальности значения. Они свидетельствуют о том, что колебания умственных достижений при выполнении самых различных задач являются проявлением более общего нарушения неустойчивости умственной работоспособности больных. Именно колебания умственной работоспособности приводят к тому, что одни и те же больные то кажутся людьми полноценными, а так по одному мыслящими и действующими, то производят впечатление людей, действия которых лишены целенаправленности. Подобные нарушения чаще всего встречались у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга на ранней стадии болезни. Подобные колебания являются очевидным проявлением быстро наступающего истощения психических процессов больных. Эта истощаемость своеобразна, и ее следует отличать от обычной истощаемости, которую мы наблюдаем у здорового человека. В последнем случае наступает замедленность темпа работы, нарастание количества ошибок к концу эксперимента. Об этом свидетельствуют эксперименты над здоровыми испытуемыми, взрослыми и детьми. Так, если здоровый испытуемый утомлен, он будет медленнее выполнять задание на классификацию предметов, но будет выполнять ее на адекватном для него уровне. Истощаемость же психических процессов больных обусловливает временные изменения самого качества их умственных достижений, уровней их умственной деятельности. Можно предположить, что в основе подобной истощаемости процессов лежит ослабление функционального состояния корковой динамики, снижение тонуса коры, которое выражается в разлитом торможении, названном Павловым, охранительном. Это тормозное состояние носит функциональный характер. Оно является приходящим, но все же оно приводит к временному ослаблению работоспособности человека. Ряд клинических симптомов, которые выглядят как нарушение отдельных изолированных психических процессов, по существу являются по-разному оформленными проявлениями нарушения работоспособности. Так, когда больные жалуются, что они забывают прочитанные, забывают выполнить поручения, это часто выглядит как нарушение памяти. Когда больные отмечают 100. Полученные малозначащие факты, разговор соседей, тихоговорящие радио мешают им работать. Это выглядит как распыление внимания. В действительности все эти симптомы являются проявлением одного нарушения, чрезмерно легко наступающей истощаемости, приводящей к изменению умственной работоспособности. Умственная работоспособность может быть также нарушена вследствие быстрого присыщения, явлений близкого по своему проявлению к истощаемости, но все же имеющего иную психологическую характеристику. Понятие это введено Левиным для обозначения состояния, когда у человека иссякает потребность к продолжению начатого действия, в то время как условия заставляют его им заниматься. В этих случаях, по данным сотрудницы Левина, Карстен, возникают изменения в деятельности испытуемого, так называемые вариации заданного действия. Так, если испытуемому приходилось выполнять монотонное задание, например, чертить черточки, это действие прерывалось при внесении вариаций. Испытуемые отвлекались на время от основной цели задания, выполняли какие-то другие действия, не относящиеся к делу, начинали посвистывать петь, сама внешняя сторона деятельности менялась, черточки становились больше, меньше, менялись их конфигурации. А Карстен рассматривала эти вариации как показатели наступающего присыщения, то есть как фактор, прерывающий целенаправленность деятельности. Симптом присыщения не связан с утомлением, а соотношение утомляемости, работоспособности и заболеваний написано много. Первым, кто выдвинул эту проблему, был Крипелин, который установил значение таких факторов, как упражняемость, вырабатываемость, утомляемость для анализа работоспособности личности. Своими исследованиями Крипелин и последователи его школы показали, что при всякой работе можно различать несколько фаз, вырабатываемость в задании, упражняемость и истощаемость. Симптомы насыщения не сводимы к этим выделенным Крипелином факторам. Как указывают в своих ранних работах Мессищев и его сотрудники Нейрович и Кондратская, присыщение относится к тем психическим явлениям, которым применима характеристика отношения личности к выполняемой работе. Об этом свидетельствует и исследование самой Карстен. При изменении смысла работы, например, если давалась новая инструкция, что этим экспериментом исследуется так называемая выдержка испытуемого, вариации исчезали. Симптомы преосыщения, вариации, сопутствующие действия выступали как показатели исследований Карстен у здоровых испытуемых не сразу. Они проявились через более или менее продолжительный промежуток. При некоторых формах заболеваний симптомы преосыщения наступали довольно быстро. Об этом свидетельствует исследование Карабковой, библиография 85-я, проведенное с невротиками. Нейрович и Кондратская, библиография 132-я, с больными прогрессивным правичом. Мои исследования с больными в астеническом состоянии разной этиологии, библиография 65-я. Колебания умственной работоспособности могли возникать вследствие нарушения совершенно иного фактора, тенденции к чрезмерному опосредованию. Дело в том, что больные, у которых отмечалось снижение умственной работоспособности, были в основном личностно сохранны. Они замечали свои ошибки, пытались их скомпенсировать. При этом возникало иногда чрезмерное стремление опосредовать свое поведение и действие. Особенно четко это выявилось в опыте на опосредованное запоминание по методу пиктограмм. Сам факт опосредования какого-либо действия является адекватным свойством психической деятельности здорового человека. Несмотря на то, что опосредование отвлекает на себя усилия субъекта, оно, это опосредование, не разрушает ни целостности усвоения, ни логического течения суждений и умозаключений человека. Усилия же больных столь резко направлены на приемы и компенсации, на постоянное отыскивание костылей, то есть опоры, что нарушается целостность восприятия, гармоничность протекания интеллектуального процесса больного. Повышение стремления больного опосредовать и коррегировать свои действия заблудняет выполнение умственной работы, придаёт ей характер прерывистости. Проблема нарушения работоспособности имеет большое значение при решении практических задач клиники и педагогики. Нередко неустреваемость ребенка или непродуктивность в работе объясняется неплохим уровнем знаний, не утере навыков, не отсутствием личностной направленности, а лишь изменением корковой меры динамики, обусловливающей снижение работоспособности человека, которая может быть восстановлена под влиянием терапевтических и коррекционно-педагогических воздействий. Из-за временно наступающих колебаний тонуса активности нарушается адекватный характер деятельности. Вместе с тем, проблемой этой имеет известный теоретический интерес. Более подробный анализ измененной работоспособности позволит подойти к сложнейшей проблеме соотношения психической активности и регуляции поведения и может служить показателем при проведении восстановительной работы при выработке трудовых рекомендаций при психотерапии. Глава 9. Значение патопсихологических исследований для теоретических вопросов психиатрии. Разрешая практические задачи в области психоневрологии, Данные патопсихологических исследований могут оказаться полезными и при разрешении теоретических вопросов психиатрии. Дело в том, что в психиатрии феноменологическое проявление нарушенного процесса, как об этом неоднократно указывал Поляков, выдаются нередко как нарушение самого процесса. Так, например, так называемое резонерство, разорванность мышления описано как механизм самого нарушенного мышления. Галлюцинация как нарушение самого восприятия. Подобные обозначения являются, скорее, так сказать, рабочими, нежели объяснительными. Между тем, данные патопсихологических исследований позволяют подойти к механизмам симптомообразования, вскрывая их синдромальную структуру. Остановимся для примера на двух иллюстрациях. Первый относится к часто встречающемуся симптому галлюцинации. Галлюцинации. Одним из наиболее часто встречающихся симптомов расстройства психики при душевных заболеваниях являются галлюцинации. Галлюцинациями в психиатрии называют ложные восприятия. Больные видят образы и предметы, которых нет, слышат речь, слова, которые никем не произносятся. Чувствуют запахи, которых в действительности нет. Галлюцинаторный образ может быть различной модальности. А еще Эскероль писал, что галлюцинант — это человек, имеющий внутреннее убеждение, что он что-то воспринимает, тогда как извне нет никакого объекта, способного вызвать это восприятие. Цитата по В.А. Геллеровски, библиография 55. Это определение Эскероли легло в основу положения, принятого в психиатрии о том, что галлюцинации возникают без наличия раздражителя. В психиатрии принято различать понятие иллюзий или галлюцинации. При иллюзорном восприятии имеется раздражитель, но у больного возникают его искаженные восприятия. В зависимости от наличия или отсутствия раздражителя, обман и чувств относятся к категории иллюзий или галлюцинации. Содержание характера галлюцинации различно. Они могут быть нейтральными, тогда как больные спокойно реагируют на них. Галлюцинации могут носить императивный характер. Голос приказывает больным что-то делать. Так, одной больной голос приказал сжечь свои вещи. Другой больной, кассирше, голос приказал выбросить деньги. Так называемые голоса бывают устрашающими. Они угрожают убить. Под влиянием этих образов, голосов, больные совершают те или иные поступки. Например, упомянутые больные действительно сожгли вещи и выбросили деньги. Больные относятся к галлюцинаторным образом как к реально воспринимаемым объектам, словам. Поведение больных часто определяется именно этими ложными восприятиями. Нередко больные отрицают наличие галлюцинации, но их поведение выдают, что они галлюцинируют. Так как, беседуя с врачом, больной вдруг говорит голосу «Не мешай, видишь, я занят». Другой прогоняет так называемых мышей, которые якобы ползут по его рукаву при белой горячке. При обонятельных галлюцинациях больные отказываются от еды. Пахнет бензином, керосином, гнилью. Больные, как правило, не могут отличить галлюцинаторные образы от образов, получаемых от реальных предметов. Галлюцинаторный образ проецируется вовне. Больной, страдающий галлюцинациями, может точно указать местонахождение галлюцинаторного образа. Он говорит о том, что этот образ находится направо, что машина стоит перед окном. Галлюцинаторный образ, как правило, чувственно окрашен. Больные различают тембр голоса, принадлежность его мужчине, женщине. Они видят окраску яркую, темную маленьких или больших животных. Эта яркая чувственность проекция вовне мешает наступлению коррекции и роднят галлюцинаторный образ с образом, получаемым от реальных предметов. Галлюцинаторный образ возникает непроизвольно. Больной не может его вызвать, не может от него избавиться. Галлюцинации возникают помимо его желаний, волевых усилий. И, наконец, возникновение галлюцинаторного образа сопровождается отсутствием подконтрольности. Больного невозможно убедить в том, что галлюцинаторного образа не существует. Как же вы не видите, возражает больной на уверение врача, ведь вот стоит собака, вон там, в правом углу, уши подняты, шерсть рыжая, ну вот-вот, или... Как же вы не слышите, ведь вот совершенно ясно мужской голос приказывает мне, подними руку, подними руку. Это голос курильщика-скрипотцов. Убеждать галлюцинатор бесполезно. Болезненный симптом проходит лишь с улучшением общего состояния. Описанию галлюцинации посвящен ряд работ как отечественных, так и зарубежных психиатров. Однако во всех этих работах объяснение этого симптома, так же, как и других психопатологических симптомов, всегда осуществлялось, как отмечает Поляков в библиографии 150-е, в виде анализа конечного результата продуктов психической деятельности. Сам же процесс, который этот продукт производит, не изучался. Для психологов представляет интерес вопрос о природе обманов чувств. Может ли возникнуть образ предмета без наличия какого-то внешнего объекта или нет. Этой проблеме, имеющей психологическое и методологическое значение, посвящено экспериментальное исследование Рубинштейн, на котором мы ниже остановимся подробнее. Вопрос о механизмах галлюцинации ставился неоднократно. Одни авторы понимали галлюцинации как спонтанный продукт нарушения рецепторов. Другие подчеркивали возникновение галлюцинации роль отдельных нарушенных участков центральной нервной системы. Третьи видели механизмы галлюцинации в интенсификации представлений. Близкими к последней концепции являются взгляды Попова, выдвинувшего тормозную теорию галлюцинации. Основой для этой теории послужили высказывания Павлова о том, что галлюцинации возникают при наличии гипнотической и парадоксальной фазы. Действительно, ряд клинических фактов говорит о наличии тормозного состояния в коре больных. Выявилось, что галлюцинаторные образы усиливаются при засыпании и в момент пробуждения. С другой стороны, прием таких стимулирующих лекарств, как кофеин, феномин, ослабляют галлюцинирование. В то же время прием тормозящих, например, брома, активизирует галлюцинаторный процесс. Исходя из того положения, что при парадоксальной фазе слабые раздражители приобретают большую силу, большую, чем сильные, Попов считал, что представление под влиянием гипноидных фаз интенсифицируется и проецируется как реальные предметы в пространстве. Однако, как замечает Рубинштейн, библиография 164, прибавление гипноидных фаз не сделало теории интенсификации представлений более убедительной, так как представления не существуют сами по себе вне рефлекторного процесса. Автор правильно указывает, что диалектика-материалистическая теория рассматривает психическую деятельность как отражение действительности, что все формы деятельности человека представляют собой отражение вещественных воздействий реальных раздражителей. Тот факт, что в большинстве случаев невозможно установить непосредственную связь между галлюцинацией и объектом, еще не говорит о его отсутствии. Рубинштейн отмечает, что связи между объектом и возникающим образом могут быть сложно замаскированы или опосредованы. Они могут представлять собой связи следового порядка, но положение, что первоначальной причиной всякого психического акта является внешнее раздражение, относится и к нарушенной деятельности анализатора. Для доказательства своей гипотезы Рубинштейн разработал следующую методику. Больным предлагались записанные на магнитофонной ленте слаборазличимые звуки, которые носили предметный характер. Шерест бумаги, бульканье воды, характер других являлся неопределенным. В то время как здоровые испытуемые различали источники звуков, у больных, страдающих или страдавших раньше галлюцинациями, эти эксперименты вызывали обманы слуха. Рубинштейн описывает, как одна больная слышала при звуке шереста бумаги слова «Ты дрянь, ты дрянь». Другая слышала рыдание. Больной в прошлом моряк слышал звон склянок и прибой моря. Поведение больных, их действия, суждения были ответными на ложные воспринимаемые звуки. У некоторых больных ложные образы сохранили известную, хотя и искаженную связь с источниками звука. У других больных эти связи оказались зафиксированными стереотипными связями. Рубинштейн приходит к выводу, что одним из важных патогенетических условий формирования галлюцинации является затрудненность прислушивания и распознавания звуков. Библиография 164. У правомерности положение о том, что затруднения деятельности анализатора облегчают или даже вызывают обманы чувств, говорят факты возникновения галлюцинации у здоровых людей. В научной литературе описаны случаи, когда галлюцинаторные переживания возникали. Первое – в условиях сенсорного дефицита – у водолазов, у людей в барокамерах. Второе – у слабовидящих и у слабослышащих, но не у слепых и не у глухих. Эти факты свидетельствуют о том, что условия, затрудняющие прислушивание, приглядывание, вызывающие усиленную ориентировочную деятельность анализаторов, способствуют возникновению галлюцинации. В генезе зрительных галлюцинаций играют также роль сеностопатии, оптиковестибулярные нарушения проприо- и интерорекции. Абрамович описал больную, у которой было ощущение, что ее голова раздувается, правый глаз становится больше. Во время этих пароксизмальных припадков у нее возникали зрительные галлюцинации. Таким образом, в сложном патогенезе галлюцинаций большую роль играет изменение деятельности внешних и внутренних анализаторов. На основании полученных экспериментами данных Рубинштейн с полным правом утверждает, что неправомерно определять галлюцинации как ложное восприятие, возникающее без наличия обусловливающих их раздражителей во внешней или внутренней среде. Автор указывает, что различные раздражители способны возбудить содержание через сложную цепь ассоциаций, промежуточные зрения которой могут ускользнуть от отчета. Связь образа с наличными раздражителями трудно поддается прослеживанию. Она часто маскируется, но существует. Выводы Рубинштейн согласуются с данными экспериментов, проведенных в свое время еще Бехтеревым. В присутствии больных, страдающих слуховыми галлюцинациями, Бехтерев применял монотонные звуковые раздражители с помощью метронома и получил следующие результаты. Первое. Галлюцинации меняли свою проекцию в пространстве, соответственно перемещению источника раздражения. Второе. Раздражители иногда возбуждали галлюцинаторные явления. И третье. Больные переставали видеть или слышать реальный раздражитель, когда возникал галлюцинаторный образ, несмотря на то, что последний был вызван этим раздражителем. Все эти данные подтверждают положение Рубинштейна о том, что наличие раздражителей, вызывающих перегрузку деятельности анализаторов, как внешних, так и внутренних, играет существенную роль в патогенезе обманных чувств. Это положение очень важно, так как доказывает роль искаженной деятельности в становлении симптома. Именно поэтому, как мы говорили выше, анализ любого психопатологического явления может оказаться полезным не только для вопросов общей психологии, но и психиатрии. Психопатологически измененные процессы, в данном случае восприятие, показывают, что к этим процессам следует подойти как к формам деятельности. Псевдогаллюцинации. Особый интерес представляет для психологии тот вид галлюцинаций, который носит название псевдогаллюцинации. Они были впервые подробно описаны русским психиатром, кандинским и французским психиатром Клером Бо. В книге о псевдогаллюцинациях Кандинский проводит отличия псевдогаллюцинации как от истинной галлюцинации, так и от образов памяти и фантазии. В результате возбуждения известных картикальных сенсориальных областей головного мозга в сознании возникают весьма живые чувственные докрайности определенные образы, то есть конкретные чувственные представления, которые, однако, резко отличаются от самого восприемлющего сознания, от истинно галлюцинаторных образов тем, что не имеют присущего последним характера объективной действительности, но, напротив, прямо сознаются как нечто субъективное, однако вместе с тем как нечто аномальное, новое, нечто весьма отличное от обыкновенных образов, воспоминаний и фантазии. Библиография 80, страница 44. В отличие от галлюцинации, псевдогаллюцинации проецируются не во внешнем пространстве, а во внутреннем. Голоса звучат внутри головы, больные их слышат как бы внутренним ухом. Видения воспринимаются умственным взором, так сказать, духовными очами. Если галлюцинация для больного сама действительность, то псевдогаллюцинации переживаются как субъективное явление, и больной по-разному к ним относится. Так описываемый Кандинским больной Ложков не испугался псевдогаллюцинаторного льва, хотя и чувствовал прикосновения его лав. Он видел его не телесными, а духовными очами. По словам больного, если бы лев явился в настоящей галлюцинации, он бы закричал и бросился бежать. Как и галлюцинации, псевдогаллюцинации возможны во всякой чувственной сфере. Они могут быть тактильными, вкусовыми, гимнастетическими, но в любом случае они не идентифицируются с реальными предметами и их качествами. В отличие от воспоминаний и образов, фантазии псевдогаллюцинации представляются более отчетливыми и живыми, причем образы являются одновременно в мельчайших деталях, стойкие и непрерывные. Псевдогаллюцинации возникают спонтанно, независимо от воли больного. Они не могут быть произвольно изменены или изгнаны из сознания. При этом отсутствует ощущение собственной деятельности, активности, как это бывает при воспоминаниях, мышлении, фантазировании человека. Часто псевдогаллюцинации носят характер навязанности. Они кем-то, так сказать, сделаны. Больные жалуются, что у насильно показывают картины, вызывают звучание мыслей, действуют помимо воли языком, говорят слова, которые они не хотят произносить. Руками, ногами, телом кто-то действует и так далее. Наступает известная деперсонализация. Собственная психическая продукция становится чужой. Так, Елгазина, библиография 60-я, описывает больную, которая чувствовала, будто забирают ее мысли и включают другие. Она же описывает другого больного, у которого истинные галлюцинации сочетались с псевдогаллюцинациями. С одной стороны, он слышит голоса настоящие, с другой стороны, голоса в голове. Ему внушают плохие слова и мысли. Он не может распоряжаться своими мыслями. Ему, так сказать, фабрикуют неуклюжую походку. Он вынужден ходить с вытянутыми руками, сгорбившись и не может выпрямиться. Сочетание псевдогаллюцинации с симптомом отчуждения, так называемой сделанности, носит название синдром Кандинского. Основной радикал синдрома Кандинского это чувство сделанности восприятия, мыслей, утрата их принадлежности собственной личности, чувство овладения, воздействия со стороны. Различают три компонента этого синдрома. Первый – идеопорный, так называемая сделанность, насильственность, раскрытость мыслей. У больного возникают псевдогаллюцинации слуха, содержащие его собственные мысли. Возникают неприятные чувства внутренней раскрытости. Второе – сенсорный, сделанность ощущений. Третье – моторный, сделанность движений. Природа этого синдрома недостаточно исследована. Страница 243. Можно предположить, что при псевдогаллюцинациях начинают оживляться те темные чувства, о которых писал Сеченов. Как известно, Сеченов считал, что к ощущениям, исходящим из наших внешних органов чувств, присоединяются еще ощущения, идущие от наших внутренних органов, которые остаются для нас темными, то есть неосознаваемыми. При некоторых патологических состояниях эти темные чувствования становятся ощущаемыми, и тогда деятельность человека направляется на них. Силу необычности этого состояния эти темные ощущения приобретают характер чуждости, так называемой сделанности. К объяснению всех дегаллюцинаций можно привлечь также положение меграбян о гностических чувствах и их расстройствах. Меграбян, библиография 70-я, предполагает, что в основе этого сложного психопатологического явления лежит нарушение чувства и неотнесенности к себе собственной психической продукции, отчуждения психических состояний. Все дегаллюцинации мало изучены психологами. Между тем исследование этого синдрома внесло бы определенный вклад в решение проблемы сознания и самосознания. Можно указать лишь на работу Клемушевой, библиография 83-я, которая проводила исследование больных с синдромом Кандинского-Клерамбо. Автор подтверждает гипотезу о патологии гностических чувств, нарушение самовосприятия как основы данного синдрома, экспериментально доказывая, что нет оснований выводить эти явления из расстройств мышления. В экспериментах выявились условия, способствующие и провоцирующие эти болезненные явления. Ими оказались так называемые субъективные ощущения усилия, напряжение выполненной умственной работы, где трудности и ошибка могут быть заметны самому больному. Библиография 83-я, страница 128-я. В качестве другого примера, иллюстрирующего механизмы симптома образования, является пример выявления соотношений первичных и вторичных образований. Как известно, к этой проблеме Выгодский обращался неоднократно при исследовании структуры умственной отсталости. Однако постановка этой проблемы может оказаться продуктивной и при исследовании нарушений личности. Для этого стоит обратиться к материалу, представленному в работе поперечной, библиография 151-я, которая провела сравнительный анализ социальной адаптации умственно отсталых подростков, обучающихся в спецшколах, и контингентами неуспевающих учащихся в средней школе. Проведенное поперечное экспериментально-психологическое исследование и прослеживание жизни этих детей показало, что учащиеся спецшкол, приобретшие навыки профессионального обучения, хорошо адаптировались к социальной жизни и ее нормативам. Неуспевающие ученики средних школ, поставленные в условия второгодников, двоечников, не получившие никаких трудовых навыков, оказывались ситуации униженных, их самооценка становилась заниженной, вырабатывались неадекватные походки компенсации неполноценности. В результате такой фрустирующей ситуации эти подростки часто совершали социальные поступки, у них появлялись невротические состояния. Если рассматривать умственную отсталость как первичное явление, то изменение личностной сферы этих ребят следует рассматривать как вторичное. Оно формировалось именно благодаря тому, что социальное окружение, школа родителей, предъявляло к ним, обладавшим неполноценной из-за болезни, измененной центральной нервной системы, слишком жесткие требования. Иными словами, здесь действовало положение Рубинштейна о том, что внешние причины действуют через внутренние условия, к которым Рубинштейн относил и работу центральной нервной системы. Приведенный психологический анализ синдромов, галлюцинации, псевдогаллюцинации и анализ нарушений первичных и вторичных симптомов показывают, что патопсихологические исследования могут оказаться полезными для вопросов психоневрологии. Данные патопсихологических исследований могут быть полезными для решения ряда вопросов теории психиатрии. Это соотношение общемозговых и локальных нарушений, соотношение органического и функционального факторов. Оба эти вопросы имеют значение не только в теоретическом, но и в практическом плане, так как от их разрешения зависит применение фармакологической терапии, психотерапии и психокорреляции. Вопрос соотношения органического и функционального имеет особенное значение при анализе больных с так называемым лобным синдромом, то есть синдромом, возникающим при поражении в передних лобных отделах мозга и при так называемой композиционной глухонемате. Мы не будем подробно останавливаться на сущности лобного поражения. Различные авторы склонны по-разному трактовать это заболевание. Многие сводят его, как популятор, к снижению отдельных способностей. Иные, как Грюнталь, говорят о невозможности управления мышлением. Все эти концепции останавливаются лишь на одной стороне лобного синдрома. Основным нарушением у лобного больного является нарушение личности, нарушение его отношения к внешнему миру и потеря взаимоотношения с ним. Это глубинное личностное нарушение ведет к нарушению всей системы потребностей больного, то есть тех аффективно-волевых образований, которые являются побудителями нашей конкретной повседневной деятельности. Эти образования отличаются большой динамичностью, подвижностью, исчезают и появляются, подавляются и заменяются. В их основе могут лежать природные, но в значительной большей степени те социальные мотивы, которые являются источником их возникновения. Однако формы нашей конкретной деятельности обусловливаются содержанием и структурой именно этих как бы вторичных потребностей. Личностное нарушение так называемого лобного больного, нарушение его потребностей сферы ведет следовательно к нарушению всей его деятельности, что проявляется, как было показано в главе 4 в А. Спонтанности. Нарушение целенаправленности в своем крайне выражении это приводит к тому, что поведение лобного больного диктуется не внутренними мотивами, а внешними ситуационными моментами. Нам кажется целесообразным при описании такого рода поведения применить термин «полевое поведение» или «подчинение психологическому полю», термин, введенный в психологическую литературу Левиным. Примечание. Краткое и повторное описание здесь так называемого полевого, ситуационного поведения больных с так называемым лобным синдромом преследует в этой главе иную цель. Если ранее, глава 4, параграф 7, мы связывали наличие синдрома спонтанности с нарушением мотивационной сферы целесообразования, то здесь мы хотим показать, какое значение имеет исследование этого синдрома для теории психоневрологии. Конец примечания. Под так называемым психологическим полем Левин понимает ту конкретную психологическую ситуацию, в которой личность в данный момент находится и которая определяется ее эффективными побуждениями и потребностями. И в нормальной жизни личность, находясь в определенной ситуации, в известной степени ей подчиняется. Каждый человек знает за собой ряд поступков, которые он совершил под влиянием ситуационных моментов. Для каждого человека отдельный момент ситуации или вещь может приобрести побуждающее значение. И тогда его поведение в известном мире тоже является полевым. Самый банальный пример такого поведения – поведение человека в магазине, когда он покупает совершенно ненужные ему вещи, лишь потому что они попали в поле его зрения. Во повседневной жизни мы называем такое поведение импульсивным, необдуманным. Однако, подчиняясь в известной степени так называемому полю, человек может произвольно менять для себя его значение. При большей дифференцированности нашего сознания, при большей степени интеграции нашей деятельности, мы имеем большую возможность управлять ситуацией. Так называемый побуждающий характер вещей зависит в таких случаях от их смысла, то есть отношения к социальным потребностям. И наоборот, в тех случаях, когда дифференциация потребностей снижается, например, при усталости или при больших душевных потрясениях, или же в случаях снижения интеллектуальной деятельности, когда возможность замены, переключения потребностей отпадает, личность подпадает под так называемую власть поля. Не человек стоит над ситуацией, управляя своим поведением, а ситуация давляет над ним. Это ситуационное поведение может принимать разные формы. Часто оно выступает лишь в виде подчинения психологическим моментам, ситуации, лишая деятельности или направленности. В таких случаях мы говорим о внушаемости больных. Иногда же так называемое полевое поведение принимает характер грубых нарушений, и выступает не в виде подчиняемости психологическим моментам, а в форме подчинения отдельным случайным воздействующим на них стимулов. У такого рода больных трудно вызвать выполнение действия при помощи инструкции или просьбы, в то время как внешний раздражитель приводит к ее выполнению. Например, если такого больного попросить прочесть отрывок, он не выполнит такого задания, но стоит ему случайно пройти мимо книжного шкафа, как он тотчас извлекает оттуда книгу и, несмотря на запрет, читает ее. Если такого больного попросить передать карандаш, он начнет писать им, попросить налить стакан воды, начинает пить из него. Сам по себе предмет вызывает у больного выполнение того или иного действия. Такого типа поведения, встречающихся при лобных опухолях и тяжелых травмах мозга, может быть расценено как расторможенное, импульсивное, как проявление эмоций, влечений. В действительности же эта импульсивность лишь кажущаяся. Она является не следствием богатства внутренних влечений или импульсов, а следствием пустоты, аспонтанности. Такого рода больные не вступают в контакт с окружающими, часами находятся в безучастном состоянии ко всему, что происходит вокруг них. Если ситуация не вызывает, не провоцирует их деятельности, они не действуют, ибо их поведение всегда бывает лишь ответом на ситуацию, на внешний стимул. Так называемое полевое поведение не является специфической особенностью лобного страдания. Оно может выступить при любом органическом заболевании, например, при болезни пика, артериосклерозе и тому подобном. В этих случаях генез так называемого полевого поведения иной. Оно является следствием интеллектуального снижения костности потребностей. В подобных случаях для больных существует единственная возможность решения задачи, вытекающей из конкретной структуры данной ситуации. Если такого больного спросить, сколько у него пальцев на ногах, он делает попытку снять носки. Задание же назвать количество пальцев означает сосчитать их, направить на них свое внимание. Объект, на который направлено внимание больного, приобретает для него так называемый побуждающий характер и побуждающее значение. В основе деятельности такого больного лежит чрезмерная направленность, не на задачу, а на действию, приобретающая вследствие патологически измененных потребностей, характер костности, где условные отвлеченные отношения заменены конкретными ситуационными. Иначе протекает так называемое полевое поведение у лобного больного. Конкретная ситуация, непосредственные отношения с людьми, носящие обобщенный характер, диктуемые тем постоянным местом, которое в жизни субъекта занимает то или иное лицо, отсутствует. Поведение его диктуется лишь отдельными случайными моментами, входящими в данную ситуацию. В патологически измененной ситуации этот внешний случайный момент, иногда даже вещь, становится источником деятельности, вызывая привычные автоматические действия. Каждый предмет может приобрести здесь так называемое побуждающее значение и влечет за собой выполнение определенной функции. Например, подобный больной начинает, независимо от ситуации, увидев спичку, зажигать ее, или когда к больному навстречу приходит дочь, он не вступает с ней в разговор, а увидев у нее в руках книгу, открывает и начинает читать ее. Так называемое полевое поведение такого рода больных внешне упорядочено, его содержание не отличается нелепостью, но реакции скорее лишены всякого смысла, они носят характер автоматического шаблонного действия. Такова в общих чертах характеристика полевого поведения лобного больного. Как указывалось в главе 4, выраженный синдром полевого поведения сочетается в большинстве случаев с симптомом персеверации в деятельности. Казалось бы, полевое поведение и персеверация – симптомы, противоречащие друг другу по характеру своих механизмов. Ибо персеверация означает застревание на прошлой деятельности и предполагает известную костность систем, в то время как полевое поведение требует чрезмерной переключаемости. Однако эти симптомы в действительности однородны в своей структуре. Для того, чтобы персеверация могла проявляться и в деятельности, необходимо, чтобы активность больного была доведена до минимума, так как персеверация означает подчинение той ситуации, в которой больной находится. Она выражает неумение активно воспринять и образовать новый стимул. Персеверации оказываются таким образом проявлением о спонтанности. Персеверация и полевое поведение являются оборотными сторонами одного и того же явления. Импульсивность полевого поведения и штампованное поведение персеверации смыкаются. Следует отметить, что описанная симптоматика очень характерна в настоящий момент при лобных травмах и при опухолях лобных болей, в то время как на материале военных лет, во время Великой Отечественной войны, мы наблюдали этот синдром в выраженной форме лишь в редких случаях, когда травма лобных долей была отягощена воспалительным процессом. Приводим к короткую характеристику двух случаев. Случай первый. Больной я ранен 15-го, 8-го, 42-го, осколком в левую височную долю на границе лобной и теменной кости. Больше справа, ближе к средней линии. Потерял сознание. Сразу прекратились движения в правых конечностях. Перестал говорить, хотя понимал обращенную к нему речь. На рентгенограмме комбинированный множественный перелом черепа в правой лобной и теменной области с дефектом 1 на 1 см, с трещиной, идущей от него. Много костных секвестров, частью вдавленных, частью экстремальных. 24-го, 11-го. Операция. Разрез через свищ и инфильтрат теменной области. Под кожей масса серых грануляций, по удалению которых обнаружены два костных секвестра наружной пластинки, окруженных грануляциями. Костный осколок лежит свободно среди грануляций. Осколок и секвестр удалены. Ранка в левой височной области быстро зажила. Рана в теменной области продолжала гноиться. 22-го, 1-го, поднялась температура. Появились менингиальные симптомы, патологические знаки с обеих сторон. Состояние больного долгое время было тяжелым. С 15-го, 2-го, 43-го уменьшаются менингиальные симптомы. Состояние больного улучшается. В дальнейшем состояние больного опять улучшается. Появляются менингиальные симптомы. 10-го, 4-го, больной умирает. Клинический диагноз. Менинга энцефалит. Данные вскрытия. Обцесс правой лобной доли с прорывом в передний рук правого бокового желудочка. Пелоцефалия. Базальный гнойный менингит. Рубец в области извилины брока. Ограниченный сирозный менингит. Водянка правого бокового желудочка. Психологическое обследование больного позволяет выделить два периода. Первый период охватывает все время до поднятия температуры. На фоне полной ориентировки и адекватного поведения нужно было отметить медлительность психических процессов. Некоторую инактивность мышления. Недостаточность целенаправленности. Больной медленно переключался с одного вида деятельности на другой. Например, инструкцию перейти от счета к письму он выполнял не сразу. Он не застревал на предыдущей деятельности. Но была необходима пауза для совершения этого перехода. У больного было затруднено преодоление автоматизированных процессов. Обратный счет месяцев, дней, недели, чисел, хотя и был возможен, но затруднен. Инактивность его мышления выявлялась во всех случаях, когда поставленное задание требовало активного напряжения. Больной с трудом мог назвать пять предметов красного цвета, пять острых предметов, с трудом мог придумать противоречащие друг другу слова, не мог передать сюжет рассказа. Целенаправленность больного, его спонтанность находили свое выражение в процессе восприятия. Больной не передавал сразу сюжеты картины. Он схватывал лишь отдельные детали, не увязывая их в одно целое, давая поверхностные описания. Например, картину, изображавшую ситуацию пожара, больной описывает так. Здесь машина едет. Э. Какая машина? Б. Ну, грузовая. Э. Кто на машине сидит? Б. Люди, а это дома, здесь деревья. Лишь после того, как врач направлял его внимание на клубы дыма, на каски пожарных, больной говорил, это пожар. Больной при восприятии рисунков с трудом отделял фигуру от фона, с трудом понимал перспективу. Иными словами, у больного была нарушена произвольная сторона акта восприятия. А спонтанность больного была особенно ярко выражена в поведении. Он сидел целыми днями на кровати, мало вступал в контакт с соседями по палате, совсем не интересовался окружающей жизнью. На фоне этой фронтальной симптоматики, о спонтанности, непроизвольности, выступают остаточные явления моторной афазии, выражающиеся в том, что его спонтальная речь несколько затруднена. В отраженной речи выступают затруднения при повторении сложной фразы. Имело место нарушение чтения. Больной часто не схватывал слова, читал их, повторяя одно и то же слово, по догадке, забегая вперед. Например, отрывок. Взял Паша у отца шапку, а шапка была ему велика, лезла ему на самый нос. Больной прочитывает. Взял шапку, отец шапку, а шапка на нос. У отца шапку. Таким образом, речевые расстройства типа лобно-афазического характера были у больного выражены ярче, чем так называемые лобные нарушения в деятельности. С больным была возможна работа по восстановлению речи. Второй период начался с поднятием температуры. У больного начали нарастать общемозговые явления. Из больного, хотя и спонтанного, но с адекватным поведением, с которым возможна восстановительная работа, он превращается в заторможенного и загруженного. А спонтанность его достигает своего апогея. Иноактивность его мыслительных процессов нарастает. Те задания, при которых он раньше испытывал затруднения, сейчас становятся почти недоступными. Если он раньше, хотя и с трудом, но все же называл пять предметов красного цвета, то теперь он не в состоянии выполнить это задание. Если он раньше при описании картины не мог уловить общего смысла, то теперь он совершенно не может описать ее содержание. У картине, изображающей пожар, он говорит «Не знаю, куда-то едут». Целенаправленное действие его заменяется персеверациями. Если он рисовал подряд несколько кружков, то ему трудно перейти к рисунку треугольника. У больного наступает вследствие персеверативных тенденций распад структуры. Наряду с персеверациями у больного резко выступает так называемое пылевое поведение в самом выраженном виде. Экспериментатор просит его передать спичку другому больному. Он берет коробку, вынимает спичку и зажидает ее. Требуемого действия не выполняет. Когда экспериментатор предлагает больному полотенце, чтобы вытереть руки, больной опять-таки не выполняет инструкцию. Он аккуратно складывает полотенце. Когда больного просят подать стакан воды, он начинает пить из него воду. Вместо целенаправленной деятельности выступают манипуляции вещами. Вместо полевого акта имеет место выполнения того, что требует вещь. Все поведение больного определяется таким образом не внутренним стимулом, существенным для данной ситуации, а лишь предназначением вещи как таковой, независимо от ситуации, в которой она воспринимается больным. Это так называемое полевое поведение становится основным синдромом нарушения, который, так сказать, покрывает всю остальную его симптоматику. Характеризовать поведение больного такими понятиями, как инактивность, а спонтанность, становится явно недостаточным, ибо основное нарушение – это грубейшее нарушение самой структуры его деятельности. Восстановительная работа с ним становится явно невозможной, хотя фазическая симптоматика у больного не нарастала. Таким образом, нарастание патологического процесса привело к тому, что нарушение, которое выступило вначале как обычный симптом аспонтанности, приобретает характер ярко выраженного распада структуры деятельности, штампованных действий, которые столь характерны при опухолях и травмах мозга. Говоря иначе, в первом периоде нарушение мозга было скомпенсировано. Нарастающий абцесс вследствие резкого давления, который он оказывал на лобные доли, или вследствие отека, может быть и вследствие токсического влияния, вызвал декомпенсацию, давшую столь пышную психопатологическую симптоматику. Анализ данного случая позволяет осветить проблему, а именно, почему грубая симптоматика штампов, персеверации и полевого поведения так редко выступает при огнестрельных ранениях мозга. Смотрите «Неврология военного времени» под редакцией Академика Горощенкова «Москва, 1949 год». И столь частая наблюдается при опухолях и обычных травмах мозга. Персеверации и так называемое полевое поведение являются реакцией мозга в целом. Свидетельствуя о нарушении интегративной функции мозга, эта симптоматика может выступить, как мы уже отметили выше, при различных органических нарушениях, например, при артериосклерозе, прогрессивном проличе. Она может обнаружиться и в случаях отсутствия патологического процесса, когда речь идет лишь о функциональных динамических изменениях мозга, например, при большой усталости и истощаемости. И все же, несмотря на такой диффузный, генерализованный характер, этот симптом полевого поведения, персеверации является наиболее типичным при поражениях лобных долей. Нарушение глубинных личностных установок всей системы подребности, называя нарушение деятельности, поражая спонтанность, приводит неминуемо в тяжелых случаях к раннему выражению этой спонтанности, так называемому полевому поведению. Однако, как показывает наш материал, одного ограниченного поражения лобных долей недостаточно для вызывания столь грубой симптоматики. Даже при выраженной аспонтанности подчиняемость ситуационным моментам не принимала столь грубой формы, манипуляции вещами. Так называемое полевое поведение подобных больных выражалось в подчинении ситуационным моментам. Компенсаторные механизмы мозга очень велики. И потому, если травма падает на полноценный молодой мозг, она не приводит к столь грубым симптомам. В приведенном примере речь шла не об ограниченном лобном поражении. Здесь травматическое поражение мозга сопровождалось воспалительным процессом, который вызвал общемозговые динамические нарушения интоксикационного характера. Поэтому здесь, следовательно, правильнее сказать о системном или об общемозговом нарушении, которое лишило мозг возможности компенсации и дало возможность проявиться грубой психопатологической симптоматике, персеверации и так называемому полевому поведению. Для выявления ее необходимо следовательно отягощение мозга в целом. Локальная так называемая лобная симптоматика могла выступить лишь при наличии общемозговых нарушений, которые мешали компенсации. Такое же соотношение локального и общемозгового фактора мы наблюдаем и при лобных опухлях, где как интоксикационные моменты, так и моменты давления особенно ярко выражены. Исходя из вышесказанного, становится понятным, почему лобные травмы в настоящий момент так часто вызывают грубую симптоматику персеверации, штампов, не являющиеся характерны для травм военных лет. Смотрите «Неврология военного времени» под редакцией академика Брещенкова. Москва, 1949 год. Травма мозга в настоящий момент в ряде случаев падает на биологически неполноценный мозг, отягощенный склерозом, алкоголем. Момент отягощения в этих случаях играет в структуре образования грубой лобной симптоматики ту же роль, что воспалительные процессы в приведенных нами случаях, то есть роль тех общемозговых динамических нарушений, при наличии которых так называемая локальная лобная симптоматика приобретает столь резко выраженную и очерченную форму. В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что описанные нарушения и мыслительной деятельности лобного больного однозначны с теми, которые можно наблюдать при анализе действий, поступков больного. В их основе лежат личностные изменения, выражающиеся в нарушении строения деятельности. Отсутствует стойкое отношение к окружающей действительности, к своему «я». Это нарушение можно расценивать как особую форму нарушения сознания. Анализ соотношений общемозговых и локальных факторов позволил подойти к широкому кругу вопросов теории психоневрологии. Назовем лишь некоторые из них. Прежде всего, это изучение активности. Как указывает исследование Рубинштейн, значительная роль выраженной о спонтанности больных принадлежит истощаемости, которая была в частности обнаружена при работе больных в трудовых мастерских. Библиография 162. Их поведение сопоставлялось с данными клиники и катанеза. Полным правом Рубинштейн указывает, что именно анализ подобной истощаемости указывает на ее связь с трудовыми установками больного. Основную группу больных, страдавших психической истощаемостью, составляли больные с закрытыми травмами черепа. И это не случайно. Здесь выступало на передний план отношения к труду. Оно было у них адекватным, целеустремленным, что позволило им преодолеть определенные трудности. Была выявлена неосознаваемая установка больных. Рубинштейн пишет, что, кавычки, не имея раны, не страдая какими-нибудь локальными поражениями, они часто чувствовали себя вынужденными отстаивать и утверждать свое право на болезнь. Более подробное клиническое исследование обычно подтверждало обоснованность субъективных жалоб больных на головную боль, плохое самочувствие и слабость. Кавычки закрыты. Библиография 162, страница 95. Вышеописанные исследования дают возможность для применения различных видов психокоррекционных мероприятий. А главное, они явились доказательством того, что именно создание продуманных, градуированных, индивидуально подобранных способов восстановления нарушенных функций является необходимым условием для успешной коррекции. Об этом свидетельствуют и дальнейшие исследования Халфина и Кабаченко. Смотрите библиографию 189 и 78, соответственно. Другой важной проблемой является проблема соотношения органического и функционального факторов в структуре неврозов, психопатии, реактивных состояний. Дело в том, что до сих пор нет единого мнения относительно генезиса этих явлений. Одни авторы считают, что подобные состояния в основном конституционально обусловлены, такие как Хречмир, Ганушкин. Другие придают большее значение органической так называемой почве, как Сухарева. Третьи больше акцентируют их психогенную природу Кербиков, Ушаков, Карвасарский и Кабанов. Мы не собираемся в данной книге разрешить эту проблему, а хотим лишь подчеркнуть ее сложность, на что в свое время в годы Великой Отечественной войны указывал невропатолог Перельман, наблюдая больных с контузией головного мозга с развивающейся глухонематой. Он констатировал, что хотя постконтузионная глухонемата является преимущественно психогенным страданием, все же на каком-то этапе этого страдания выступает некоторая так называемая органическая почва. В разных периодах этого заболевания переплетение органического и психогеново проявляется по-разному. В современной психологической литературе нередко высказывалась мысль, что постконтузионная глухонемата является частным симптомом коммуционных нарушений, которые называют коммуционной болезнью. В противовес этому мнению ряд авторов придерживается того взгляда, что постконтузионную глухонемату следует рассматривать как проявление реактивного состояния личности. Психологическое исследование больных с постконтузионным нарушением слуха и речи помогает осветить этот вопрос. В ряде случаев оно может свидетельствовать о том, имеют ли место у этих больных те нарушения, которые присущи к эмоционным, то есть органическим состояниям. Принято считать, что изменения психических функций, выступающие при коммуциях мозга, являются диффузными общемозговыми нарушениями. Обычно их квалифицируют как общемозговую слабость, как снижение мозговой деятельности. Однако экспериментальные и клинические исследования показывают, что это мнение не является правильным отражением и объяснением того, что происходит при коммуциях мозга. В действительности эти нарушения гораздо разнообразнее. В зависимости от интенсивности коммуции, от различных патогенетических моментов, эти нарушения принимают вид нарушений памяти, интеллекта. Временами коммуция поражает эффективную волевую сферу, вызывая аспонтанность, вялость. Часто эти нарушения выступают в виде нарушений гнозиса. Таким образом, при коммуциях мозга проявляется самая разнообразная картина нарушений, начиная с нарушений, которые можно наблюдать при травмах с локальными знаками и кончая нарушениями при таких диффузных органических заболеваниях, как склероз мозга и так далее. И все же, несмотря на эту, казалось бы, разнообразную картину при коммоциях мозга, можно уловить ведущую характерную особенность, которая присуща только им. Два момента, характерных для изменения психических функций при коммоциях мозга. Первое. Нарушения отдельных психических функций развиваются на измененном фоне, оглушенности, большей истощаемости, из которого они вырастают, от которого они неотделимы. Второе. Отдельные психические нарушения более непосредственно вырастают без общих динамических нарушений, нежели это бывает при других травмах мозга. Они первичне и менее выводимы из психологических надстроек. При открытой травме черепа речь идет об избирательных нарушениях, которые могут быть поняты как следствие более широких системных нарушений, как следствие психологической надстройки. Например, расстройство восприятия при лобных нарушениях мозга может быть выведено из расстройства мотивации, из-за спонтанности больного. Но образовавшись, это расстройство восприятия развивается согласно своим закономерностям. Динамика изменения отдельной функции идет часто впереди изменений той почвы, из которой она выросла. Иначе при коммоциях мозга. Те нарушения отдельных психических функций, которые здесь выступают, лишены избирательного характера. Они являются проявлением тех общих динамических сдвигов, которые вызваны в организме травмой. В литературе указывается на то, что в случаях коммоций речь идет о нарушениях ликворудинамики и кровоснабжения. О коллоидных сдвигах, которые выступают в виде общемозговых явлений. В психологическом эксперименте эти нарушения выступают в виде большой истощаемости и замедленности психических процессов. При определенных патогенетических условиях, при известной интенсивности ищей общемозговые явления теряют свой диффузный характер и превращаются в очерченный синдром нарушений памяти, гнозиса, для которых, однако, остаются характерными те же черты истощаемости и снижения психического тонуса, которые отличают весь коммоционный синдром в целом. Таким образом, определенный очерченный синдром нарушения определенной функции является лишь по-особому оформленным проявлением диффузного общемозгового нарушения. Поэтому колебания в общемозговом тонусе, проявляющиеся, например, в психической истощаемости, неизбежно отражаются и в структуре этой частной функции. Вопрос, в каких случаях диффузное изменение психических процессов, выступающее в истощаемости, вялости и замедленности психического тонуса, проявляется в расстройствах частных психических функций, выходит за пределы нашего анализа. Нам хотелось бы лишь в нескольких словах указать, как такое нарушение, как истощаемость, может принять характер ограниченного нарушения, например, нарушения восприятия. Последний приобретает характер диффузности. Больной не может дать точного определения того изображения, которое ему предъявляют. Например, изображение летчика он определяет как человек, вишню как ягода, лошадь как животное, то есть больной ограничивается общими определениями, заменяя вид родом и так далее. Иными словами, у этих больных нарушены процессы узнавания. Известно, что одним из условий деятельности человека является протекание процессов во времени, благодаря чему отдельные элементы превращаются в процессы. Акт запечатлеваемости в логическое запоминание. Акт восприятия в узнавании. Восприятие тяжелых эмоционных больных лишено этого динамического компонента. Процессы восприятия страдают в результате того, что они не прелавляются через призму прежнего конкретного опыта. Такого рода больные не соотносят воспринимаемое с известной категорией. Процесс восприятия превращается в процесс отгадывания. Нарушение восприятия в данном случае является не проявлением локального нарушения, а своеобразным видом амнистических нарушений, своего рода преддверием амнистического симптома комплекса. В большинстве случаев коммуции нарушения не принимают характера очерченных симптомов и остаются в виде диффузных нарушений, в виде истощаемости и замедленности функции с преимущественным нарушением в месте интеллектуальных процессов. Дальнейшей отличительной чертой при коммуциях мозга является характер течения заболевания. Для коммуции мозга больше, чем для какого бы то ни было заболевания, характерны агрессивные течения. Острые явления коммуции проходят и исчезают. Сглаживаются нарушения отдельных психических функций. На первый план выступают остаточные явления в виде истощаемости и астенизации. Однако регрессивность не является отличительной чертой коммуции, она присуща и течению других травм. В то время как регрессивное течение при открытых травмах идет за счет механизмов компенсации, за счет каких-либо других функциональных систем, особенностью коммуции является постепенное исчезновение остроты симптомов. Если при открытых травмах возможна качественная перестройка на основе компенсации, то регрессивное течение при коммуциях мозга выражается в количественном снижении нарушений, постепенном спонтанном восстановлении психического тонуса. Другая отличительная черта, которая свойственна нарушениям при открытой травме, это неравномерный процесс восстановления. Иначе при комоциях восстановление отдельных функций происходит равномерным путем. Неодельная функция как таковая начинает восстанавливаться, а весь мозг в целом начинает работать с более высоким тонусом и меньшей истощаемостью. Подобная особенность наблюдалась в случаях постконтузионной глухонемоты. Всего нами было исследовано 117 случаев с постконтузионными нарушениями речи и слуха. В 23 случаях было отмечено наличие коммуционной психологической симптоматики. Первая группа. У остальных больных наличие коммуционной органической симптоматики не выявилось. Больные второй группы, у которых был обнаружен коммуционный симптом, имели остаточные неврологические симптомы. Но тех резких нарушений, о которых мы говорили выше, среди больных этой группы не наблюдалось. Ни в одном из случаев мы не видели картины корсакова подобного состояния или резкого нарушения восприятия. Симптоматика этих больных сводилась лишь к истощаемости, замедленности психических функций, синдрому астернизации. Очевидно, коммуция в данном случае не достигла той степени интенсивности, когда общемозговые факторы вырастают в отдельные системные очерченные нарушения. Синдром коммуции остался у этих больных в своем аморфном первичном состоянии. Речь всего о подобных больных выступает синдром психической истощаемости, который проходит красной нитью через исследование самых различных функций. Эта истощаемость может найти самое разнообразное количественное выражение. Если взять у десятерых больных среднее арифметическое количество времени, необходимое для решения определенного задания, то можно увидеть, что оно значительно меняется в зависимости от того, проводится ли эта задача в начале, в середине или в конце длительного периода времени, 40-45 минут. Заполненного интеллектуальной работой. Например, больному предлагается задача. Назвать в течение двух минут ряд слов, начинающихся с какой-нибудь буквы. Анализируя ответ, можно увидеть, что количество слов в конце рабочего промежутка резко падает по сравнению с началом. Получим резко не спадающую кривую. Этот убывающий характер кривой свидетельствует об истощаемости речевой активности больного. Аналогичную картину истощаемости показывает и ассоциативный эксперимент. Если для продукции ассоциативного ряда в 12-15 слов в начале рабочего промежутка понадобилось 20-25 секунд, то под конец опыта необходимое для этого время вырастает до нескольких минут. Особенно резко этот симптом истощаемости наступает при исследовании памяти. Вообще память является очень чувствительным индикатором при различных мозговых нарушениях. При коммоциях мозга нарушения амнистических функций вырастают в кардинальный симптом и являются тем отправным пунктом, тем основным нарушением, из которого могут быть поняты все остальные нарушения. Наоборот, в случаях постконтузионной глухонемоты не выявилось, как уже было сказано, резких нарушений амнистических функций. Они выступают в виде известной забывчивости, некоторой неточности запоминания. Такие больные не забывают каких-либо событий, а лишь путают их. У них нет нарушений узнавания, отсутствует лишь точность его, они то помнят, то забывают даты личной или общественной жизни. Нарушения памяти выступают здесь не в виде самостоятельного стойкого синдрома, а в виде динамического нарушения, которое носит зачастую аморфный характер. Оно трудно отличимо от нарушений внимания, целенаправленности и установки. Часто эти нарушения больше переживаются самим больным в плане субъективным и не находят отражения в объективном исследовании. Иными словами, нарушения памяти являются здесь индикатором общих динамических нарушений в той стадии, когда они еще не потеряли характера диффузности и не перешли в очерченный синдром. Нарушения памяти являются здесь лишь показателем истощаемости. Об этом ярче всего свидетельствует кривая запоминания. Если больному предлагалось для запоминания 10 слов, то после многократного повторения мы получаем нарастание воспроизведения этих слов. Изображая этот процесс запоминания в виде кривой, мы получим нарастающую кривую. При различных мозговых повреждениях характер кривой меняется. Так, например, при лобных поражениях нарастание удержанных слов происходит чрезвычайно замедленно. Кривая приобретает характер плато. В ряде других заболеваний, где страдания поражают эффективно волевую сферу больного, вызывая взрывчатость, лоббильность эмоциональной сферы, кривая памяти носит изогнатообразный характер, отражая лоббильность эмоциональных процессов. И в наших случаях кривая памяти принимала своеобразный характер. Она сначала поднималась, а затем начинала постепенно падать, отражая тем самым истощаемость министических процессов больного. Характерно, что при проверке стойкости министических следов у этих больных повторение удержанных слов не непосредственно после их предъявления, а через 10-15 минут количество репродуцированных слов падает еще резче. Нарушение памяти и забывчивость больного является в этих случаях проявлением истощаемости больного. Мы не имели возможности отметить среди этой группы больных нарушение интеллектуальной сферы, но вследствие большой истощаемости эта сфера больного была недостаточно продуктивна. В следствии большой психической истощаемости такие больные были не в состоянии сразу охватить существенное, переключить свое внимание и поэтому не могли, например, осмыслить сюжеты рассказа или картины. Вследствие склонности к истощению у этих больных оказывалось нарушенным и восприятие. При описании сюжета картины они останавливались на мелочах, которые уводили их от основного, описывали лишь то, что находилось непосредственно перед их глазами. Это нарушение очень часто напоминало гностические дефекты, возникающие при поражении лобных долей мозга, однако с той разницей, что при лобном нарушении последние вытекали из стойкого нарушения мотивов активности. В данном же случае они являлись лишь проявлением истощаемости. Доказательством этого служит тот факт, что нарушения усиливались в конце эксперимента. Анализ подобной группы больных приводит таким образом к следующему. Первое. Лишь в 19,6%, то есть в 23 случаях из 117, постконтузионной глухонемате имела место психологическая коммуционная симптоматика. В остальных случаях 80,4% ее установить не удалось. Второе. Коммуционная симптоматика при постконтузионной глухонемате выражается в истощаемости, замедленности психических функций, синдроме остеанизации личности. Третье. Эта истощаемость может принять характер нарушений памяти, расстройства внимания и восприятия. Четвертое. Однако эта коммуционная симптоматика носит слабо выраженный характер. Ни в одном случае интенсивность ее не достигает такой степени, чтобы она приняла вид системных нарушений. Нарушения памяти, восприятия не становятся очерченными стойкими нарушениями. Они остаются лишь индикаторами истощаемости, сохраняют характер динамических, лобильных нарушений. Если после вышесказанного вернуться к вопросу о природе постконтузионной глухонематы, то можно утверждать, что в подавляющем большинстве это страдание не является коммуционной болезнью. 80,4% не было выявлено контузионной симптоматики, интеллектуальные процессы интактны, нельзя было обнаружить также и симптомов истощаемости, замедленности. Однако было бы неправильным сделать вывод, что в этих случаях речь идет о совершенно полноценных людях, у которых изолировано, оторвано от всего остального фона, выступает резко выраженный моносимптом – нарушение речи, слуха. Неверно считать, что если в этих случаях отсутствует коммуционная симптоматика, то этот симптом нарушения речи и слуха не коррелирует с каким-то другим психическим изменением личности. Более правомерным является вывод о том, что если нарушения слуха и речи не являются в данном случае индикатором коммуции мозга, то они являются показателями иных существенных нарушений. Психологическое исследование показало, что среди 117 обследованных нами больных можно выделить довольно значительную группу – группа вторая, охватывающую 28 случаев, то есть 24%, в которых были ярко представлены нарушения аффективной волевой сферы при отсутствии какой бы то ни было коммуционной симптоматики. Клиника этих больных характеризуется нарушениями эмоциональной сферы, поведение их неуравновешено, они взрывчаты, малейшее огорчение выводит их из себя, они плохо подчиняются режиму отделения. Однако зачастую нарушения эмоциональной сферы не выявляются в столь открытом виде, они бывают завуалированы, незаметны и выступают в виде легкой ажурной микросимптоматики, которую можно выявить лишь путем создания экспериментальных условий, вскрывающих личностные изменения. В таких случаях эксперимент должен вызывать ситуацию конфликтности, колебаний эмоциональной сферы. Одним из таких экспериментов является опыт, который вызывает психическое пресыщение. Как известно, этот эксперимент заключается в том, что больному предлагается какое-либо монотонное задание, например, длительно рисовать черточки или кружочки. Длительное выполнение такого задания быстро начинает становиться тягостным для каждого человека, поэтому всякий испытуемый старается разнообразить это монотонное занятие и начинает варьировать его выполнение. Вариации бывают разного рода. Временами они принимают чисто внешний характер, черточки становятся то больше, то меньше, меняется их направление. Вариации могут носить и иной характер. Человек не отрывается от работы, но начинает насвистывать, напевать, разговаривать безотносительно к заданию. Роль и значение этих вариаций двоякая. Являясь симптомами пресыщения, они являются в то же время и своеобразными профилактическими мероприятиями личности против наступающего пресыщения. В наших исследованиях больные и вторая группа совершенно не справлялись с этим экспериментом. Они не включали в задания никаких облегчающих монотонность вариации, но они могли спокойно продолжать его. Они становились беспокойными, жаловались на усталость, движения их были резкими, нетерпеливыми. Экспериментатор убеждал больного в том, что опыт проводится для выяснения его выдержки. Этот стимул, который обычно вызывает потребность к деятельности, хотя бы на короткий срок, не действовал на наших больных. Они становились все более беспокойными и в конце концов приходилось прерывать эксперимент. Таким образом, эту группу можно трактовать как больных с неустойчивой аффективной сферой. Более детальный анализ показывает, что и при морбидной личности их были свойственны некоторая лоббильность, склонность к фиксации своих переживаний. Контузия вызвала эмоциональную травму, которая пала, следовательно, на предуготованную почву, и вызвала к жизни те механизмы, которые были присущи этим больным и ранее. В этих случаях нарушение слуха и речи следует рассматривать не как изолированный симптом, а как реакцию всей личности в целом. Нарушения аффективной сферы, реактивные состояния личности принимали часто форму психотического состояния. Среди больных имела место немногочисленная группа, статус которой напоминал психические картины состояния так называемого псевдоступора и псевдо-доменции. У некоторых больных глухонемота протекала на фоне какого-то ступорозного состояния. Эти больные лежали целыми днями в кровати в неподвижном состоянии. Другие сидели в неудобной позе, не реагируя на раздражители, не повертывая головы и не изменяя позы. В одном из этих случаев мы имели возможность наблюдать нечто вроде симптома лосковой гибкости. При исчезновении основного симптома глухонемоты обычно исчезало и состояние ступора. Как только этого рода больные начинали слышать, они сразу же оживлялись, исчезала амимичность их лица, движения становились направленными. Если состояние так называемого псевдоступора идет параллельно с проявлением глухонемоты и при снятии последней исчезает, то псевдо-дементный статус развивается во время обратного течения нарушений речи и слуха. Более того, это состояние иногда даже усиливалось сразу после их исчезновения. Редение такого больного неадекватное. У него ясно выражен симптом мимоговорения. На вопрос, как его зовут, он может ответить, что обедал. Он отказывается отвечать на простые вопросы, не может сказать, есть ли у него мать, дети, заявляет, что забыл имена близких. Нелепые ответы часто сочетаются с нелепыми действиями, с поэрильностью, дурашливостью в поведении. Так, например, один из больных на просьбу показать язык пытается вынуть его руками изо рта. Другой все время рассказывал про свою привязанность к собакам, гладил изображение собаки на карточке, убегал с карточки в палату, прятал ее под подушку. Это состояние больного, которое очень напоминает псевдо-дементный статус, еще резче подчеркивает реактивную природу этого заболевания. Еще раз показывает, что у данной группы больных заболевание можно свести к общей эффективной реакции личности. Может создаться такое впечатление, что к проблемам постконтузионных нарушений речи и слуха возможно подходить с двоякой трактовкой. С одной стороны, рассматривать как следствие коммуционного состояния, в ряде же других случаев расценивать как реактивное состояние. Такая трактовка вопроса неправильна. Наше рассмотрение охватывает еще одну большую группу больных, у которых в психологическое исследование не обнаружило каких-либо нарушений. Третья группа 66 человек или 56,4% всего состава больных. В то время как основной симптом глухонемота у этого рода больных резко выражен, коммуционная симптоматика у них отсутствует, нет нарушений памяти, истощаемости, замедленности психических функций. Следовательно, можно сказать, что среди этой большой группы больных не наблюдалось коммуционных явлений. С другой стороны, у этой группы не наблюдалось и резких нарушений аффективной волевой сферы. Их поведение вполне упорядочено, они не отличаются возбуденностью, не вступают в конфликт с окружающими. Психологическое исследование не обнаруживает отклонения от нормы. Однако, если глубже проанализировать состояние этих больных, мы исключаем из анализа те несколько случаев явной агровации, которые были предметом нашего специального обследования, можно отметить, что преморбидная личность их выявляет некоторые особенности. В большинстве случаев это были люди с неустойчивым характером, несколько раздражительные, которые быстро реагировали на малейшую неприятность, были склонны к взрывчатым реакциям. В детстве они отличались большой впечатлительностью, склонностью к застреванию на своих переживаниях, усилению впечатлений. Клиническое исследование этих больных указывает на то, что большинство из них было склонно к усиленным вегетативным реакциям. У многих из них были кровотечения, вегетативные сдвиги. Речь шла, следовательно, не только о лоббильной психике, но и о лоббильной вегетатики. Если после всего сказанного дать ответ на поставленный выше вопрос, является ли постэнтузионная глухонемота органическим заболеванием, то можно сказать, что первое, в большинстве случаев она таковым не является, лишь в незначительном количестве случаев 19,6% выражена легкая коммуционная симптоматика. В огромном большинстве случаев 80,4% она отсутствует. Второе, постэнтузионная глухонемота является особой формой реактивного состояния личности. Анализ наших случаев показывает, что у большинства больных имело место нарушение аффективной волевой сферы. В ряде случаев это нарушение находило свое отражение в статусе больного, принимало резко выраженную окраску и могло быть непосредственно вскрыто в эксперименте, вторая группа. У других эти нарушения аффективной волевой сферы могли быть вскрыты только путем анализа преморбита, третья группа. Значит ли это, что у больных второй и третьей группы совершенно отсутствовала коммуция? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, так как больные обследовались нами не непосредственно, а лишь спустя несколько месяцев после травмы. Одно можно сказать с достоверностью, что если у этих больных имело место сотрясение мозга, то судя по истории болезни и неврологическим данным, отсутствие записи о каких-либо признаках коммуции на первых этапах, это состояние коммуции быстро проходило, не оставляя симптомов органических нарушений, в то время как основной симптом глухонемота надолго оставался. Коммуция мозга не играла здесь роли этиологического фактора, в этих случаях она вызывала астенизацию личности, в результате которой реактивное состояние выступало речи и дольше держалось. Иными словами, в данных случаях причиной глухонемоты являлось реактивное состояние больного, но эта реакция смогла выступить благодаря состоянию астенизации, вызванному коммуцией. Последнее предуготовило почву для реактивного состояния. Коротко резюмируя, нужно сказать, что глухонемота не выражает собой только выпадение функции речи и слуха. Ее нужно рассматривать как проявление реактивного состояния всей личности в целом. То, что реактивное состояние приняло форму нарушения слуха и речи, объясняется природой травмирующего агента. Личность реагирует не случайными формами поведения. Последнее всегда обусловлено природой травмирующей ситуации, в данном случае акустической травмы. Недаром мы имеем в наших случаях ничтожное количество случаев немоты без наличия глухоты. Нарушения речи являлись вторичными, производными, в то время как нарушение слуха можно расценивать как первичную реакцию на акустическую травму. За тот факт, что постконтузионная глухонемота является функциональным заболеванием, говорит и характер ее обратного развития. И в случаях глухонемоты мы имеем регрессивное течение, однако оно совершенно иного характера, чем при коммуциях мозга, в то время как при коммуциях мозга больной постепенно выходит из своего состояния. Выход из глухонемоты бывает большей частью очень резким, внезапным. Если после вышесказанного перейти к методу восстановления слуха и речи, то становится ясным, что он должен быть совершенно иным, чем при органическом заболевании. С этой точки зрения особенно интересно провести дифференциальный анализ между принципами восстановления речи в описанных нами случаях и случаях травматической афазии. Нарушение речи при афазии предполагает нарушение некоторых существенных предпосылок речи. Поэтому восстановление речи афазии невозможно без глубокой перестройки этих нарушений. В наших случаях предпосылки к речи интактны. Дефект коренится здесь, как мы выше уже указали, в личностных изменениях и психогенных моментах, которые мешают речи. В то время как восстановление афазического нарушения речи происходит медленно, шаг за шагом, содержит отработку звуков, слогов. Обучение же в случае постконтузионных нарушений не имеет самодавляющего значения. Место обучения занимают методы психокоррекции, отвлечения и убеждения. Для этого применимы любые приемы, начиная с логопедических и кончая методом внушения. Другим отличительным моментом в обучении речи постконтузионного больного является отношение больного к своему обучению. В то время как при восстановлении фазического расстройства владение речевым процессом должно стать актом осознанного действия, при восстановлении постконтузионного нарушения речи необходимо отвлечение, переключение больного на другие болезненные явления, например, временно переключать его на другие менее серьезные жалобы или дефекты, которые легко снимаются лечением. В таких случаях больной подробно излагает свои жалобы и убеждается косвенным образом, что он в состоянии говорить, и надо лишь укрепить больного в данном убеждении. Однако есть случаи, где показана специальная восстановительная работа. Это случаи, когда речь восстанавливается не сразу, а восстановление проходит через фазу какого-то речевого затруднения, например, через заикание. Нарушение речи при постконтузионной глухонемате часто связано с наличием большого напряжения, спазмами в артикуляторном аппарате. Имеющие место гиперкинезы, неправильное дыхание вызывают заикание, так называемое спотыкание. Поэтому приходится упражнять координацию артикуляторных движений с процессами дыхания, учить больного говорить на выходе и так далее. Иногда приходится применять специальные, принятые в логопедии приемы для снятия заикания, учить больного протяжной речи, иногда применять приемы постановки определенного звука. Однако при логопедической восстановительной работе нужно учесть одно принципиальное положение. Логопедические приемы не могут быть ведущим методом обучения, они должны быть лишь тем вспомогательным средством, которое включается в общую систему психоколлекции. Поэтому в этих случаях нельзя останавливаться лишь на восстановительном процессе в области речи, снимая гиперкинезы артикуляторного аппарата. А надо снимать присущие больному гиперкинезы вообще. Существенно и то, что эти логопедические упражнения должны быть очень кратковременными. Они должны занимать мало времени и должны быть включены в общий процесс психотерапии. В противном случае может наступить фиксация больного на своем дефекте. Таким образом, анализ процесса восстановления постконтузионной глухонемоты еще раз подтверждает психогенную природу этого заболевания. Поэтому как его диагностика, так и терапия должны исходить из такого представления о его природе. Если попытаться расчленить симптом глухонемоты на оба слагаемых, глухоту и немоту, проследив их течение восстановления, то можно сказать, что глухонемота является как бы более органическим симптомом, а немота более функциональным. Об этом говорит и то положение, что симптом глухонемоты труднее снимается, нежели симптом немоты. И еще одно наблюдение. Восстановление речи происходит полностью, в то время как в большинстве случаев глухота не полностью снимается. Очень часто больные не освобождаются полностью от своего дефекта, глухоты, и у них остается понижение слуха на одно ухо. В заключении, необходимо остановиться еще на одной особенности – соотношение органических и функциональных моментов в течение постконтузионной глухонемоты. Все наше исследование указывает на то, что постконтузионная глухонемота является реактивным состоянием личности, аффективной, лоббинной и неустойчивой. Если во многих случаях группы первые имели место вегетативные расстройства и остенизация, которые можно рассматривать как следствие коммуции, то есть органического заболевания, то и в этих случаях ведущим заболеванием было реактивное. Все течение и сход заболевания определялся его психогенным характером. Однако мы имели возможность наблюдать ряд случаев, правда немногочисленных, где функциональное расстройство до того тесно переплеталось с органическим, что трудно было установить границу перехода. Вопросы взаимоотношений функционального и органического факторов очень обширены, поэтому остановимся лишь на частном случае переплетения фазического функционального расстройства речи. Среди наших случаев было несколько таких, где после снятия глухонемоты оставались такие нарушения речи, которые выходили за пределы функционального расстройства и которые не снимались обычными методами психотерапии. Для примера приведем краткие данные из истории болезни двух таких больных. Больной М получил ранение в мягкие ткани левой и сочной доли, потерял сознание на несколько часов. Когда пришел в себя, отметил потерю речи и слуха. После нескольких сеансов сугестивной терапии больной стал слышать и говорить. Но у больного остались некоторые нарушения, которые не могли быть объяснены психогенным характером заболевания и которые укладывались в картину афазического расстройства речи. У него имели место компоненты амнистической афазии, больной забывал название предметов, особенно спонтанной речи. Этот дефект не был снят при восстановлении речи. Было лишь небольшое улучшение. Далее у этого больного имело место нарушение фонематического слуха. То есть такое нарушение восприятия речи, которое обычно является следствием органического поражения височного. Характерным для данного течения болезни является известная диспропорция между степенью расстройства речи и исчезновением симптомов. Поражало то обстоятельство, что имевший место симптом амнистической афазии был вначале довольно интенсивно представлен, а через несколько дней работы с больным этот симптом можно было расценить как легкие остаточные явления амнистической афазии. Эта диспропорция объясняется именно наличием функциональных моментов. Афазические нарушения были сами по себе незначительными. Они усилились благодаря функциональным наслоениям. Последние привели к тому, что афазические расстройства, в данном случае элементы амнистической афазии, зафиксировались, усилились и приняли более очерченную структуру. С другой стороны, быстрое снятие этих симптомов можно было тоже объяснить психогенными моментами. Снилось то, что было утрировано. Стушевались элементы фиксации, в картине заболевания остался органический остов. Психогенный момент сыграл в данном случае роль усилителя. Сходную картину мы наблюдали у больного Д. Больной был ранен в левую теменную область, потерял сознание. Когда очнулся, не мог говорить. Обращенный к нему речь понимал хорошо. Его речь стала восстанавливаться, но больной не мог громко говорить. И у данного больного имели место явления амнистической афазии. Как и предыдущий больной, Д забывал название слов. У него была нарушена плавность течения мыслей. Он не мог удержать сложного ряда слов, фраз. С больным проводилась работа по восстановлению речи, которая заключалась в сугестивной терапии. Приведенные данные могут служить доказательством того, что патопсихологическое исследование имеет значение не только для выбора мер коррекции, но и для теории психоневрологии. Вместе с тем оно сближает проблему патопсихологии и нейропсихологии. Глава 10. Значение патопсихологических исследований для теоретических и методологических вопросов психологии. Исследования в области патопсихологии имеют большое значение для многих общетеоретических вопросов психологии. Остановимся лишь на некоторых из них. А. Один из них касается роли личностного компонента в структуре познавательной деятельности. Современная психология преодолела взгляд на психику как на совокупность так называемых психических функций. Познавательные процессы, восприятие, память, мышление стали рассматриваться как различные формы предметной или, как ее называют часто, осмысленной деятельности субъекта. В работах Леонтьева показано, что всякая деятельность получает свою характеристику через мотивацию. Следовательно, роль мотивационного, личностного фактора должна быть включена в характеристику строения всех наших психических процессов. Гальперин, создавший теорию поэтапного формирования умственных действий, включает в качестве первого этапа формирование мотива к решению задачи. Все эти положения советской психологии нашли свое выражение в общетеоритических установках. Однако, как мы говорили выше, их трудно экспериментально доказать, имея дело с формировавшимися процессами. В генетическом плане это легче сделать. Гальперин, запорожец. В известном плане эта возможность представляется и при анализе различных форм нарушения психической деятельности. Очень четко это было выявлено в исследовании патологии восприятия Соколовой. Библиография 174. Было показано, как под влиянием различной мотивированной инструкции процесс восприятия выступал то в виде деятельности, то действия, то операции. Сам процесс выдвижения гипотез и само их содержание меняются под влиянием мотивации. Еще более четко выступает мотивационный компонент в строении нарушенного мышления. Как было указано в главе 7, такое расстройство мышления, как разноплавногость, как тенденция к актуализации неупроченных в прошлом опыте свойств и связи, является выражением изменения его мотивационного компонента. Экспериментально-психологические исследования выявили, что при разных нарушениях мотивационной сферы выступают различные формы нарушенного мышления. Иначе говоря, фактором, ответственным за многие проявления познавательной деятельности, является так называемая мотивационная смещенность больных. Этот факт имеет принципиальное значение. Он доказывает, что все наши процессы являются по-разному оформленными видами деятельности, опосредованными, личностно мотивированными. Б. Вторым вопросом общетеоритического значения, для разрешения которого кажется целесообразным, привлечение патологического материала, является вопрос о соотношении биологического и психологического в развитии человека, вопрос, который сейчас широко дискутируется на многих симпозиумах и конференциях. Нам кажется, что привлечение разных форм аномалий может оказаться полезным при разрешении этой проблемы. Остановимся на двух видах изменений психической деятельности, которые были приведены в главе 4. Приведенные данные показали, что хотя биологические особенности болезни и психологические закономерности развития постоянно участвуют в формировании патологических симптомов, например, патологических мотивов, потребностей, их роль при этом принципиально различна. В основе формирования личности больного человека лежат психологические закономерности, механизмы, во многом сходные закономерностями нормального психического развития. Однако болезненный процесс, алкогольная энцефалопатия, нарастающая энергность при эпилепсии и т.п. создают особые, не имеющие аналога в нормальном развитии условия функционирования психологических механизмов, которые приводят к искаженному патологическому развитию личности. Тем самым биологические особенности болезни не являются прямыми и непосредственными причинами нарушений психики. Они изменяют ход психических процессов, то есть играют роль условий, в которых разворачивается собственно психологический процесс, процесс формирования нормальной личности. Этот вывод согласуется с общими положениями отечественной науки. Леонтьев подчеркивает, что биологически унаследованные свойства составляют лишь одно, хотя и очень важное, из условий формирования психических функций. Основное условие их формирования – это овладение миром предметов и явлений, созданных человечеством. Те же два условия действуют и в патологическом развитии, но их отношение значительно изменяется. Мы уже отмечали положение Рубинштейна, библиография 158, о том, что внешние причины преломляются через внутренние условия. Однако, если при нормальном развитии внешние причины социального воздействия в широком смысле слова приводят к адекватному отражению действительности, то болезни создают особые условия протекания психических процессов, которые, напротив, приводят к искаженному отражению действительности и отсюда к формированию и закреплению искаженного отношения к миру появлению патологических черт личности. При некоторых заболеваниях все менее действенными становятся потребности, мотивы, требующие для своего удовлетворения сложной организованной деятельности. Определяющими становятся те потребности, которые могут удовлетворяться малоопосредованными действиями, строения которых приближают их к влечениям. В других случаях на первый план выступали изменения тех свойств психической деятельности, которые обеспечивают регуляцию поведения, целенаправленности, больные с повреждениями лобных долей мозга. Как мы видели, исследование самооценки уровня притязания этих больных позволило выявить, что изменения намерений и потребностей приводили к ослаблению целей действий, и что критическая оценка результатов собственных поступков нарушалась. Зигарник, библиография 68-я и Кашуховская, 87-я. Из вышесказанного не следует, что механизмы и мотивы человеческой деятельности следует изучать через анализ патологически измененной психики. Наоборот, патопсихологические исследования показывают, что деятельность здорового человека отличается от больного. Прямой перенос особенностей личности больных на типологию здорового человека неправомерен. Этот тезис важен не только при разрешении теоретических вопросов, но и при построении экспериментальных психологических приемов. Так же, как и при анализе психологической деятельности, при выборе методов исследований должен быть сохранен принцип анализа. От закономерностей здоровой психики к патологии. В. Для решения вопроса соотношения биологического и социального большую роль играет освещение вопроса соотношения развития и распада психики, на котором мы хотим подробнее остановиться. Проблемы соотношения распада и развития психики имеют большое значение для теории психологии и психиатрии, для понимания строения психической деятельности человека. В. Сухарево, библиография 181, неоднократно указывала на необходимость эволюционно-биологического подхода при разрешении теоретических вопросов. Лев Семенович Выгодский, библиография 50-я, уделивший много внимания проблеме развития и созревания психики ребенка, подчеркивал, что для правильного освещения этой проблемы необходимо знание данных о распаде психики. Он подчеркивал при этом, что когда речь идет о развитии и созревании человека, то применяемый к животным генетический подход не может быть просто продолжен, так как при переходе к человеку законы биологической эволюции уступают место закономерностям общественно-исторического развития. Продолжая мысль Выгодского, Алексей Николаевич Леонтьев, библиография 114-я, говорит о том, что развитие человека заключается не в приспособлении к окружающей среде, а в усвоении всего того, что накоплено человечеством. Возникает вопрос о том, может ли проблема соотношения распада и развития психики решаться в психологии так же, как и в биологии. Как известно исследованиями в области патологической анатомии и цитоархитектоники установлено, что при болезнях мозга прежде всего поражаются молодые, то есть филогенетически наиболее поздно развившиеся образования коры головного мозга. Экспериментальные исследования Павлова, библиография 161-я и его сотрудников на животных подтверждают положение о том, что при патологии раньше всего нарушается то, что было приобретено позднее. Так приобретенные условные рефлексы разрушаются при болезнях мозга значительно легче, чем безусловные. Дальнейшими исследованиями в области физиологии высшей нервной деятельности установлено, что поражение более поздних в филогенетическом отношении образований влечет за собой ослабление их регулирующей роли и приводит к высвобождению деятельности более поздно. Из этих данных нередко делается вывод, что при некоторых болезнях мозга проведение действия человека совершаются на более низком уровне, соответствующем якобы определенному этапу детского развития. Исходя из концепции о регрессии психики душевно больного человека на более низкий в онтогенетическом отношении уровень, многие исследователи пытались найти соответствие между структурой распада психики и определенным этапом детства. Так еще в свое время Кричмер, библиография 98-я, сближал мышление больных шизофрении с мышлением ребенка в пубертатном возрасте. Выступивший на 18-м международном конгрессе в 1966 году психологов, известный швейцарский ученый Ажуря Герра, тоже отстаивал точку зрения о регрессии психической деятельности душевно больного человека на онтогенетически более низкий уровень развития. В основе этих взглядов лежит идея о послойном распадении психики от ее высших форм к низшим. Материалом, питающим эти представления, были следующие наблюдения. Первое. При многих заболеваниях психики больные перестают справляться с более сложными видами деятельности, сохраняя при этом простые навыки и умения. Второе. Некоторые формы нарушения мышления и способов поведения больных по своей внешней структуре действительно напоминают мышление и поведение ребенка на определенном этапе его развития. Однако, при ближайшем рассмотрении, эти наблюдения оказываются несостоятельными. Прежде всего, далеко не всегда при болезни обнаруживается распад высших функций. Нередко именно нарушение элементарных сенсомоторных актов состоит основу для сложных картин болезни. Смотрите А.Р. Лурия. Библиография 124. Рассмотрение второй группы фактов показывает, что речь идет в этих случаях лишь о внешней аналогии. Рассмотрим некоторые из них. Остановимся на нарушениях навыков, поскольку их онтогенетическое формирование выступает особенно четко. Данные Рубинштейн. Библиография 158. Исследовавшие распад различных навыков, письма, чтения, привычных действий у психически больных позднего возраста, выявили их различную структуру. При заболевании сосудов головного мозга без очаговой симптоматики наблюдались дискоординация, прерывистость действий и парапраксии, неловкость движений, выступавших из-за огрубевшей и запаздывающей корковой коррекции движений. Библиография 162. У больных, страдающих болезнью Альцгеймера, атрофическое заболевание головного мозга, выявляется утеря двигательных стереотипов, письма, чтения, выпадение сложных человеческих умений, обусловленные утерей прошлого опыта. Никаких компенсаторных механизмов у них выявить не удавалось, в то время как нарушения навыков у больных сосудистыми заболеваниями мозга выступали в обрамлении компенсаторных механизмов, которые, в свою очередь, усложняли картину нарушений. Следовательно, распад навыков носит сложный характер. В одних случаях его механизмом является нарушение динамики, в других – нарушение компенсаторных механизмов, в некоторых случаях нарушается сама структура действия. При всех этих формах нарушений навыков не был обнаружен механизм действия, напоминающий этап развития навыков у ребенка. К этому же выводу приводит анализ, смотри главу 7, различных форм нарушений мышления. Обратимся к тем формам патологии мышления, которые были нами обозначены как снижение уровня обобщения. Больные в основном с грубыми органическими поражениями мозга могли действительно в своих суждениях и действиях напоминать детей младшего школьного возраста. В суждениях подобных больных доминируют непосредственные представления о предметах и явлениях при выполнении ряда экспериментальных заданий, таких как классификация предметов. Они руководствуются конкретно ситуационными признаками и свойствами предметов. Обобщенные формы систематизации понятий заменяются конкретными ситуационными связями. При поверхностном взгляде мышления этих больных является в известной мере аналогом мышления детей до школьников, которые тоже опираются на образно-чувственные связи. Однако при более глубоком анализе вскрываются качественные отличия мышления слабоумного больного от мышления ребенка. Слабоумный взрослый больной не в состоянии овладеть системой новых связей, установить при выполнении умственных заданий непривычные для него отношения между предметами. В то же время он владеет запасом прежних знаний, навыков, которыми он оперирует. Ребенок, не обладая запасом знаний, широким кругом связи легко образует новые понятия, легко овладевает новой системой знаний. Круг ассоциации ребенка в процессе его обучения быстро расширяется. Его знания об окружающем мире постепенно увеличиваются и усложняются. Хотя мышление маленького ребенка действительно охватывает лишь малую часть явлений, однако в ходе практической жизнедеятельности ребенка оно постоянно совершенствуется. Благодаря мощной ориентировочной деятельности, общению с окружающими людьми, ребенок быстро усваивает самые различные знания о предметах, накапливает и синтезирует их. Ребенок доженственно отсталый, принципиально всегда обучаем, в то время как дементный больной не обучаем. Несмотря на внешние сходства структуры мышления взрослого слабоумного больного и ребенка, она по существу качественно различается. Нередко проводится аналогия между тем патологическим состоянием, которое может быть названо откликаемостью больного, и отвлекаемостью маленького ребенка. Больные с так называемой откликаемостью не в состоянии столько действовать в направлении намеченной цели. Любой объект, любой раздражитель к больному отрисованный вызывает повышенную реакцию с его стороны. Подобная откликаемость взрослых больных является отклонением от нормального поведения. В окружающей среде всегда имеются объекты, раздражители, из которых нормальный психический прогресс отбирает нужные и отвлекаются от посторонних, нарушающих встроенное течение мысли. У описанных же больных любой объект может выступить в качестве сигнального раздражителя и направить их мысли и действия. Откликаемость взрослых больных может напоминать отвлекаемость детей младшего возраста, которые тоже отвлекаются на любые раздражители. Сторонники взгляда, что болезненные явления представляют собой регресс на более ранней ступени развития, могли бы, казалось, найти в этом феномене подтверждение своих взглядов. В действительности генез отвлекаемости ребенка совершенно иной. В ее основе лежит мощная ориентировочная деятельность, то есть высокая степень бодрственной коры, поэтому отвлекаемость ребенка обогащает его развитие. Она дает ему возможность образовать большое количество связей, из которых вырастает потом человеческая целенаправленная деятельность. Так называемая откликаемость больных является следствием снижения бодрственности коры. Она не только не обогащает их умственную деятельность, но наоборот способствует разрушению ее целенаправленности. И, наконец, можно было бы провести аналогию между поведением некритичного больного, например, больного прогрессивным параличом и беззаботным поведением ребенка. Однако в данном случае речь идет лишь о чисто внешней аналогии. Поведение маленького ребенка в том отношении бездомно, что он не может в силу маленького объема своих знаний предусмотреть результат своих действий. Причинно-следственные отношения между явлениями для него еще не выступают, поэтому его действия кажутся бесцельными. В действительности это не так. Цели, которые преследуют ребенка, ограничены. Они не включены в более общую сложность цепь отношений. Однако эта ограниченная цель у маленького ребенка существует. Всякое его действие обусловлено потребностью, пусть элементарной, и в этом смысле оно всегда мотивировано, целенаправлено. Эти цели быстро меняются, поэтому его действия кажутся кратковременными мобиляциями. Иначе обстоит дело взрослых некритичных больных. Как показывает наш экспериментальный материал и клинические наблюдения, действия больных недостаточно обусловливались личностными установками и намерениями. Цель их действия становилась нестойкой и не направляла их действия. Критическая оценка своих действий отсутствует. Таким образом, и эти формы нарушения поведения лишь внешне напоминают структуру поведения ребенка на определенном этапе его развития. Психологический анализ клинического материала показывает, что структура поведения и мыслительной деятельности взрослого больного не соответствует структуре поведения и мышления ребенка. Если обратиться к закономерностям развития психических процессов по этапам детства, владенчество, ответ, дошкольный, дошкольный, младший, средний, старший, школьный возраст и так далее, с одной стороны и к формам распада с другой, легко увидеть, что ни одна из болезней не приводит к построению психических особенностей, свойственных этим этапам. Такое положение вещей вытекает из общих положений советской психологии. Психическая деятельность возникает рефлекторно на основе прижизненно формирующихся общественно обусловленных связей в результате воспитания, обучения и общения. Советские психологи Леонтьев, Лури неоднократно подчеркивали, что материальным субстратом высшепсихических функций являются не отдельные корковые участки или центры, а функциональные системы совместно работающих корковых зон. Эти функциональные системы не созревают самостоятельно при рождении ребенка, а формируются в процессе его жизнедеятельности, лишь постепенно приобретая характер сложных, прочных межфункциональных связей. Леонтьев предлагает вслед за Ухтомским обозначить их как функциональные органы. Эти положения коренным образом меняют наше представление о сущности развития психики. Психические процессы и свойства личности не являются, в отличие от психики животных, результатом созревания отдельных участков или зон мозга. Они складываются в онтогенезе и зависят от образа жизни ребенка. Психическая болезнь протекает по биологическим закономерностям, которые не могут повторить закономерности развития. Даже в тех случаях, когда она поражает наиболее молодые, специфические человеческие отделы мозга, психика больного человека не принимает структуру психики ребенка на ранней ступени его развития. Тот факт, что больные утрачивают возможность думать и рассуждать на более высоком уровне, означает лишь, что ими утрачены более сложные формы поведения и познания, но подобные утраты не означают еще возврата к этапу детства. Распад не является негативом развития. Разные виды патологии приводят к качественно различным картинам распада. Как было указано выше, данные распада психической деятельности могут оказаться полезными при освещении вопроса о социальном и биологическом развитии человека. Ряд исследователей вслед за Кречмером считают, что психические заболевания приводят к высвобождению врожденных инстинктов, агрессивных тенденций и биологически низших потребностей, что деградация личности означает некое высвобождение биологических наследственных потребностей. Приведенный в главе четвертый материал показал, что нарушение личности заключается не в освобождении биологических потребностей, потребность в алкоголе или морфии не является неорганической неврожденной по своему происхождению, а в распаде строения потребностей, сформировавшихся прижизненно. Деградация личности состоит в том, что меняется строение самой общественно обусловленной потребности. Она становится менее посредованной, менее осознанной, теряется иерархическое построение мотивов, меняется их смыслообразующая функция, исчезают дальние мотивы. Анализ нарушений строения мотивов при некоторых заболеваниях может служить дополнительным аргументом к словам Леонтьева, высказанным им за круглым столом вопроса философии в номер 9 за 1972 год страница 112, а именно, что человек, отнюдь, не ограничивается тем, что удовлетворяет свои потребности, заложенные неизвестно сколько миллионов лет назад. Он действует ради достижения целей, часто очень далеких от первичных биологических потребностей. Резюмируя, следует подчеркнуть, что психологический анализ различных форм нарушения деятельности психических больных является ценным материалом, который должен быть учтен при построении психологической теории, особенно при изучении столь сложного вопроса, как строение потребностно-мотивационной сферы человека. Сказанное, отнюдь не означает, что следует выводить закономерности развития и формирование мотивационной сферы здорового человека из закономерности развития мотивов и личностных особенностей больного, как это делается в психологии личности в зарубежных странах. Наоборот, патологический материал показывает различия в иерархии и смыслообразования мотивов больного и здорового человека. Исследование анамали личностной и познавательной деятельности доказывает общее положение советской психологии, что формирование любой формы деятельности не вытекает непосредственно из мозга, а проходит длинный и сложный путь прижизненного формирования, в котором переплетаются восприятие естественных свойств и отношений предметов и явлений, общественные опыты, социальные нормы. В заключении следует остановиться на перспективах патопсихологии. Как видно из всего вышесказанного, эти перспективы значительно касаются как теоретического, так и практического аспектов. Широта этих перспектив объясняется многими факторами. Усугубляются те задачи, которые всегда ставились перед патопсихологией. Вопросы экспертизы, диагностики, анализ состояния. Круг практических задач расширяется. Это и психокоррекционная деятельность, работа, связанная с реформой школы, задачи, связанные с профилактикой о вредности. Возрастает значение патопсихологии для теоретических вопросов психологии. Не случайно большинство ведущих психологов использовали данные патопсихологических исследований при разрешении своих теоретических проблем. Выгодский, Лурия, Месищев, Гальперин, Бажович. Так всемирное известное исследование Алексея Николаевича Леонтьева об опосредованном характере высших форм памяти было проведено с больными Корсаковским синдромом. Как Клапарет, так и Леонтьев доказали, что при этом синдроме речь идет о нарушении воспроизведения, а не о слабости формирования следов, положение которой в дальнейшем было развито Лурия и Корсаковой. При обосновании своего знаменитого метода двойной стимуляции Леонтьев использовал данные исследования умственно отсталых детей. Таким образом, Лев Семенович Выгодский и Алексей Николаевич Леонтьев рассматривали материал патологии как один из методов исследования психической деятельности. В недавно вышедшей книге «Биология и медицина. Москва» на 1985 года Борис Лунов также прибегает к материалу патологии для доказательства того, что так называемая ломка личности не является прямым следствием заболевания, а связана социально-личностными факторами и отношением человека к окружающей действительности, его ценностными ориентациями. Важным оказалось и то, что созданные психологами методики оказались чрезвычайно полезными для многих не только теоретических, но и практических задач патопсихологии. Так, метод двойной стимуляции Леонтьев, метод пиктограмм, Лурия получили широкое распространение в практике патопсихологии не только для исследования памяти, но и для регулирующей функции мышления и критичности больных. Таким образом, приведенный краткий обзор связи психоневрологии и психологии, указывая на перспективу развития патопсихологии. Залогом реализации этой перспективы является, на наш взгляд, следующее обстоятельство. Как мы говорили выше, патопсихология выросла из недр психоневрологии, но ее практические выводы и данные всегда освещались теорией. Конечно, очень часто эмпирические факты и реальные требования жизни опережают их научную обоснованность, но сам факт в поисках научной обоснованности становится залогом развития этой области знаний. В некоторых случаях научное положение опережало практику, и тогда представители патопсихологии искали подтверждение своих положений. Это неизбежная диалектика развития любой науки, особенно прикладной. Патопсихология не только прикладная ветвь психологической науки. Она в известной мере междисциплинарная, граничащая с медициной и социологией. При проведении системных исследований, а патопсихология их проводит, следует помнить, что изучаются не только разные стороны каких-либо явлений, например, мышления, а выделяется главный фактор, позволяющий изучить целостность данной системы. Примечания. Об этом пишет Мунипов, касаясь психологии и эргономики в книге Алексей Николаевич Леонтьев и современная психология. Москва, 1983 год. Конец примечания. Таким целостным фактором является для патопсихологии анализ больного человека в реальной жизненной ситуации. Поэтому патопсихологическое исследование нацелено всегда на реального человека. Второе, на что хотелось бы обратить внимание. Естественно, что методы психологии совершенствуются, вносятся в исследования количественные показатели, необходимой становится известная схематизация. Некоторые полезные приносятся и зарубежные психологии, где психологическая служба широко представлена. Однако данные методических приемов, привлекаемые для объяснения многих явлений, являются психологическим, личностным, человеческим фактором. И поэтому следует всегда критически относиться к их методологической основе. Приложение Ученые и психологи в годы Великой Отечественной войны Примечание Основой приложения послушала статья Зига Арник и Убинштейн, опубликованная в Вестнике Московского университета. Сирия «Психология» 1985 год, номер 2 Конец примечания Великая Отечественная война поставила перед всем советским народом и, в частности, советскими учеными ряд ответственных оборонных задач, как научных, так и практических. Всем кажется понятным, что могли делать для разгрома фашистских захватчиков ученые в области медицины, техники и физики. А вот о конкретном вкладе ученых-психологов мало известно. Лишь в небольшом по объему номере журнала «Вестник Московского университета» Том 2, выпуск 111, заодно, 1947 год, изданным под редакцией Сергея Рубинштейна, содержатся материалы, в которых отражена работа психологов в годы войны. Об этом можно прочесть в сборнике «Психоневрология военного времени» 1948 год, изданным под редакцией Грещенкова. Но, в общем, таких изданий мало, а между тем студенты-психологи должны быть знакомы и с этим моментом работы психологической науки. Анализ опыта работы психологов в годы войны важен по многим причинам. Во-первых, сейчас этот опыт свидетельствует о том, что у советской психологии и как науки были уже в то время предпосылки для реализации психологических знаний в целях обауны. Во-вторых, опыт работы во время войны является по существу истоком для психокоррекционной службы в разных областях практики. В-третьих, опыт указывает на значение соотношения психогенных и органических факторов в структуре патопсихологического синдрома. Прежде чем перейти к анализу работы психологов во время войны, следует с благодарностью назвать наших коллег по университету, принимавших непосредственное участие в военных операциях и прошедших по суровым дорогам войны. Это Соколов, Засимовский, Эльконин, Гудки, Шварц. Это наши психологи-женщины Андреева, Карпова, Решетова. Тогда еще юные девушки, ушедшие на войну добровольцами. Ряд психологов-ученых, таких как Лурия, Леонтьев, Смирнов, ушли в первые же месяцы войны в народное ополчение, но впоследствии были отозваны правительством для продолжения научной работы в тылу. Многие психологи, научные работники, аспиранты врыли оборонительные окопы под Новгородом. Среди них был Ярошевский. Многие из них попали во вражеское окружение и погибли. Особо следует отметить работу психологов во время блокады Ленинграда. Декан нашего факультета Бодолев, тогда еще юноша, боролся с пожарами, возникавшими из-за обстрелов, днями и ночами гасил зажигательные бомбы, сбрасываемые на город врагом. Сергей Робинштейн писал под нескончаемым обстрелом свой знаменитый труд «Основы психологии». Он был одним из инициаторов, которому удалось вывести из осажденного Ленинграда несколько эшелонов с сотрудниками Государственного педагогического института имени Александра Ивановича Герцена, среди которых было много женщин с детьми. Месищев все блокадные дни был начальником одного из госпиталей в Ленинграде. В упомянутом номере Вестника Московского университета помещена его в статья «О психогенезе и психотерапии нервно-психических нарушений при боевых травмах мозга». Где, как будет сказано ниже, уже тогда ставился вопрос о переплетении органических и психогенных факторов в генезе заболеваний. Многие психологи работали для обороны на заводах в качестве рабочих мастеров, среди них была и Котелова. Прежде всего хотелось бы отметить работу нейрохирургического эвакогоспитара в городе Киси-Гач Челябинской области, где Лурия вместе с директором Всесоюзного института экспериментальной медицины Грещенковым создали группу научных сотрудников, занимавшихся лечением и восстановлением работоспособности раненых воинов. В эту группу входили психологи Бейн, Геллерштейн, Запорожец, Зейгарник, Кауфман, Митлина, Рубинштейн, Рейтенбарк, нейрохирург Игнатьев, физиолог Юсевич, невропатологи Фохт, Перельман. Вероятно, мы не погрешим против истины, если скажем, то интерес к восстановительной работе, осознание ее значимости, восходит своими истоками ко времени работы психологов в этом госпитале. Практика работы в госпитале выдвинула прежде всего проблему нарушения психической активности подконтрольности и самосознания. Данные этих исследований послужили материалом для известных трудов Лурия травматическая афазия, высшие корковые функции. Для кандидатской диссертации Сергея Рубинштейна экспертиза нарушения трудоспособности после травм мозга, работы Блюма Вульфа в Мези-Гарник, нарушения спонтанности при военных травмах мозга. Было выявлено, что поражение мозга вызывает сложную психопатологическую симптоматику в виде нарушения организации структуры всякой психической деятельности. Тут было показано, что локальная симптоматика получает свое выражение на фоне общемозговых нарушений, иначе говоря, в этот период уже возникла идея о соотношении функционального и органического факторов при поражении мозга. Это положение находит сейчас свое отражение в трудах наших нейропсихологов Хомская, Цветкова, Корсаков и Семерницкая. Другой аспект работы, инициатива которого принадлежит Лурии, восстановление нарушений психической деятельности лечившихся в госпитале бойцов и командиров. Эта работа носила очень развернутый характер. Большой объем практической работы касался восстановления речевых расстройств, гнозиса и праксиса. Исследованиями занимались психологи Бейн Кауфман. Данные этих исследований отражены в работах Лурии «Травматическая фазия и нарушение высших корковых функций», монографии Бейн о фазе и ее восстановления в работе Кауфман об оптической аграфии. Основным положением этой формы восстановительной работы было признание того, что восстановление нарушенной речевой функции должно состоять не в упражнении, а во включении человека с нарушенной функцией речи в конкретную деятельность. Об этом писали Коган, Коробкова, которые тоже работали в Эвако-госпитале в городе Горьком. Коробкова приводит такой пример. Больному показываю часы и спрашиваю, как это называется. Он отвечает, не знаю. Через некоторое время он говорит, я прежде знал, у меня тоже были часы, а сейчас я забыл, как это называется. Один из разделов восстановительной работы касался восстановления движений, которым в основном занимались Запорожец, Гиллерштейн и Рубинштейн. Госпиталь наряду с лечением старался дать раненым бойцам новую профессию, чтобы сохранить трудоспособность. Другая задача была еще более значимой. Следовало сразу же после хирургических, хирургии Горщенков и Игнатьев и иных лечебных мероприятий не допустить формирования контрактур. Для эпицели были специально организованы хорошо оборудованные мастерские трудовой терапии, столярные, слесарные, сапожные, партняжные, а также курсы обучения щитоводному делу. Они обслуживались специальными кадрами инструкторов и методистов-психологов и были полностью подчинены лечебным, учебным и экспертным целям. Назначения мастерские производились лечащими врачами, для тяжелых больных создавались особые условия работы, а обучение проводилось по программам, дававшим реальную возможность приобретения квалификации по второму и третьему разрядам. Цели направления в мастерские, восстановление нарушенных функций, экспертиза и профконсультация, трудовое обучение часто совпадали и перекрещивались. Для большинства больных лечение в госпитале было периодом перелома, и вопросы сохранения их трудоспособности, смены профессии трудового переобучения в случае невозможности возврата к прежнему, физическому труду глубоко затрагивали их жизненные интересы. Была продумана целая серия мероприятий по восстановлению движений рук. С помощью медицинских работников, психологов Рубинштейн, Запорожец конструировались и тут же изготовлялись особые приспособления для удержания инструмента полупарализованной рукой. Аналогичная работа по восстановлению двигательных функций раненых проводилась в Уральском госпитале Кауровка, Свердловская область. Там работали Алексей Леонтьев, переехавший туда в конце войны, Запорожец, заместителем начальника госпиталя по лечебной части был Гальперин. Наблюдение за процессом трудового обучения раненых и кратковременные год-два катомнистические сведения о судьбах их после выписки позволяли выявить некоторые типичные синдромы нарушений, не обозначенные в клинических диагнозах, но проявлявшиеся в труде и жизни. У больных наблюдался особый вид нарушений работоспособности, которое являлось выражением совсем другого синдрома нарушения субъективной оценки своих возможностей. Это отсутствие возможности контролировать себя было проявлением непсихической истощаемости, измененного отношения к выполняемой работе, нарушения смысловых образований. Это находило свое отражение в ситуации психологического эксперимента. Подобные больные были не критичны, не замечали своих ошибок. Особенно четко выявился подобный синдром у воинов, перенесших ранения лобных долей мозга. Уже в годы войны обозначилось то направление, что мы сейчас называем психокоррекцией. Дело в том, что тяжелая контузия вызывала иногда потерю речи и слуха. Постконтузионная глухонемота, при отсутствии каких-либо локальных повреждений мозга. Подобные больные бойцы производили иногда в глазах неопытных врачей впечатление симулянтов. Но это было реактивное состояние после перенесенной контузии, вызванной сильным стрессом. Перемин написал подобное явление в книге «Постконтузионная глухонемота» и «Зигарник» в статье «Психологический анализ постконтузионных нарушений слуха и речи». Применялись разные виды психокоррекции. Плацебо, электрофизиотерапии, лекарства, беседы, включение больных в трудовую деятельность и в большинстве случаев восстановление речи удавалось, что имело большое значение для понимания механизмов разных типов афазии. Эти данные перекликаются с мнением Несищева, который утверждал, что сама психокоррекция является порождением более высоких регулятивных функций. Практическая работа во время войны позволила выделить значение этапов восстановления в зависимости от темпа болезни. Иногда психокоррекция выступала спонтанно. Приведем пример. В госпитале среди контуженных были и бойцы родом из Средней Азии, узбеки, казахи, плохо владевшие русским языком, а когда наступала глухонемота, они вообще лишались общения, становились депрессивными, аутичными. Профессор Лурия знал много европейских языков, владел он и восточными языками. И вот представьте себе, что на далеком Урале в госпитале к раненому юноше-узбеку, ставшему глухонемым, профессор обращается на его родном языке. Подобное неожиданное явление превращалось в психокоррекционный прием. Через некоторое время юнош уже отвечал на своем родном языке. Он осознал, что может вновь говорить, и даже по-русски, в меру своего владения. Такие случаи, и они были не единичными, послужили одним из факторов разрешения проблемы соотношения биологического и социального в развитии человека. В данном случае эмоциональный стресс выступал в качестве фиксатора немоты. Было исследовано более ста человек больных. Комплексное психологическое исследование выявило, что в большинстве случаев постконтузионная глухонемота не является органическим заболеванием. Лишь в незначительном количестве случаев 19,6% выражена легкая коммуционная симптоматика. Если после вышесказанного подойти к методу восстановления слуха и речи, то становится ясным, что для этих больных он должен быть совершенным, чем при афазии. Нарушение речи при афазии предполагает нарушение некоторых существенных предпосылок речи. Поэтому восстановление речи афазика невозможно без глубокой перестройки этих нарушений. При постконтузионной глухонемоте предпосылки к речи интактны. Дефект коренится в личностных изменениях и психогенных факторах, которые мешают больному говорить, в то время как восстановление фазического нарушения речи происходит медленно, шаг за шагом, содержит отработку звуков в слогов. Обучение в случаях постконтузионных нарушений не имеет самодавляющего значения. Место обучения занимают методы психотерапии, отвлечения и убеждения. Можно применять любые приемы, начиная с логопедических и кончая методом внушения. Хотелось бы остановиться еще на одном аспекте работы психологов в условиях военного времени. Вместе с комиссаром госпиталя Чекалиным мы устраивали встречи с бойцами, концерты самодеятельности, иногда приезжали и артисты из Челябинска. Пели военные песни, читали стихи, подобные вечера встречи носили в себе большой эмоциональный заряд. Они становились фоном, облегчающим контакт, устанавливалось, говоря современным языком, интеллективные отношения. Бойцы охотно шли на лечебные и психокоррекционные мероприятия, вливались в жизнь госпиталя, помогали медицинскому персоналу. Мы тогда не называли это группами встреч, мы просто включались в жизнь бойцов. Пантана сформировалась референтная группа, и этот фонд помогал в психокоррекционной работе. Люди осознавали, что их социальный статус сохранился, снималась депрессия, происходило сближение, и было это очень важно. В заключении хотелось бы сделать несколько выводов. Первое. Психологи внесли, безусловно, свой посильный вклад в трудное военное время работы в тяжёлых условиях тыла. Второе. Работа психологов в годы войны помогла восстановить не только нарушенные функции раненых бойцов, но и утраченный статус. Сформировать трудовые установки, помочь охране физического и психического здоровья, сформировать перспективные цели. Третье. Работа в госпиталях помогла понять, что перспективы психокоррекционной работы заключаются в первую очередь в том, что должны быть сформированы регулятивные функции человека, что охрана психического здоровья заключается не в выработке мер адаптации о формировании высших целей. И четвертое. Участие в оборонной работе показало значение анализа соотношения функционального и органического факторов в человеке. Литература. Первое. Маркс Энгельс. Сочинение, том 3. Второе. Маркс Энгельс. Сочинение, том 20. Третье. Они же. Сочинение, том 23. Четвертое. Они же. Том 46, часть 1. Пятое. Ленин. Полное собрание сочинений, том 29. Девятый. Шестое. Абульханова-Славская. К.А. Деятельность и психология личности. Москва, 1980 год. Седьмое. А. Гаджа-Нянц. К.С. Индуцированное помешательство и психическая зараза. В книге «Обозрение психиатрии». Санкт-Петербург. Номера 10 и 11 за 1903 год. Восьмое. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. Москва, 1982 год. Девятая. Ананьев-Б.Г. Избранные психологические труды. Москва, 1980 год. Десятая. Анастазия А. Психологическое тестирование. Тома 1 и 2. Москва, 1982 год. Одиннадцатая. Анри В. Обзор работ по экспериментальной психологии за 1896-1997 годы. В книге «Обозрение психиатрии». Санкт-Петербург, 1898 год. Номер первый. Двенадцатое. Анциферова Л. И. Системный подход к изучению и формированию личности. В книге «Проблемы психологии личности». Москва, 1982 год. Тринадцатое. А. С. В. Г. Мотивация поведения и формирования личности. Москва, 1976 год. Четырнадцатое. Осмолов А. Г. Деятельность и установка. Москва, 1979 год. Пятнадцатое. Осмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. Москва, 1984 год. Шестнадцатое. А. С. В. Сатуров М. И. О. Проявление негативизма в речи. В книге «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии». Санкт-Петербург, номер третий за 1907 год. Семнадцатое. БАСин Ф. В. Проблемы бессознательного. Москва, 1968 год. Восемнадцатое. Беженишвили, Б. И. Исследование эмоционально-волевой сферы психически больных методом уровня притязаний. В книге «Психологические методы исследования в клинике». Ленинград, 1967 год. Девятнадцатое. Беженишвили, Б. И. О психологической природе Корсаковского амнистического синдрома. Тбилиси, 1968 год. Двадцатая. БНЭС. О фазе и пути ее преодоления. Москва, 1964 год. Двадцать первое. Белозерцева В. И. Значение школы Бехтерева. Становление патопсихологии. Журнал «Невропатологии и психиатрии» имени Корсакова. Номер двенадцатый за 1973 год. Двадцать второе. Белозерцева В. И. Вклад школы Бехтерева в патопсихологии. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1975 год. Двадцать третье. Белозерцева В. И. Нарушение ассоциативной деятельности в книге «Проблемы психофизиологии. Диагностика нарушений и восстановления психических функций человека. Часть вторая. Тризисы к шестому Всесоюзному съезду психологов СССР. Москва, 1983 год. Двадцать четвертое. Бернштейн А.Н. Клинические приемы психологического исследования душевнобольных. Москва, 1911 год. Двадцать пятое. Бехтерев В. М. Психика и жизнь. Санкт-Петербург, 1904 год. Двадцать шестое. Он же. Объективная психология. Выпуск первого Санкт-Петербург, 1907 год. Двадцать седьмое. Он же. Объективные исследования душевнобольных. Обозрение психиатрии номера 10, 11, 12 за 1907 год. Двадцать восьмое. Он же. Основные принципы так называемой объективной психологии или психорефлексологии. В книге. Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Санкт-Петербург, номера 10, 11 за 1910 год. Двадцать девятое. Бехтерев В. М. Владычко, С. Л. Объективное исследование душевнобольных. Санкт-Петербург, 1911 год. Тридцатая. Бехтерев В. М. Институт по изучению мозга и психической деятельности. Докладная записка и план организации, разработанная Академиком Бехтеревым совместно с Щеловановым и предоставленная на рассмотрение Госкомиссии по просвещению 1918 года, 17 мая. Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. Выпуск первого за 1919 год. Тридцать первое. Бехтерев В. М. Объективное исследование больной личности как основа патологической рефлексологии. Научная медицина номер девятый за 1922 год. Тридцать второе. Бехтерев В. М. Мозг и его деятельность. Москва-Ленинград. 1928 год. Тридцать третье. Бехтерев В. М. Воспитание умственной активности. Вестник знания номер 23 и 24 за 1928 год. Тридцать четвертое. Беренбаум. Г. В. К вопросу об образовании переносных и условных значений слов при патологических изменениях мышления. В книге. Новое учение об апроксии, афазии и агнозии. Москва-Ленинград. 1934 год. Тридцать пятое. Блейлер Е. Аутистическое мышление. Москва. 1911 год. Тридцать шестое. Тридцать шестое. Блейхер В. М. Экспериментальное психологическое исследование психических больных. Ташкент. 1971 год. Тридцать седьмое. Богданов Е. И. Изменение зрительного восприятия больных шизофрении. В книге. Психологические исследования. Выпуск третий. Москва. 1971 год. Тридцать восьмое. Бодолев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. Москва. 1982 год. Тридцать девятое. Бодолев А.А. Личность и общение. Москва. 1983 год. Сороковое. Бажович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Москва. 1968 год. Сороковое. Бондарева Л.В. Взаимоотношения непосредственные и опосредственные памятью больных эпилепсий. В книге. Психологические исследования. Выпуск третий. Москва. 1971 год. Сорок второе. Братусик. Б.С. Психологический анализ изменения личности при алкоголизме. Москва. На 1974 год. Сорок третье. Братусь. Б.С. Сидоров. П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. Москва. На 1984 год. Сорок четвертое. Брошлинский. А.В. Мышление, процесс, деятельность, общение. Москва. На 1982 год. Сорок пятая. Бурлачук. Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии. Киев. На 1979 год. Сорок шестое. Василюк. Ф.Е. Психология переживаний. Москва. На 1984 год. Сорок седьмое. Величковский. Б.М. Современная когнитивная психология. Москва. На 1982 год. Сорок восьмое. Викулова. Л.В. Исследование уровня притязания у детей олигофренов. В книге «Вопросы экспериментальной патопсихологии». Москва. 1965 год. Сорок девятое. Вилюна Свойкам. «Психология эмоциональных явлений». Москва. 1976 год. Пятидесятое. Выгодский Л.С. Избранные психологические исследования. Москва. 1960 год. Пятьдесят первое. Выгодский Л.С. Развитие высших психических функций. Москва. 1960 год. Пятьдесят второе. Выгодский Л.С. Собрание сочинений. Тома 1-6. Москва. 1982-1984 годы. Пятьдесят третье. Добриял Мансур Талат. Самооценка как метод изучения личности. В книге «Доклады конференции». Проблемы патопсихологии. Москва. 1982-й. Пятьдесят четвертое. Гальперин Туя. Психология мышления и учения у поэтапного формирования умственных действий. Медия исследования мышления в советской психологии. Москва. 1966 год. Пятьдесят пятая. Гелеровский В.А. Психиатрия. Москва. 1954 год. Пятьдесят шестое. Гульден В.В. Исследование некоторых механизмов регуляции поведения при психопатиях. Автореферат «Кандидатская диссертация». Москва. 1975 год. Пятьдесят седьмое. Доводов В.В. Зинченко В.П. «Принцип развития в психологии». В книге «Диалектика в науках о природе и человеке». Москва. 1983 год. Пятьдесят восьмое. Дубинин Н.П. «Наследование биологическое и социальное». Коммунист номер одиннадцатый заодно. 1980 год. Пятьдесят девятое. Ярлахова Э.А. «Особенности восприятия сюжетов художественных картин учащимися вспомогательных школ». Автореферат «Кандидатская диссертация». Москва. 1958 год. Шестидесятое. Елгазина Л.М. «О синдроме психического автоматизма Кандинского». Журнал «Невропатология и психиатрия» имени Корсакова. Томб. 54-й. Выпуск 9-й. Москва. 1954 год. Шестьдесят первое. З.А.Д.А. «Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений». Книги «Математика сегодня». Москва. 1974 год. Шестьдесят второе. Зейгарник Б.В. Беренбаум Г.В. «К проблеме смыслового восприятия». «Советская невропатология, психиатрия и психогигиена». Томб. 4-й. Выпуск 6-й. Москва. 1935 год. Шестьдесят третье. Зейгарник Гальперин П.Я. «Психологические изменения после лейкемии у шизофреников». «Журнал «Невропатология и психиатрия» имени Корсакова». Томб. 17-й. Выпуск 4-й. Москва. 1948 год. Шестьдесят четвертое. Патология мышления. Зейгарник Б.Люма Вульфовна. Москва. 1962 год. Шестьдесят пятое. Зейгарник Б.В. «Личность и патология деятельности». Москва. 1971 год. Шестьдесят шестое. Зейгарник Б.В. Кабаченко Т.С. И другие. Психологический подход к профессиональным рекомендациям больным. Журнал «Невропатология и психиатрия» имени Корсакова. Номер двенадцатый за 1974 год. Шестьдесят седьмое. Зейгарник Б.В. К вопросу о механизмах развития личности. Вести Московского университета. Серия четырнадцатая. Психология номер первый за 1979 год. Шестьдесят восьмое. Зейгарник Б.В. Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. Москва. 1980 год. Шестьдесят девятая. Зейгарник Б.В. Теория личности Левина. Москва. 1981 год. Семидесятая. Зиновьев П.И. Роль психологического эксперимента в психиатрии. Современная психиатрия. Август 1912 года. Семидесятая. Зинченко В.П. Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. Москва. 1983 год. Семидесят второе. Иванова А.Я. Обучающий эксперимент как метод психологического исследования детей с аномалиями психического развития. В книге. Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва. 1965 год. Семидесят третье. Иванова И.И. А.С. Ф.В. Г. Методология и методы психологического исследования. В книге. Методологические и теоретические проблемы психологии. Москва. 1969 год. Семидесят четвертое. Иванова А.Я. Так называемый обучающий эксперимент как метод оценки умственного развития детей. Методические рекомендации. Москва. Семидесят четвертое. Семидесят четвертое. Семидесят четвертое. И.И. ЗАРТ. К. Эмоции человека. Москва. Семидесят четвертое. Семидесят четвертое. Ильин А.В. Опыт экспериментального исследования процесса сосредоточения у слабоумных. Обозрение психиатрии номера 8-9 за 1908 год. Семидесят седьмое. Кабанов М.Н. Личко А.Е. Смирнов В.Н. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Ленинград. 1983 год. Семидесят восьмое. Кабаченко. Т.С. Особенности учебной деятельности студентов, больных некоторыми формами шизофрении. Автореферат кандидатской диссертации. Москва. 1977 год. Семидесят девятое. Калита Н.Г. Уровень притязаний у здоровых и больных эпилепсии. В книге «Психологические исследования. Выпуск третьей. Москва. 1971 год». Восьмидесятое. Кандинский В.Х. У псевдогаллюцинациях. Москва. 1952 год. Восьмидесят первое. Карева М.А. Об одном виде формирования патологического мотива в подростковом возрасте. Автореферат кандидатской диссертации. Москва. 1975 год. Восьмидесят второе. Киященко Н.К. Апробация методики Т.А.Т. В книге «Вопросы экспериментальной патопсихологии». Москва. 1965 год. Восемьдесят третье. Клинушева. Т.А. Клиника психологического исследования больных параноидной формы шизофрении с синдромом Кандинского-Клеромбо. В книге «Вопросы экспериментальной патопсихологии». Москва. 1965 год. Восемьдесят четвертое. Коган В.М. Восстановление речи при афазии. Москва. 1963 год. Восемьдесят пятая. Коган В.М. Короткова. Э.А. Принципы и методы психологического обследования в практике врачебно-трудовой экспертизы. Москва. 1967 год. Восемьдесят шестое. Кожуховская И.И. У необходимости дифференцировать понятие «критичность». Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Номер одиннадцатый. Заданная 1972 год. Волкинг. Восемьдесят седьмое. Кожуховская И.И. Критичность психических больных. Тезисы докладов конференции «Проблемы патопсихологии». Москва. 1972 год. Восемьдесят восьмое. Кон.И.С. Открытие «Я». Москва. 1978 год. Восемьдесят девятое. Кон.И.С. Дружба. Москва. 1980 год. Девяностое. Коммунговое МП. Руководство по психологическому исследованию психически больных детей. Москва. 1963 год. Девяносто первое. Коркина МВ. Карева МА. Клиника «Психологический аспект патологии психической деятельности при синдроме вторичной нервной анорексии». Тезисы докладов конференции «Проблемы патопсихологии». Москва. 1972 год. Девяносто второе. Корнилов А.П. Нарушение целеобразования у психически больных. Автореферат кандидатской диссертации. Москва. 1980 год. Девяносто третье. Девяносто третье. Коробкова ЭА. Проблемы экспертизы трудоспособности и диагностики пограничных состояний. Насква. На 1939 год. Девяносто четвертое. Корсаков СС. Болезненные расстройства памяти и их диагностика. Насква. На 1890. Девяносто пятый. Корсаков СС. Психология микроцефалии. Вопросы философии и психологии. Книга первая. Москва. На 1894 год. Девяносто шестое. Кольский КВВВ. Психологический анализ жалоб больных в сопоставлении с объективными клиническими и экспериментально-психологическими данными. О так называемой внутренней картине болезни. В книге. Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва. 1965 год. Девяносто седьмое. Коченов М.М. Николаева В.В. Мотивация при шизофрении. Москва. 1978 год. Девяносто восьмое. Кречмер Э. Медицинская психология. Москва. 1927 год. Девяносто девятое. Критская В.П. Особенности статистической организации речевого процесса больных в шизофрении. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Номер первый за 1966 год. Сотое. Круглый стол. Вопросы философии. Номер девятый за 1972 год. Сту первое. Курек Н.С. Исследование снижения психической активности у больных в шизофрении на материале процессов целеобразования и целеодостижения. Автореферат кандидатской диссертации. Москва. 1982 год. Сто второе. Лазурский А.Ф. Влияние естествознания на развитие психологии. Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Номера восьмое девятый за 1900 год. Сто третье. Лебединский А.Ф. Об особенностях нарушения психики при поражении правого полушария. В книге. Проблемы современной психиатрии. Москва. 1945 год. Сто четвертое. Лебединский А.Ф. Несищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. Москва-Ленинград. 1966 год. Сто пятое. Лебединский В.В. Нарушение движения действий у больных с поражением лобных долей мозга. Автореферат кандидатской диссертации. Москва-1967 год. Сто шестое. Лебединский В.В. Некоторые актуальные проблемы детской патопсихологии. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Номер шестой за 1971 год. Страницы с 841 по 846. Сто седьмое. Лебединский В.В. Роль. Асинхронии. Развитие и формирование патопсихологических симптомов ранней детской шизофрении. Вести Московского университета. Сирия 14. Психология. Номер первый за 1980 год. Сто восьмое. Леонгард. К. Акцентуированные личности. Киев 1981 год. Сто девятое. Леонтьев А.Н. Советская психология после постановления ЦК ВКПБ о педагогических извращениях в системе наркомпросов. От 4 июля 1936 года. Советская педагогика. Номер седьмой за 1946 год. Сто девятое. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Москва на 1965 год. Сто одиннадцатая. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и сознания. Восемнадцатый. Международный психологический конгресс. Симпозиум. Тринадцатый. Москва на 1966 год. Сто двенадцатая. Леонтьев А.Н. О некоторых перспективных проблемах советской психологии. Вопросы психологии номер шестой за 1967 год. Сто тринадцатое. Он же. Проблемы деятельности в психологии. Вопросы философии номера девятый, одиннадцатый и двенадцатый за 1972 год. Сто четырнадцатая. Он же. Деятельность, сознание, личность. Москва на 1975 год. Сто пятнадцатая. Леонтьев А.Н. Кринчик В.Е.П. Переработка информации человеком в ситуации выбора. В книге «Инженерная психология». Москва на 1964 год. Сто шестнадцатое. Личко А.Е. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков. Ленинград. Одна тысяча девятьсот семьдесят шестой год. Сто семнадцатая. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характеров у детей в подростковом возрасте. Ленинград, 1983 год. Сто восемнадцатая. Ломов Б.Ф. Теория эксперимента и практика в психологии. Психологический журнал номер первый за 1980 год. Сто девятнадцатая. Ломов Б.Ф. Личность в системе общественных отношений. Психологический журнал номер первый, том второй за 1981 год. Сто двадцатая. Ломов Б.Ф. К проблеме деятельности в психологии. Психологический журнал номер пятый, том второй за 1981 год. Сто двадцать первое. Лонгенова С.В. Так называемая пиктограмма, как метод исследования расстройств мышления при шизофрении. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова номер одиннадцатый за 1972 год. Сто двадцать второе. Лонгенова С.В. Рубинштейн С.Я. О применении метода пиктограмм для экспериментального исследования мышления психических больных. Москва, 1972 год. Сто двадцать третье. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и патогенные заболевания. Москва, 1944 год. Сто двадцать четвертое. Лурия А.Р. Высшие горковые функции человека. Москва, 1962 год. Сто двадцать пятая. Лурия. Мозг человека и психические процессы. Москва, 1970 год. Сто двадцать шестое. Лурия Хомская. Лубные доли и регуляции психических процессов. Москва, 1966 год. Сто двадцать седьмое. Лурия Цветкова. Нейропсихологический анализ решения задач. Москва, 1966 год. Сто двадцать восьмое. Мазур Е.С. Смысловая регуляция деятельности. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1983 год. Сто двадцать девятое. Моржетский, МК. К вопросу о процессах сужения экспериментально-психологической постановки и их анализа. Обозрение психиатрии. Номера с восьмого по двенадцатый за 1913 год. Сто тридцатое. Меграбян АА. О природе индивидуального сознания. Ереван, 1959 год. Сто тридцать первое. Меграбян АА. Теоретические проблемы психопатологии. Ереван, 1967 год. Сто тридцать второе. Мейрович Р.И. Кондратская К.М. Уровень притязания у детей истериков. В книге «Психологические особенности труднораспитуемых и умственно отсталых детей». Ленинград, 1936 год. Сто тридцать третье. Мелехов Д.Е. Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении. Москва, 1963 год. Сто тридцать четвертое. Мелешко Т.К. Особенности актуализации знаний больными шизофренией. В книге «Психологические исследования». Москва, 1971 год. Сто тридцать пятая. Месищев, В.Н. Работоспособность и болезнь личности. Советская невропатология, психиатрия и психогигиена. Том четвертый. Номера девятый и десятый за 1935 год. Месищев, В.Н. Личности невроза. Ленинград, 1960 год. Сто тридцать седьмое. Научное наследство. Том третий. Иван Михайлович Сеченов. Неопубликованные работы, переписки и документы. Москва, 1956 год. Сто тридцать восьмое. Николаева В.В. Нутренняя картина болезни при некоторых психических заболеваниях. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1970 год. Сто тридцать девятое. Николаева В.В. Рыбина Г.Ф. Гелецкий Ю. Особенности внутренней картины болезни у больных с цириозом и нейродермитом. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Номер двенадцатый за 1984 год. Сто сороковое. Осипов, В.П. Курс общего учения о душевных болезнях. Госэздат на 1923 год. Сто сорок первое. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. Том третий. Москва, Ленинград. 1951 год. Сто сорок второе. Павловская ЛС. Экспериментальное психологическое исследование по методу академика Бехтелева и доктора Владычка над детьми, идиотами и больными с юношеским слабоумием. Вестник психологии. Выпуск пятый за 1911 год. Сто сорок третье. Петренко В.Ф. Психологические исследования мотивации. Вопросы психологии номер третий за 1983 год. Сто сорок четвертое. Петренко ЛВ. Нарушение высших форм памяти. Москва, 1976 год. Сто сорок пятое. Петровский АВ. Личность, психология с позицией системного подхода. Вопросы психологии номер первый за 1981 год. Сто сорок шестое. Петровский АВ. Личность, деятельность, коллектив. Москва, 1982 год. Сто сорок седьмое. Платонов КК. Система психологии и теории отражения. Москва, 1982 год. Сто сорок восьмое. ПАВАИН. КАИ. Материалы к вопросу в экспериментально-психологическом исследовании душевнобольных. Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Номера с первого по двенадцатый за 1917-1918 годы. Сто сорок девятое. Калюков, Ю.Ф. Исследование нарушенной психики познавательных процессов. В книге «Шизофрения. Москва, 1969 год». Сто пятидесятое. Калюков, Ю.Ф. Патология познавательной деятельности при шизофрении. Москва, 1974 год. Сто пятьдесят первое. Поперечная ЛН. У направленности личности подростков с резидуальной органической патологией. А в периферат кандидатской диссертации Москва, 1973 год. Сто пятьдесят второе. Поперечная ЛН. В Рубинштейн, С.Я. О некоторых причинах неправильного развития подростков, перенесших органическое поражение центральной нервной системы. О мерах профилактики. Москва, 1973 год. Сто пятьдесят третье. Портнов, А.А. Федотов, Д.Д. Психиатрия. Москва, 1965 год. Сто пятьдесят четвертое. Психологическая диагностика, проблемы и исследования. Под редакцией Гуревича, Москва, 1981 год. Сто пятьдесят пятое. Ренге, В.Э. Роль личностного фактора восстановления трудовой деятельности больных шизофрении. Автореферат кандидатской диссертации Москва, 1973 год. Сто пятьдесят шестое. Рибобе. Болезни личности. Санкт-Петербург, 1886 год. Сто пятьдесят седьмое. Рессалима, Г.И. Психологические профили. Метод количественного исследования психологических процессов в нормальном и патологическом состояниях. Санкт-Петербург, 1910 год. Сто пятьдесят восьмое. Рубинштейн, С.Л. Основа общей психологии. Москва, 1946 год. Сто пятьдесят девятое. Рубинштейн, С.Л. О мышлении и путях его исследования. Москва, 1958 год. Сто шестьдесят восьмое. Рубинштейн, С.Л. Принципы и пути развития психологии. Москва, 1959 год. Сто шестьдесят первое. Рубинштейн, С.Я. Экспертиза и восстановление трудоспособности после военных травм мозга. В книге. Неврология военного времени. Москва, 1946 год. Сто шестьдесят второе. Рубинштейн, С.Я. Исследование распада навыков у психических больных позднего возраста. В книге. Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва, 1965 год. Сто шестьдесят третье. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. Москва, 1970 год. Сто шестьдесят четвертое. Он же. Патология слухового восприятия. Москва, 1976 год. Сто шестьдесят пятое. Он же. Понятие характера в психологии и психиатрии. Вести Московского университета. Серия 14. Психология. Номер второй заодно. 1979 год. Сто шестьдесят шестое. Он же. Психология умственно отсталого ребенка. Москва, 1979 год. Сто шестьдесят седьмое. Рыбаков, Ф.Г. Атлас для экспериментально-психологического исследования личности с подробным описанием и объяснением таблицы. Москва, 1910 год. Сто шестьдесят восьмое. Савонька, ЕИ. Возрастные особенности соотношения ориентации школьников на самооценку и на оценку другими людьми. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1970 год. Страница 285. Сто шестьдесят девятая. Санюхин, Н.Б. Беренбаум, Г.В. Выгодский, Л.С. К вопросу о структуре деменции при болезни Пика. Советская невропатология, психиатрия и психогигиена. Том 3, выпуск 6 за 1934 год. Сто семьдесятая. Серебрякова, ЕА. Уверенность в себе и условия ее формирования у школьников. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1956 год. Сто семьдесят первое. Сеченов, И.М. Избранные произведения. Том 1. Москва, 1952 год. Сто семьдесят второе. Славина, Л.С. Ограничение объема работы как условия ее выполнения в состоянии присыщения. Вопросы психологии номер 2 за 1969 год. Сто семьдесят третье. Снежневский, А.В. Общая психопатология. Валдая, 1970 год. Сто семьдесят четвертое. Соколова, Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. Москва, 1976 год. Сто семьдесят пятое. Соколова, Е.Т. Проективные методы исследования личности. Москва, 1980 год. Сто семьдесят шестое. Соловьев, Элпидинский, И.М. О так называемом психическом присыщении и его особенностях умственно отсталых детей. В книге «Умственно отсталый ребенок». Москва, 1935 год. Сто семьдесят седьмое. Спилаковская АЭС. Нарушение игровой деятельности. Москва, 1980 год. Сто семьдесят восьмое. Стихлик В. Взаимоотношения перспективных целей и осуществляемой деятельности у психических больных. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1984 год. Сто семьдесят девятое. Столин В.В. Самосознание личности. Москва, 1983 год. Сто восемьдесятые. Суботинский, Е.В. Золотой век детства. Москва, 1981 год. Сто восемьдесят первое. Сухарева Г.Е. Лекции по психиатрии детского возраста. Москва, 1974 год. Сто восемьдесят второе. Тарабакина Л.В. Выявление ведущих мотивов психически больных в патопсихологическом эксперименте. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1979 год. Сто восемьдесят третье. Тепеницына Т.И. Психологическая структура резонерства в книге «Вопросы экспериментальной патопсихологии». Москва, 1965 год. Сто восемьдесят четвертое. Теплов Б.М. Психология. Москва, 1946 год. Сто восемьдесят пятая. Тихомеров УК. Структура мыслительной деятельности человека. Москва, 1969 год. Сто восемьдесят шестое. Тихомеров УК. Психология мышления. Москва, 1984 год. Сто восемьдесят седьмое. Токарский АА. О глупости. Вопросы философии и психологии. Книга, 35-я. Москва, 1896 год. Сто восемьдесят восьмое. Токарский АА. О методах психологического исследования. Записки психологической лаборатории психиатрической клиники Московского университета. Номер первый заодно, 1896 год. Сто восемьдесят девятое. Халфина АБ. Влияние внутренней картины болезни на трудоспособность больных, перемешивших органическое поражение мозга. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1974 год. Сто девяностое. Холмогорово АБ. Нарушение рефлексивной регуляции познавательной деятельности у больных шизофрении. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1983 год. Сто девяносто первое. Холмское ЕД. Мозг и активация. Москва, 1972 год. Сто девяносто второе. Цветково ЛС. Восстановительное обучение больных с локальными поражениями мозга. Москва, 1972 год. Сто девяносто третье. Харистоматия по пато-психологии. Под редакцией Зергарник, Николаевой, Кормилова. Москва, 1981 год. Сто девяносто четвертое. Шмелев, АГ. Введение в экспериментальную психосемантику. Москва, 1983 год. Сто девяносто пятое. Штюринг. Г. Психопатология в применении к психологии. Санкт-Петербург, 1903 год. Сто девяносто шестое. Шуберт, А.М. О некоторых нарушениях познавательной деятельности при травмирующей ситуации. Княги-материалы совещания по психологии. Москва, 1957 год. Сто девяносто седьмое. Экспериментально-психологические исследования патологии психической деятельности. Крешизофрении. Под редакцией Полякова. Москва, 1982 год. Сто девяносто восьмое. Эльконин, Д.Б. Проблемы периодизации психического развития в детском возрасте. Вопросы психологии номер шестой за 1971 год. Сто девяносто девятое. Эльконин, Д.Б. Проблемы контроля возрастной динамики психологического развития детей. В книге о диагностике психического развития личности. Таллинн, 1974 год. Двухсотое. Ярошевский, М.Г. Психология. История психологии. Москва, 1966 год. 201. Ярошевский, М.Г. Психология в 20-м столетии. Москва, 1974 год. Примечание диктора. Библиография. Дана на иностранных языках. При записи не начитывается. Конец примечания диктора. Конец записи. Книги. Блюмы, Вульфовны, Зейгарник. Патопсихология. Издание 2-й, переработанное и дополненное. Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности психология. Читала Леонтина Бродская.